Комиссия по гражданству В 92-м году, все еще стремясь к какой-то общественной активности, я получил предложение войти в президентскую комиссию по гражданству. Комиссия занималась обсуждением вопросов нового российского гражданства, кому и как его давать. В комиссию входили министры и их заместители, начальник ОВИРа Рудольф Кузнецов, генерал КГБ Краюшкин, и еще какие-то люди из так называемых силовых структур. Возглавлял комиссию важный чиновник кавказского происхождения, фамилию я забыл. Эти люди не понимали, как я попал в их компанию, какая роль мне здесь предназначена, и потому относились ко мне с опаской и споров со мной избегали. Например, речь зашла о возвращении гражданства жившему в Англии Владимиру Буковскому. Стали обсуждать, возвращать или нет. Я решительно прервал их дискуссию. Вернуть гражданство? И никак попало. Буковского должен пригласить посол Советского Союза в Англии Борис Панкин. Принести ему извинения и вручить паспорт с почетом. Они записали в протоколе «принести извинения и вручить с почетом». Потом, правда, выяснилось, что у Буковского никто и не отбирал гражданство. Его вывезли на самолете как преступника, но гражданство почему-то не лишили. Но в тот момент я об этом не помнил, а другие члены комиссии, как ни странно, не знали. И новый паспорт был диссиденту почтительно выдан. Однажды с гневной речью выступил какой-то замминистра. «Есть люди, которые обзавелись двойным гражданством», — возмущался он. «Я считаю, что это безобразие. Надо отнимать у таких людей российские паспорта. Что за глупости?» — возразил я. «Межгосударственные и межчеловеческие отношения в наше время усложняются. Люди все больше пересекают границы, вступают в смешанные браки. Есть много других случаев, в которых без двойного гражданства трудно обойтись. Советское государство изгоняло своих граждан, и они вынуждены были получать паспорта других стран. Теперь многие из них возвращаются, но почему они должны отказываться от документов, облегчающих им жизнь? Вот. Я вынул из кармана два своих паспорта. Попробуйте у меня отнять хоть один». «Я думал, что этот человек, который только что пылал праведным гневом, будет мне возражать. Но нет. Он тут же испуганно съежился и притих. И все согласились. Предложенный закон о запрещении двойного гражданства, который они собирались подсунуть Ельцину, дальше не продвигать. Или позднее предложить. В то время в Россию часто приезжала Корнелия Герстенмайер, немка с осетинскими корнями, дочь видного деятеля послевоенной Германии, президента Бундестага. Корнелия активно занималась политикой. В советские годы поддерживала диссидентов, а когда началась перестройка, точно так же поддерживала уже либералов. Она была просто влюблена в Гайдара, в Чубайса, стала вникать во все российские дела и говорила «мы», имея в виду русских, и в том числе себя. У нее был и сейчас есть фонд, деньгами которого она поддерживала нуждающихся, бедных писателей и детей в детских домах. Она принимала живое участие во всех наших делах и очень хотела получить российское гражданство. Я ей предложил написать заявление в эту комиссию, и когда речь там зашла о ней, поддержал ее, и она сразу получила гражданство. Какое-то время я этим занимался, а потом мне, по правде сказать, это наскучило, и я порекомендовал вместо себя бывшего диссидента и правозащитника Крониды Любарского, вернувшегося из эмиграции в Россию. Он, как человек по характеру гораздо энергичнее меня, активно работал в этой комиссии, пока не погиб, неожиданно и нелепо. Поехал отдыхать на остров Бали, и там утонул. Обсчет Чтобы дать передышку читателю, расскажу случившийся со мной смешной анекдот. В девяностых годах в результате сумасшедшей инфляции деньги обесценились настолько, что все люди стали миллионерами. Зарплата в миллион рублей в месяц считалась нищенской. Этот миллион можно было оставить за один раз в супермаркете. Я в то время жил на две страны, приблизительно половину времени проводил в Мюнхене, половину в Москве, и в Москве никак не мог сориентироваться в ценах. Однажды за какой-то весьма скромный набор продуктов заплатил около миллиона рублей, но по дороге домой заподозрил, что меня надули. Приехал домой, разложил продукты, сверил с чеком, точно, на доли тысяч не меньше, чем на пятьсот. Я сложил купленный назад в сумке, вернулся в магазин, и к кассирше, выбивший мне чек, та, естественно, меня спросила, а где я был с этими продуктами? Я сказал, как есть, ездил домой, там пересчитал. Кассирша обрадовалась и стала громко кричать, что таких умников, как я, она знает. Поехал, дома половину продуктов оставил, теперь вернулся. Два молодых рабочих магазина поддержали ее громкими откровенными насмешками над мошенником, то есть надо мной. Я вызвал директоршу. Она меня узнала и поняла, что вряд ли я тот, кто стал бы проворачивать столь незатейливую аферу. И стала разбираться, как все получилось. А кассирша, все еще настаивая на своей правоте, кричала, «Да что вы говорите?» «Мы больше, чем на сто тысяч не наябываем». Разобрались. Выяснилось, что мне присчитали покупки предыдущего покупателя, чек которого не был оторван и соединился с моим. Чем лучше шарахать по голове? В те годы спиртные напитки продавались в магазинах и киосках, стоявших на каждом углу. Напитки были часто, а, может быть, даже в большинстве случаев, поддельные, пить которые можно было только с риском для жизни. Я тогда чаще всего покупал советское шампанское, надеясь почему-то, что оно настоящее. Но покупал только сухое. Однажды сунул голову в киоск, спросил, «Шампанское есть?» «Есть. Сухое?» «Нет, только сладкое». Я сказал, «Тогда не надо». Продавец удивился, «Да ты что, мужик? Сладкое. Оно знаешь, как по башке шарахает?» «Шарахать по башке лучше просто бутылкой», сказал я ему. Диспут с генералами. Весной 1991 года состоялась у меня знаменательная дискуссия с пассажирами самолета рейса 258 «Мюнхен-Москва». Еще в аэропорту я обратил внимание на группу соотечественников, мужчин в возрасте между 40 и 50, одетых по-разному, но как будто с одного склада. Держались они кучкой, и выражение лиц у всех было одновременно надменное, настороженное и испуганное. В руках они держали одинаковые картонные коробки. Уже в самолете сосед по креслу, сотрудник журнала США и Канада, сказал мне, что люди с коробками генералы из генштаба ездили в Германию по приглашению Бундесвера. В коробках везут подаренные немецкими коллегами столовые сервизы. Через некоторое время генералы узнали, что с ними летит автор Чонкина, только что напечатанного, широко обсуждавшегося и страстно проклинавшегося высшими военными чинами. Мне передали, что руководитель делегации генерал Богданов приглашает меня побеседовать. Я понимал, что вряд ли найду среди них поклонников, но, рассчитывая на диалог, пошел к ним в первый класс. Скажите, задал и сразу в агрессивном тоне вопрос Богданов. Вот нас, военнослужащих, интересует, как вы думаете, ваш Чонкин нравится советским воинам? Нравится, сказал я. Вы так думаете? Всем советским воинам нравится Чонкин? Ну, почему же всем улыбнулся я? Не всем, а приблизительно от рядовых до полковников. Что тут началось? Генералы стали кричать, перебивая друг друга, и перевели разговор на такой убогий уровень, что я пожалел, что пришел к ним. А вы знаете, чем отличается генерал от полковника? Спросил один из них. Знаю, сказал я. Лампасами. Это вызвало еще большее возмущение. Один из них кричал, что он получает зарплату только на 20 рублей выше полковника. Другое, что у него жена кандидат филологических наук, а сам он два года служил рядовым. То, что я служил вдвое, больше его не смягчило. Вы не любите нашу армию, вопил он истерически. Не люблю, сознался я. Я вообще никакую армию не люблю. Я попробовал им объяснить, что армию любить не обязательно. Достаточно понимать необходимость ее существования. Можно уважать офицеров и жалеть солдат. Можно признать необходимость в собственном пребывании в армии на какое-то время. Но любить армейские порядки, тем более солдатскую службу, про которую даже в уставе написано, что она состоит из тягот и лишений, так же противоестественно, как любить тюрьму. Сравнение советской армии с тюрьмой показалось генералам уж таким кощунственным, что они, будь у них возможность, меня бы тут же расстреляли. Разговор все больше напоминал мне проработки в союзе писателей, от которых я, слава богу, отвык. Я поднялся с кресла и хотел вернуться к себе в экономический класс, но передо мной стояла стюардесса с тележкой и широким задом, который перегораживал весь проход между креслами. «Пропустите, пожалуйста», попросил я ее. «Ничего. Подождете». Буртнула она, желая, видно, понравиться генералам, а те продолжали кричать мне в спину, что такие, как я, хотят ослабить нашу советскую армию. Да напрасно стараются. Советская армия себя еще покажет. Последняя фраза на фоне происходивших в стране событий звучала вообще крайне глупо. «Армия себя еще покажет». Кому? Что? И ради чего? Я огрызался, говоря генералам, тем, что они себя уже показали в Афганистане. Разумеется, этот разговор не прибавил мне любви к армии, которая не оправдала и надежд моих собеседников. Советскую власть не отстояла. В Чечне воевала долго, жестоко и неуклюже. Не вызывала во мне уважения армия, чьи солдаты на московских улицах клянчили у прохожих деньги и сигареты. Пуч в темноте Август 1991 года. Нам с Ирой обоим предложили работу преподавать русский язык на летних курсах в Гаучер колледже под Балтимором. С радио Свобода я уже не сотрудничал, на Западе меня печатали меньше, чем раньше, а советские гонорары были мизерны. Мы согласились. Кто были наши слушатели, мы не знали и не очень интересовались. Потом поняли, что это были люди военные из NSA National Security Service службы электронной разведки. Впрочем, они ходили естественно в штатском, а службы своей не распространялись студенты, как студенты, парни и девушки, одна из них слепая. Нам с студенческом общежитии с кондиционером, вставленным в окно. Работая, он ужасно шумел, надо было кричать, чтобы услышать друг друга. А стоило выключить, наступала невыносимая жара. В воскресенье, 18 августа, я проснулся от тишины. Кондиционер не работал, но было еще не жарко. Я включил телевизор, не работал и он. Я вышел из дома, спросил кого-то, что случилось. Мне объяснили, на местной подстанции произошла авария, но устранение ее уйдет несколько часов. Значит, и компьютер работать не будет. А мне без него в комнате делать нечего, кроме как потеть. В середине дня жара неизбежно наступит, а к вечеру станет невыносимой. Пришла штатная преподавательница колледжа, Оля Самойленко, пригласила нас прокатиться в Балтимор. Поехали. Гуляли по городу, посетили местный дельфинарий, посмотрели потрясающие выступления дельфинов с людьми, обедали в местном ресторане. Когда расплачивались, Ольга дала официанту чаевых меньше, чем он ожидал. В России официанты обычно выражали недовольство чаевыми соответствующим выражением лица. Этот выразил свою обиду словами. Мэм, неужели я вас так плохо обслуживал, что вы мне дали только 8%. В Америке принято платить официантам 10-15% от суммы заказа. Эта норма привелась и в России. Но во многих европейских странах она не признается, и официанты довольствуются оставляемой им мелочью. Вечером вернулись в гаучер с надеждой, что подстанцию уже починили. Увы. В 10 вечера я вышел на улицу, встретил кого-то из охраны, спросил, когда все-таки дадут свет, он сказал, к полуночи, если повезет. If we lucky. Не повезло. В полночь легли спать. В 2 часа ночи громко зазвонил телефон, Ира сняла трубку и, выслушав звонившего, сказала Миша, ты не мог бы позвонить с этой шуткой утром? Положила трубку. Я спросил, в чем дело? Миша Михайлов несет какую-то чушь, что в Москве переворот. Горбачева свергли. Это для Миши была типичная шутка. Он любил разыгрывать своих друзей, и розыгрыши его были однообразны. Ты слышал, Горбачев умер. Или слышал, Рейган бросил Нэнси и женится на Элизабет Тейлор. И еще слушатель не успел удивиться, огорчиться или порадоваться, а он уже хохочет, давая понять, что это всего лишь шутка. Мы собирались спать дальше. Опять телефон. На этот раз Илья Левин. В Москве переворот. В это время как раз зашумел кондиционер, дали свет. Я включил телевизор и увидел на улицах Москвы танки. Москвичи в это время смотрели Лебединое озеро. После этого мы три дня не отрывались от телевизора, смотрели передачи Си-Эн-Эн. В колледже была спутниковая антенна, и два часа в сутки можно было смотреть советские передачи. В Москве объявлен комендантский час, который никем не соблюдается. Горбачев под домашним арестом в Форосе. Ельцина вот-вот арестуют. Пучисты составили длинный список перестройщиков, подлежащих аресту во главе с Ельциным. Прогнозы были разные. Некоторые считали, что пучисты захватили власть всерьез и надолго. Доходили слухи, что Кончаловский и Коротич покинули страну. Главный редактор литературной газеты Бурлацкий не пожелал возвращаться из отпуска и спрятался где-то на юге. Битов сказал, что ничего страшного, теперь коммунисты цивилизованные, можно жить и при них. Американское телевидение обращалось за прогнозами к экспертам, число которых попало и я. Какой-то канал взял у меня длинное интервью, в котором я сказал, что авантюра пучистов продлится не больше месяца, потому что для возврата к прошлой форме правления в стране нет ресурсов, ни экономических, ни идеологических. Судя по всему, у них нет даже сколько-нибудь сформулированного плана. Этот канал из всего моего интервью оставил только одно слово «Ох, фулл». Ужасно. Но в интервью CNN мне все-таки что-то сказать удалось. Я давал пучистым максимум месяц. Были более точные прогнозы. Некоторые пессимисты предрекали, что коммунисты вернулись на следующие семьдесят лет. Вот и еще произошло историческое событие, которого я оказался пассивным наблюдателем издалека. Смотрел издалека на баррикады и на то, как свергали памятник Дзержинскому. А мог бы быть и поближе. Еще в начале того же 1991 года я получил приглашение на конгресс соотечественников, который должен был открыться в Москве как раз восемнадцатого или девятнадцатого августа. Приглашаемых завлекали разнообразными развлечениями, включая молебны в главных московских соборах, посещение дворянского собрания, откуда оно только взялось, в колонном зале, обеды в лучших ресторанах, путешествия по Золотому кольцу, катания на теплоходе и наблюдения за вольтежировкой казачьей сотни. Для начала будущим конгрессменам предлагалось перевести по триста долларов в чеширское отделение какого-то банка. Это только за честь участия, а потом оплатить и все остальное, гостиницы, богослужения, плавание на теплоходе и скакание переточной казачьей сотни. Я на предложение ответил фильетоном, его напечатали московские новости и высказал предположение, что это мошенническая афера и что деньги в чеширском банке, конечно же, пропадут. Они потом и пропали. Теперь в передачах из России появились и участники Конгресса. В самый разгар путчи их водили по церквам. Они выглядели растерянными и испуганными. Зная представление многих из них о коммунистах нашего времени как о кровожадных большевиках 20-х годов, я был уверен, что некоторые из них думали, что их специально завлекли в Москву к путчу, чтобы здесь арестовать и расстрелять. Возвращение в СП. Еще в 1989 году мне прислали в Мюнхен из Союза писателей СССР, который еще не распался, письмо без подписи, но с рассуждениями о том, что, мол, пришло время, когда надо исправлять ошибки прошлого, то есть меня приглашают вернуться в Советский Союз и, соответственно, в СП, на что я ответил. Когда мне пришлют письмо, подписанное каким-нибудь человеческим именем и содержащее извинения, тогда я подумаю. Ответа не последовало. Через некоторое время пришло письмо уже из Московского Союза писателей с тем же приглашением. Секретарем был тогда Юрий Черниченко. Он и сказал, что приносит извинения, хотя сам меня не обижал. Но поскольку он выступал не от себя лично, а от имени Союза писателей, то извиниться должен был. Я извинения принял, вступил в этот союз, но никогда там не бываю. Потому что времена изменились, и я не понимаю, какую роль в моей жизни может иметь эта организация, и что я мог бы ей дать. Круг общения В Москве я начал знакомиться с деятелями Новой России. Один из них был моим старым другом, Борис Золотухин, адвокат, правозащитник, в свое время изгнанный из адвокатуры и из партии за защиту Александра Гинсбурга. Другого Егора Гайдара. Я знал, когда он был еще подростком. В семидесятых мы жили на улице Черняховского, рядом с 152-й школой, где моя жена преподавала в старших классах литературу. В девятом и десятом классах одним из лучших ее учеников был Егор Гайдар. Мы встретились с ним уже во время одного из моих приездов в Москву, и он сказал, «Вы, наверное, не помните, когда вы переезжали в новую квартиру, я был одним из тех, кто перетаскивал ваши вещи». Другим перетаскивавшим был его друг и одноклассник Юра Заполь, в новые времена ставший одним из тех, кого называют олигархами. Один из владельцев преуспевающей компании Video International, он недолго наслаждался своим положением. Несколько лет назад умер от рака, не дожив до 50 лет. В начале девяностых я познакомился с молодыми политиками Аркадием Мурашовым, он тогда был начальником московской милиции, и Сергеем Юшенковым, который был в армии, в молодые годы успел дослужиться до полковника, в новые времена увлекся политикой и стал одним из самых заметных фигур в Верховном Совете и в Государственной Думе. Его эволюция казалась мне удивительной. Он окончил политическую академию, был офицером по политической части и, естественно, членом КПСС. Я по привычке ко всем носившим партбилет относился плохо и некоторых подозревал в том, что они подлаживаются под время. Но чем дальше я узнавал Юшенкова, тем больше он мне нравился. Я увидел какой-то чистый, цельный и искренний человек. Он чем-то напоминал мне моего друга Петрухина. У них были одинаковые заблуждения, одинаковый способ выхода из них и одинаковое жизненное мировоззрение. Оба выросли в провинции, Петрухин в Пятигорске, Юшенков в Ярославской деревне. Но путь Сергей Николаевич продел очень нетипичный для деревенского парня. В деревне, где он жил, все мужики пили, курили и матерились. Сергею это не нравилось, и он решил, что, по крайней мере, до 21 года не будет ни пить, ни курить, ни материться. Когда ему исполнился 21 год, он попробовал и то, и другое, и третье, выпил, закурил и выругался. Ему все не понравилось еще больше, и он не стал ничего этого делать в жизни. Как же в армии можно было без всего этого обходиться, спрашивал я его. Когда были какие-то пьянки, я деньги давал, а сам сидел и пил воду. К этому все мои сослуживцы привыкли и не приставали. Кто искренне верил в коммунизм, тот разочаровавшись, чувствовал себя обманутым и становился искренним и наиболее непримиримым врагом учения. Я встречал таких еще среди диссидентов. Именно они, а не те, кто в коммунизм с молоду не верил, были его самыми решительными противниками. Но тогда их борьба за справедливость неизбежно кончалась лагерным сроком. И Юшенкова ждала бы та же судьба, будь он немного постарше. Но он вырос позже и вел себя соответственно своему времени. В августе 91-го он остановил танковую колонну, когда в форме полковника стал прямо перед головной машиной. Из танка вылез капитан, и Юшенков ему сказал, капитан, у вас есть выбор, или стать на сторону свободы и прославиться, или остаться на стороне тоталитарного режима и покрыть свое имя позором. Капитан выбрал первое, но славы не приобрел, а, как я слышал, спился и умер безвестным. Юшенков был хорошо образованным человеком и умным, знающим, чего он хочет политикам, политикам четких демократических убеждений, врагом лжи, ханжества и демагогии. В отличие от большинства членов Думы, беспринципных людей, шедших в политику ради карьеры корысти и тщеславия. Таких, как Юшенков, оставалось все меньше. Галина Старовойтова, Михаил Молостовов, Юлий Рыбаков, Владимир Головлев. Первой убили Старовойтову, за ней Головлева, последним Юшенкова. Их время в политике кончилось, и политика реальная с живыми дискуссиями кончилась. Сейчас среди депутатов Госдумы и вообще политиков у власти нет ни одного человека, в чьей честности я мог бы не сомневаться. Союз нерушимый. Какой гимн, думал я, в 2000 году, когда пошли разговоры о возможном создании новой государственной песни. Гимн, можно сказать, это визитная карточка государства. По нему можно себе представить, какими это государство обладает особенностями, чем отличается от других и какие цели преследует. Я вспоминал разрозненные слова разных гимнов от «Боже царя храни» до «Еще польска не сгенела» или «Щеневмерла Украина». Все они, включая интернационал, и даже тот сталинский вариант так или иначе выражали суть и цели воспеваемого государства. О чем нам петь, если мы до сих пор не осознали, кто мы такие и куда идем? Государство наше постсоветское тогда еще практически не сложилось. Если оно строит капитализм, то как можно держаться за символы системы, считавшей непримиримую борьбу с капитализмом своей задачей? Если оно поощряет религиозное возрождение, то допустимо ли при этом поклоняться мощам разрушителя церквей, убийцы многих тысяч священников и расстрельщика царской семьи? Если нашим недавним прошлым можно гордиться, то зачем мы сейчас идем совершенно в другую сторону? Спешка с созданием нового гимна не понравилась многим, особенно когда стало ясно, что это будет просто перекройка из перекройки, которую произведет все тот же Сергей Михалков. Хотя при этом что-то невнятно говорилось о конкурсной основе, но конкурс был своеобразный, как советские выборы. Один депутат из одного кандидата. Затей была явно неудачная. Что можно было хорошего сказать о тексте, совершенно пустом, не имеющем никакого реального содержания, только общие слова «Россия священная, хранимая Богом, гордимся тобой». Наиболее точно мне показалось заключение безымянного интернетовского эксперта. Словословия, адресованные России, звучат очень фальшиво. Данный вариант гимна расценивается как скоропарительная халтура. Никакой пользы для общества от него нет, а скорее даже наоборот. В те дни, желая принести обществу пользу, я предложил ему альтернативный вариант гимна собственного сочинения. Смешное и смехотворное. Есть высказывания, которые только кажутся парадоксальным, смех дело серьезное, но это вовсе не парадокс. Очень многие человеческие дела, претендующие на серьезность, проверяются на прочность именно смехом. Если дело в основе своей по-настоящему серьезно, его высмеять невозможно. Если возможно, то надо подумать, действительно ли оно так серьезно, как кажется. Как читатель уже, наверное, понял, я не всегда уважаю то, что одобряется высшим начальством, за что удостаиваюсь проклятий господ, которые свою корыстную преданность вышестоящему начальству называют патриотизмом. Особенно мне достается от них, когда я смеюсь над тем, что они почитают своими святынями. Эти люди не понимают и никогда не поймут, что истина святое осмеянию не поддается. Легко поддается пошлое и ханжеское, выдающее себя за святое. Я сел за компьютер и добросовестно, хотя и быстро, совместил разнородные современные реалии, представления разных людей о нашем прошлом, настоящем и надеждах на обозримое будущее и предложил газете «Известия». Кажется, после Чонкина у меня не было такого читательского успеха. Текст разлетелся по интернету, сам из дату нашего времени. Мне звонили люди, знакомые и незнакомые. Артистка Нина Русланова позвонила в три часа ночи и потребовала меня к телефону. Ей сказали, что я сплю. Ничего, пусть проснется, когда Русланова звонит. Я взял трубку и услышал густой пьяный мат. Но это был единственный отзыв, который, если бы был сколько-нибудь осмыслен, можно было бы назвать критическим. Остальные были одобрительные и даже восторженные. При этом я не был настолько самонадеян, чтобы думать, будто исключительно художественные достоинства моего стихотворения были приняты во внимание. Успех объяснялся тем, что я попал в точку. Конечно, по очевидным признакам мой текст можно считать сатирическим, но сатира, как сказано в одной из энциклопедий, это уничтожающее смеяние явлений, которые представляются автору порочными. Средства сатиры ирония, сарказм, гипербола, гротеск. В моем варианте иронии сарказм присутствовали, но гипербола и гротеск мне не понадобились, ибо сама задача была гротесковой. Разве когда я пишу, что, спустившись с вершин коммунизма, народ под флагом трехцветным с орлом двуглавым и гимном советским шагает в разброд, это гипербола? Или сегодня усердно мы Господа славим и Ленину вечную славу поем, это гротеск? В гимне обычно кратко излагается прошлое, настоящее и ставятся задачи на будущее, которые я выразил так, как это обещают наши законодатели и законоисполнители. Всем выдадим все, офицерам квартиры, зарплату рабочим, почет старикам, а злых террористов замочим в сортире, ворам олигархам дадим по мозгам. То есть, если говорить чисто формально, я вложил в гимн все, что полагается, обобщил пройденный страной путь, оценил настоящую ситуацию и наметил главные перспективы. Но все-таки я, разумеется, считал свое стихотворение шуткой, и звонок Сергея Юшенкова был для меня неожиданным. Владимир Николаевич, сказал он мне по телефону, вы не будете возражать, если я, как депутат, предложу нашей думе принять ваши стихи в качестве текста государственного гимна России? Сергей Николаевич, вы шутите? Почему? Я считаю, ваш вариант действительно более подходящим и отвечающим современному состоянию России. А вы разве так не считаете? Конечно, считаю. Но как бы вам это сказать? А никак не сказать. Скажите только да или нет. Я сказал да. Юшенков оформил выдвижение наилучшим образом, нашел артистов, и они гимн с моими словами спели и записали на компакт-диск. Он же собрал пресс-конференцию, на которой журналисты спросили, не кажется ли мне мой текст слишком смешным, чтобы всерьез претендовать на государственное признание. Я ответил так. Некоторые считают мой текст смешным. Но он не смешнее текста другого автора, готового услужить любому режиму. С достойным восхищением цинизмом он воспевает то Сталина, то Ленина, то Господа Бога. Циничная власть, принимающая услуги такого сочинителя. И петь сочиненные им слова можно только цинично, без малейшего к ним уважения, а над всем, что недостойно уважения, можно смеяться, во всяком случае, до тех пор, пока это не запрещено уголовным кодексом. Когда будет запрещено, станет еще смешнее. А вот мнение о моем тексте самого Яшенкова. С моей точки зрения, слова Владимира Войновича в большей мере соответствуют тем реальностям, которые сегодня есть в нашей стране. Они отражают историю страны. Некоторые говорят, что это написано с чувством юмора, но жизнь, она без юмора и не бывает. А разве не юмор, когда принимают в качестве гимна музыку Александрова, которая была фактически написана как гимн большевиков? И к тому же уже доподлинно известно, что это фактически музыка, которая является плагиатом немецкого композитора, потом одного русского композитора, надерганный из этих мелодий разные музыкальные фразы, и так получился этот так называемый гимн. Накануне обсуждения альтернативных текстов в Думе мне позвонил какой-то протокольный кремлевский чиновник и вкратчиво поинтересовался, действительно ли я считаю свой текст достойным принятия его в качестве государственного гимна. Да, сказал я, а что? Нет, нет, ничего, быстро ответил чиновник. Я просто хотел узнать у вас, не действует ли Юшенков без вашего одобрения. Я сказал, что не действует. Ну-ну, ответил чиновник, как мне показалось, со скрытой угрозой и повесил трубку. Некоторые народные избранники были очень недовольны тем, что мой текст приходится всерьез обсуждать и сильно ругались. Актер и депутат, бывший при Горбачеве министром культуры Николай Губенко выразил уверенность, что мне за мой текст где-то хорошо заплатили. Он был прав. За свою работу я получил в известиях гонорар, но не такой уж большой, чтобы Губенко лопнул от зависти. А текст мой в думе все-таки был поставлен на голосование и получил 23 голоса из 450. Это случилось в декабре 2001 года. Тогда в думе еще оставалось место для одиночного инакомыслия. Сторонний наблюдатель Я стал ездить в Москву все чаще и чаще. Уже наблюдал события вблизи, но все еще как чужой, не имея ни прав, ни возможности непосредственно участвовать в происходящем. В 79 году был свидетелем многотысячного митинга в Лужниках. В следующем году во время очередного приезда, совпавшего с майскими праздниками, был поселен в снесенной впоследствии гостинице «Интурист». Первого мая вышел на улицу Горького, стоял на тротуаре, смотрел на текущую мимодемонстрацию, не похожую на прежние, с портретами вождей и призывами выполнить и перевыполнить. Необычные демонстранты и транспаранты. Лозунги советские вперемешку с неизвестно какими. Пожилой полковник весь в орденах выкрикивал что-то антисемитское, но на него никто не обращал внимания. Группа сплоченных чем-то общим людей шла, скандируя что-то вроде «Свободу узникам совести! Слава Сахарову!» Одна из женщин в этой группе узнала меня и закричала «Слава Войновичу!» Несколько голосов неуверенно поддержали ее и стали звать меня к себе «Идемте с нами!» Я вежливо отказался. Эту группу сменила другая, в которой кто-то вдруг выкрикнул «Долой КГБ!» Вся колонна этот призыв охотно подхватила и сотни голосов стали скандировать, но шепотом «Долой КГБ!» Сами еще видно не верили что можно провозглашать такое во весь голос Очень странное впечатление производят сотни людей шепчущих одновременно Постояв немного на улице я ушел к себе в номер и увидел уже по телевизору тот скандальный эпизод когда толпа своими враждебными выкриками буквально согнала с трибуны мавзолея Горбачева и его соратников Я наблюдал за тем что происходит в России с большими надеждами но многое меня смущало Когда я ожидал возвращения гражданства меня удивляло что эта проблема интересует только меня и возможно других лишенцев но почти никто не понимает необходимости и даже первоочередности или скажем второочередности этого шага и сейчас задним числом я считаю что объявив курс на перестройку употребляя такие лозунги как гласность и демократия власть должна была в первую очередь освободить политзаключенных извиниться перед ними принять с почетом и помочь вернуться в общество полноценными членами а следом за этим вернуть гражданство тем кто был его лишен однако власть с этим всем не спешила а общество ее к этому не побуждало политика по отношению к инакомыслящим слишком долго оставалась неизменной в 1986 году Сахарова наконец вернули из ссылки в Москву но Юрия Орлова из советской ссылки выставили в Америку возвращение гражданства 23 человеком включая меня произошло только в 1990 году причем перед нами подвергшимися внесудебным репрессиям никто и не подумал хотя бы извиниться если не считать коньяк которым меня угостил в Мюнхене советский генконсул сомнения обольщение и разочарование меня смущало многое в поведении не только власти но и общества когда я смотрел на лозунги и призывы с которыми народ выходит на митинги и демонстрации меня радовало то что люди как будто понимают что такое демократия и свобода для чего они нужны каждому человеку и всему обществу но в то же время я видел как они легко покупаются на популистские и демагогические призывы наивная наша публика приходила в восторг от скромности Ельцина утверждавшего что он носит ботинки за 18 рублей люди аплодировали его внезапным налетом на магазины где он устраивал разнос директорам хотя ясно было что каким бы магазинное начальство ни было недобросовестным и вороватым общая пустота полок была не из-за него а потом тысячи голоса Ельцин Ельцин я воспринимал как признак общего душевного нездоровья сколько раз народ обманывали а он все готов был обманываться и приходить в экстаз ожидая чуда от Ельцина Кашпировского Чумака и вещавших по всем телевизионным каналам иностранных жуликоватых проповедников одного из которых я знал лично очередной всплеск любви к предполагаемому чудотворцу был в дни возвращения Солженицына но он быстро закончился все перемешалось раньше я и мои товарищи всегда сторонились людей власти и люди власти не стремились приблизиться к нам во время моей доэмиграционной жизни в Москве у меня не было знакомых чинов выше отдельных секретарей союза писателей да и с теми никаких отношений не возникало а тут появились депутаты министры премьер-министры и даже президенты чаще бывшие но иногда и будущие наши и иностранные но конечно наших я знал больше и лучше естественно мне ближе других были те которые называли себя правыми хотя нас имевших репутацию антисоветчиков в свое время считали левыми как я уже писал среди людей занимавших теперь высокое положение был мой старый друг Борис Золотухин бывший ученик моей жены Ирины Егор Гайдар среди новых политиков с которыми я тесно общался были Галина Старовойтова Сергей Юшенков Владимир Головлев Аркадий Мурашов и другие в это время в среде этих людей царил дух оптимизма и эйфории им казалось что они в целом победили и осталось доделать кое-что по мелочи особенно после провала коммунистического путча в августе 1991 года казалось революция свершилась и с коммунистическим строем покончена навсегда КПСС запрещена в стране новая конституция многопартийный парламент и беспартийный президент но если сравнивать нашу страну с онкологическим больным получилось так как если бы первоначальную опухоль вырезали а многочисленные метастазы оставили КПСС запретили она тут же возродилась под другим названием состоявшийся в 1992 году суд над КПСС был чистым фарсом и ничем иным быть не мог обвинители защитники и судьи почти все были бывшими членами КПСС когда-то знакомый немец сетовал что Нюрнбергский процесс был незаконен потому что впервые в истории победители судили побежденных а кто мог судить этих упырей они сами вот и получилось бы подобие суда над КПСС от имени КПСС в СССР и за его пределами было совершено столько чудовищных злодеяний что будь она судима независимым судом вполне могла бы быть объявленной преступной организацией не говоря уже о КГБ вот говорят было совершено много ошибок аналитики ищут кто виноват Горбачев Ельцин Гайдар с Чубайсом а по-моему виноваты все и никто часть вины лежит на правых почти никто из них не настаивал на реальном суде над КПСС никто кроме Старовойтовой не твердил о необходимости люстрации правые торопились ускорить переход от социалистической системы хозяйствования капиталистической передать производство и торговлю в частные руки но мало заботились о социальных программах поддерживали богатых и себя приводили в пример один из ведущих членов СПС говорил мы партия крупного капитала другой повторял мы люди не бедные в предвыборном ролике продемонстрировали как летят на частном самолете как политики могли бы помнить что большинство электората составляли именно бедные а крупный капитал примкнет не к своим политическим единомышленникам а к реальной власти возможно события могли бы принять иной оборот если бы в политической жизни могли участвовать наиболее деятельные диссиденты но пропаганда даже перестроечных времен позаботилась о том чтобы создать о них в народе самое невыгодное представление а власть уже ельцинская расставила барьеры преграждавшие диссидентам путь в большую политику она не допускала в частности это коснулось Буковского к выборным должностям политических изгнанников проведших какое-то время за рубежом впрочем пытаясь оценить тогдашнюю ситуацию непредвзято я думаю что взять в руки высшую власть в стране никто из диссидентов не был способен кроме Сахарова но и тот бы не справился чтобы управлять реально такой страной нужно было подчинить себе всю номенклатуру в центре и на местах армию КГБ а они подчиниться могли только своему кем им к тому времени был Ельцин советская власть вроде рухнула а рычаги управления остались прежними и надо было знать каким из них и как орудовать события октября 1917 раньше называли Великой революцией а теперь переворотом на самом деле это был переворот превратившийся в революцию а в августе 1991 произошло восстание превратившееся в переворот одни коммунисты сменили других они и превратили суд фарс люстрацию не допустили а вместо покаяния предложили гордиться нашим замечательным прошлым которое было темным а теперь чем дальше тем больше светлеет после 20 съезда КПСС никому даже Брежневу с Сусловым не удавалось обелить Сталина а теперь злодей и убийца миллионов стал почти первым лицом России а слова о том что он вырастил нас на верность народу пассажиры метро могут заучивать на станции Курская в советское время советские органы безопасности устрашали не только народ но и самих руководителей партии за что высших чекистов постоянно меняли а при успешном менеджере и какое-то время после него расстреливали партия боялась что чекисты когда-нибудь станут над ней теперь это свершилось чекисты стали над партией Единая Россия являющейся эрзацем КПСС другие партии существуют только для бутафории такие же в свое время существовали в Польше Чехословакии и ГДР пока нефтедоллары дают достаточную прибыль чтобы подкармливать население оно довольно и послушно проявляющих недовольства так мало что с ними можно не считаться оппозиционеров готовых претендовать на власть еще меньше реально мыслящие карьеристы понимают что к вершинам власти надежней подниматься по безопасной партийно-бюрократической лестнице вступив в Единую Россию тем которые карабкаются по лестнице я не верю революционеров которые намерены свалить эту лестницу я боюсь тут я выскажу мысль крамольную со всех сторон со стороны власти и со стороны ее неспровергателей я за нынешнюю власть не голосую а за других голосовать мне практически не дадут а если дадут то только для того чтобы мой кандидат смог набрать свои непроходимые в думу проценты и мы с ним оба могли в демократию поиграть и потешиться а если шансы моего кандидата станут реальными я за него тоже голосовать не буду потому что вряд ли ему поверю потому что если он даже придет к власти через баррикады и влезет на танк произнесет что-нибудь зажигательное и народ будет скандировать его имя то потом слезши с танка и усевшись за праздничный стол он подумает и опять предложит нам привычное меню из объедков при этом я все-таки оптимист я верю что будущее за демократией западного образца когда-нибудь состоится она и в России тогда я бы возможно стал голосовать за своего кандидата если бы значился в избирательных списках история болезни мне было уже 62 года когда мной вдруг овладела странная небывавшая раньше апатия которую я описал в своем живописном альбоме но начал издалека чеховский персонаж из рассказа открытия статский советник бахромкин на 53 году жизни открыл себе талант живописца и открыв огорчился столько лет провел на казенной службе а ведь мог стать художником поогарчался но потом вернувшись с работы домой в собственной карете поужинав рябчиками с бургундским раздетый и уложенный лакеем в постель под пуховое одеяло вспомнил как живут поэты и живописы ни собственного дома ни лакеев ни лошадей ни пуховых одеял ни рябчиков ни бургундского и ну его к черту подумал он нежесть и сладко засыпая ну его к черту хорошо что я в молодости ни того не открыл автору этих строк повезло не дослужившись до высоких чинов домов лакеев и лошадей он радовался любому в себе открытию включая и то о котором речь его спрашивали но неужели раньше не учился и не пытался он отвечал с сожалением нет не учился но попытки отдельные были и вот как они ему хронологически вспоминаются лет шести пытался нарисовать землетрясение тогда же рисовал лошадь получался сундук с ногами 14 лет в ремесленном училище с обложки блокнота агитатора было такое издание срисовал силуэты Ленина и Сталина но мастер производственного обучения Виктор Федорович Романюта заметив предупредил что вождей у нас в Советском Союзе изображают только художники имеющие специальное разрешение а другим за это же дают срок у нашего художника специального разрешения не было а срок получать не хотелось и он прекратил это занятие в армии в 20 лет рисовал карандашом самолет МиГ-15 и своего друга Генку Денисова за него срок не давали но результат получился столь убогим что попытки были оставлены и надолго в 1968 году на даче нашел набор школьных красок и на попавших под руку плоскостях бумага картон фанера нарисовал корову и человеческое лицо случайно оказавшееся похожим на Владимира Тендрякова Чонкина с Нюрой подражание одной из картинок шагало и на куске паркета красавицу которую назвал обнаженное с приветом Чонкина с Нюрой подарил своему другу Леве Левицкому обнаженную с приветом сценаристу Симе Лунгину Сима заметил что привет слишком большой но подарок все-таки принял кажется он в семье Лунгинах до сих пор хранится если режиссер Павел Лунгин не передал его Лувру школьный набор вскоре исчерпался искать новые краски было лень а подручные заменители зубная паста кетчуп и сапожный крем требовательного творца устраивали только отчасти поэтому живописные потуги были прерваны опять почти на три десятка лет все-таки у автора было другое дело которым он занимался с более или менее постоянным упорством и вдруг на шестьдесят третьем году жизни наступил момент неожиданной полной апатии автор по-прежнему утром вставал и прежде чем надеть штаны и почистить зубы садился к компьютеру и клал пальцы на клавиши но удивительное дело было полное отсутствие желания стучать по клавишам и выстукивать букву за буквой этот процесс казалось бы совершенно привычный вдруг стал восприниматься автором как слишком утомительный и бессмысленный не то чтобы не было замыслов они были автор точно знал что он еще вчера задумал но писать теперь он ничего не хотел но по многолетней привычке утром вставал садился за компьютер и долгие часы сидел уставившись в пустой экран однажды пришли в гости Слава и Бен Сарновы автор простодушно поведал друзьям о своем состоянии и Слава умеющая говорить правду матку в тот момент когда меньше всего ее хочется слышать с восторгом вынесла диагноз у тебя кризис автор огорчился но признал правда наверное кризис когда-то же должен он наступить а тут в Москву из Мюнхена чтобы отметить собственный день рождения приехала жена автора и с ней несколько немецких студентов которых она обучала русскому языку а те одарили ее натюрмортом купленным в Измайловском парке натюрморт был розы на подоконнике жена повесила картину в спальне а наш герой каждый раз просыпаясь смотрел на него и думал что чего-то в нем не хватает чтобы на проснувшегося человека тем более находящегося в состоянии кризиса не навевать меланхолию и однажды он купил да опять школьный набор высветлил на картине фон и розы расцвели розы расцвели а набор не кончился не выбрасывать же пришлось писать следующую картину автопортрет на портрет красок не хватило купил новый набор а потом опять краски остались и пришлось начать следующую картину и дальше избыток одного порождал нехватку другого а нехватка становилась причиной избытка на фоне такой диалектики будущий художник впал в буйное помешательство перестал бриться пить есть и спать и совершенно забросил писание букв которое стало казаться ему совершенно никчемным занятием картины или то что можно было назвать таким словом писались маслом их надо было где-то сушить автор стал прибивать их гвоздями к стене и за короткое время интерьер его квартиры преобразился недели через две три в квартире опять появились сорновы привыкшие видеть практически ничем не украшенные стены удивились это что это чье пришлось признаться ничего себе кризис вырвалось у славы жена сорновы другие близкие люди поудивлявшись все-таки забеспокоились заговорили о кризисе возраста и на всякий случай пригласили психолога психолог охотно пришел выслушал больного посмотрел картины и одной из них пожелал тут же купить но получил за так в качестве гонорара как-то заглянул на огонек один из сравнительно новых писатель Миша Гуревич тоже поудивлялся а потом спросил а почему бы вам не сделать выставку вы что смеетесь какая выставка это же просто так любительская чуть не сказал мазня но обижать себя слишком уж не хотелось Гуревич ушел а на другой день снова явился с миловидной брюнеткой Нателлой Вайскунской вместе посидели поглазели попили чаю уехали вечером Нателла позвонила призналась что заведует художественной галереи Ости и добавила вот мы от вас ехали с Мишей в машине и я ему сказала что ваши картины стоят у меня перед глазами он сказал у меня тоже и я поняла что вашу выставку надо обязательно делать автор автор все таки не сразу прельстился наоборот испугался как же это устроить выставку значит самому объявить себя достойным внимания художникам а не засмеют ли ясное дело засмеют извините сказал он Нателли а вы мне предлагаете выставку как имеющему имя в другом искусстве нет решительно отвергла она мне ваши картины понравились сами по себе поверьте я знаю многих известных людей которые рисуют но их картины я никогда не возьмусь выставлять в конце концов автор согласился выставка прошла с неожиданным для него успехом у него писателя было всегда немало поклонников но и достаточно врагов которые его люто ненавидели и поносили последними словами но как к художнику к нему публика отнеслась в целом благожелательно конечно были люди которым его картины не понравились но их оказалось намного меньше чем тех которым понравились в числе последних были и художники и искусствоведы почти все картины были раскуплены особенно ходко шли автопортреты картины автора стоили недорого но если считать сколько денег он получил за единицу потраченного времени то оказалось что живопись может прокормить лучше чем литература в которой все-таки он больше преуспел осознав что кризис пациента сопровождается производством предметов могущих представлять относительный коммерческий интерес близкие успокоились и к причудам новоявленного художника стали относиться более снисходительно к моменту написания автором этих строк у него уже было несколько персональных выставок в Москве Петербурге Мюнхене Берлине Кёльне и Вене в больших галереях и в русском музее надо сказать что автору повезло он никак этого успеха не добивался не просил никого устроить выставки но соглашался когда его об этом просили все шло в руки само теперь в некоторых справочниках о нем пишут писатель художник даже предлагали вступить в союз художников чего он пока не сделал потому что не знает зачем этот союз ему нужен так же как не знает зачем ему нужен союз писателей Сит Фердэхтих Аус Осенью 1999 года Ира почувствовала напряжение в левой груди пошла к гинекологу там ничего не нашла и очень не хотела направлять пациентку на мамографию Вообще немецкая страховочная медицина имеет много недостатков даже по сравнению с постоянно нами ругаемой российской сохраняющей рудимента советской Во-первых врач которому вы прикреплены по вашему выбору считается домашним но его не так-то просто вызвать на дом во-вторых если вызовете скорую помощь машина придет но кто в ней приедет неизвестно когда мне однажды пришлось вызвать приехали сильные ребята готовые мои 80 килограммов снести по лестнице вниз и донести до машины но не имеющие никакого медицинского образования это добровольцы члены общества самаритян или малтийского ордена пока я жил в штокдорфе и долгое время потом домашним врачом у меня был доктор брехенмахер уверенный в том что своего персонажа в москве 2042 руди миттель брехенмахера я списал с него это большого роста симпатичный общительный человек любит порассуждать о тайнах и загадках человеческого организма в очередной раз осматривая меня задавал разные вопросы в том числе и дежурный вассерлют то есть течет ли вода водой врачи для приличия называют мочу с некоторых пор я стал ему говорить что вода течет но лангзам то есть медленно лангзам переспрашивал он и переходил к другому вопросу мне было уже за 60 когда московская врачиха нашла у меня аденому и спросила консультируюсь ли я у уролога и очень удивилась узнав что я у врача этой специализации вообще ни разу не был в следующий раз в Мюнхене посетив Брехенмахера я спросил его почему слыша от меня что вода течет медленно он на это никак не реагирует не посылает меня к урологу которого каждый мужчина лет после 40 должен регулярно посещать ах сказал он пожав плечами вы хотите посетить уролога никаких проблем вот вам направление к доктору Шапперреру это очень хороший врач передайте ему привет от меня после этого я стал регулярно наблюдаться у доктора Шапперрера пил таблетки пока моя аденома не потребовала оперативного вмешательства что и проделал в Боткинской больнице профессор Лорен даже при моем относительно небогатом опыте общения с немецкими врачами я знаю слишком много случаев когда по невнимательности они пропускали начало серьезной болезни у пациента в отличие от меня Ира не относилась к медицине беспечно регулярно посещала нужных врачей в том числе гинеколога но слишком им доверяла когда начала чувствовать необычное напряжение в груди ее гинекологиня ничего не нашла и никакого дополнительного обследования не назначила тем временем напряжение росло в очередной раз Ира даже повысила голос настаивая на том чтобы быть направленной на мамографию и когда врач проводивший это обследование насторожился и сказал «Сид фэрдэктих аус» выглядит подозрительно оказалось что дело зашло слишком далеко в больнице дритте орден третий орден профессор габко сказал вам осталось жить пять лет Ира не захотела лечиться у него отправилась в Гроссхадерн лучшую университетскую клинику Мюнхена а может быть даже и всей Германии это огромное здание больше онкоцентра на Каширке прозванного пациентами Блохенвальдом длинные широкие коридоры первого и второго этажа называются Пациентенштрассе и Безухенштрассе то есть улица пациентов и улица посетителей здесь лечат все болезни и делают все операции Иру положили и все пошло своим чередом биопсия операция которую провел доктор Инго Бауэрфайнд смешная фамилия буквально переводится как враг крестьян после операции естественно была химиотерапия с полным выпадением волос и другими последствиями я познакомился с Ирой до ее двадцатилетия когда она была естественной блондинкой и потом всю жизнь была блондинкой я даже не думала что она может быть седой теперь увидел да посидела впрочем это было неважно потому что все волосы какие бы ни были выпали купили парик Ира в нем ходила днем и спала ночью я говорил сними его дай голове отдохнуть она не снималась стеснялась я продолжал уговаривать ты не должна стесняться я же твой муж я тебя все равно люблю любую кроме того сейчас это модно даже фотомодели ходят с бритыми головами она продолжала ходить в парике но новые волосы отросли довольно быстро и целый год прошел в относительном спокойствии и надежде мы ездили в Америку и провели два месяца в колледже штата Вермонт съездили и в Москву казалось что болезнь побеждена перед глазами был положительный пример у нашей подруги Ингрид Штикль было то же самое рак операция химия 30 лет назад теперь уже 40 она до сих пор жива могло и у нас быть так же кажется доктор Габко ошибся как ошиблись когда-то врачи приговорившие к преждевременной смерти моего папу но через год появились признаки возвращения болезни пока невнятные просто стал увеличиваться показатель наличия раковых клеток по-немецки тумор-маркер нормальный показатель кажется от 20 до 30 единиц у Иры их стало 40 50 60 и через какое-то время число достигло нескольких тысяч профессор Унч румынского происхождения с самого начала предвещал фатальное развитие событий но делал это не к месту бодрым тоном как анекдотический оптимист который на предположение пессимиста что хуже уже не будет говорил уверенно будет будет Унч сообщал Ире очередную цифру она говорила но я ничего не чувствую он бодро обещал скоро почувствуйте потом появились реальные признаки боли в печени в костях тошнота были и другие проявления однажды ночью она проснулась в страхе с вопросами кто я где я и очень не сразу успокоилась борьба за жизнь Ира лечилась упорно соглашалась с самыми радикальными предложениями врачей в обычной жизни трусиха и паникерша она воспринимала неутешительные прогнозы с видимым спокойствием за четыре с лишним года болезни я ни разу не видел ее плачущий она мне призналась что однажды в мое отсутствие все-таки плакала на каждого кто болен неизлечимо обрушивается поток ободряющей информации что где-то ученые изобрели новые лекарства или новый метод лечения что где-то есть филиппинец тибетец китаец который лечит самые запущенные случаи или экстрасенс который исцеляет больного глядя на его фотографию или деревенская старуха умеющая готовить особые отвары наша подруга Люда Зорина внимательно следила за мировой прессой сообщавшей время от времени о сенсационных успехах какого-нибудь доктора или метода приходила к нам и убеждала надо же что-то делать как будто то что делала Ира а она лечилась у лучших онкологов Мюнхена вообще ничего не значило больные бывает в надежде на чудо хватаются за что угодно но Ира голову не теряла однажды впрочем по совету живущего в Дюссельдорфе врача из России согласились встретиться с другим таким же бывший москвич работавший в институте Склифосовского теперь жил в Израиле привез в Мюнхен и продал нам за пять тысяч евро месячный запас ампул какого-то якобы изобретенного им чудодейственного лекарства для ежедневных инъекций сказал что при этом надо носить темно-синее нижнее белье сфотографировался со мной и наверное теперь показывают кому-то меня как успешно им вылеченного больного правду сказать я не поверил ему ни на секунду но не хотел лишать Иру даже слабой надежды сам научился и делал ей каждый вечер уколы через месяц изобретатель хотел всучить нам очередную месячную порцию и рассказала нет он стал торговаться и дошел до половины цены сама эта торговля укрепила нас в подозрении что мы имеем дело с шарлатаном Люда продолжала искать и очередной раз пришла с сообщением что нашла то что нужно был когда-то в России ученый химик врач изобретатель каких-то видов оружия технических устройств и медикаментов Анатолий Тимофеевич Качугин он изобрел какое-то лекарство от туберкулеза а потом и от рака йодистый кадмий сам изобретатель давно умер но его дело продолжает и больных от рака успешно излечивает его помощница и вдова Белла Яковлевна в этот раз люди удалось нас уговорить мы поехали в Москву узнали адрес большая почтовая нашли нужный дом насколько помню панельный я ожидал увидеть что-то вроде небольшой частной клиники с приемной и длинной очередью жаждущих исцеления но это была маленькая однокомнатная квартира на фоне убогой обстановки выделялись два парадных портрета Качугина работы Глазунова и Шилова в комнате сидели две очень полные и очень пожилые женщины одна седая сама Белла Яковлевна а другая с крашенными красными волосами ее сестра имени не помню держались они почему-то нервно Белла Яковлевна вообще практически молчала за нее говорила ее сестра с сильным украинским акцентом и фрикативным г о методе лечения говорила туманно повторяя рефреном и варьируя фразу гениальный ученый Анатолий Тимофеевич Качухин гениально предвидел как гениально предсказал великий ученый Анатолий Тимофеевич Качухин всякие уточняющие вопросы воспринимала как скрытый подвох и бурно возражала что вы будете мне говорить я врач высшей категории стала показывать какие-то порошки насыпанные в пакетики сделанные из газеты сказала что если мы купим эти порошки за 300 долларов она объяснит как их принимать для начала сказала она будучи как ее сестра весом килограммов под 150 надо держать строгую диету и сбавить вес это обязательно как гениально указывал великий ученый Анатолий Тимофеевич Качухин избыточный вес действует буквально на усе жизненные органы и затрудняет организму употребить в дело иммунные механизмы кроме того я вам запрещаю употреблять в пищу кисломолочные продукты петрушку укроп и щавель мы все выслушали 300 долларов у нас при себе не было мы заплатили 300 рублей за консультацию и ушли сразу хочу сказать что описанной картинкой я не намереваюсь как-то опорочить или отвергнуть так называемый метод Качугина у меня нет для этого достаточных знаний но старушки готовые взяться за Ирина лечение и пытавшиеся убедить нас что оно будет наверняка успешным доверие у нас не вызвали все сенсационные новости о гарантированных успехах в лечении большинства видов рака к сожалению до сих пор вызывают доверие не больше чем очередная конструкция вечного двигателя следующий курс химии немного замедлил течение болезни но серьезного результата не дал вскоре врачи обнаружили опухоль в печени небольшую но растущую предложили три варианта лечения опять химиотерапию удаление опухоли лазером и это профессор Унч советовал операцию на печени еще до этого Ингрид Штикль написала письмо в Нюрнберг профессору Вальтеру Гальмайеру у него должность главный онколог Баварии он не только врач но еще как бы это сказать философ рака вместе со своим коллегой Гербертом Каппауфом написал книгу «Нахдер диагнозе Крэпс Лебен ист айне альтернативе» буквальный перевод названия «После диагноза рак жизнь есть альтернатива» как это перевести на человеческий язык язык я не знаю прежде чем встретиться с Ирой Гальмайер читавший до того Чонкина поинтересовался нельзя ли книгу его и Каппауфа за их счет напечатать в России Ира Ира взялась за дело Нашла переводчицу и издательство Эксмо добавила наших собственных денег Книга в конце концов вышла под более съедобным по-русски названием «Одной из глав во всем виноват Гиппократ» Книга была еще в работе когда мы приехали в Нюрнберг и навестили профессора «Кто вас лечит?» спросил профессор Ира назвала три фамилии «Самые лучшие специалисты» сказал профессор Долго вникал в Ирины бумаги и произнес речь вкратце повторявшую содержание книги «Все люди смертны но мало об этом думают пока не услышат зловещий диагноз Сначала он воспринимается как тяжелый неожиданный удар Потом больной к нему привыкает Потом даже находит в своем состоянии что-то положительное начинает ощущать радость жизни как никогда прежде начинает воспринимать каждый прожитый день как подарок судьбы и поэтому один день больного человека ценнее многих дней здорового теперь сказал поговорим о вашей ситуации опухоль в печени что можно делать химиотерапию на данной стадии она вряд ли окажется эффективной операцию не советую операция очень тяжелая а последствия неизвестны вполне вероятно что она только ускорит течение болезни а лазер спросила Ира доктор шульц говорит что при его лечении есть большая надежда на успех я так не считаю сказал гальмайер лазером вы печень тоже потревожите результат может быть тот же ускоренное течение болезни так что же делать спросила Ира если вы хотите честного совета я вам его дам ничего не делать сейчас болезнь на такой стадии когда ничего не ясно она может быстро прогрессировать но может замедлиться и даже надолго в моей практике все бывало мой вам совет ничего не делайте и пока вас болезнь не мучает забудьте о ней живите сегодняшним днем я сам себе советую жить сегодняшним днем потому что предугадать что будет завтра никто не может поезжайте к морю на какие-нибудь острова купайтесь наслаждайтесь солнцем не думайте о том что будет завтра а когда вы все время думаете о своей болезни соглашаетесь на мучительные процедуры вы не живете а страдаете а вы поживите сколько придется но в спокойствии и радости на обратном пути мы обсудили услышанное я воспринял слова гальмайера как дающий повод для оптимизма он сказал мы ничего не знаем мы не знаем как вообще это будет развиваться и будет ли а вдруг случится чудо и болезнь просто застынет на месте нет возразила ира он сказал не это он сказал что мне все равно уже ничего не поможет а потому не стоит ничего делать не знаю кто из нас правильнее понял но ира решила лечиться дальше мои уговоры внять совету гальмайера забыть на время о врачах уехать куда-нибудь на канарские острова я думал я бы сам так сделал если бы касалось меня успеха не имели она обратилась к доктору шульцу который очень надеялся на успех была проведена первая процедура совершив ее доктор остался очень собой доволен почему-то проверить результат сразу было невозможно а когда проверили оказалось что нет опухоль не поддалась доктор решил что процедуру следует повторить считая что уж во второй раз все получится не получилось второй раз а после третьего стало ясно что дело только ухудшается как и предупреждал гальмайер движение резко пошло под уклон ира по утрам долго и спокойно рассматривала себя в зеркало как тебе кажется спросила меня я сильно пожелтела совсем нет соврал я не могу передать как это страшно смотреть и видеть как неведомая подлая и безжалостная сила пожирает человека словно каждый день отрывая от него по куску я сам последние три года а последний год особенно жил как в бреду переходя от крайнего отчаяния к полной апатии по ночам она стала страшно не храпеть а хрипеть это был странный хрип похожий на звук ломаемого дерева иногда я уходил в соседнюю комнату и плакал потом возвращался и опять ложился к ней под бок чтобы просыпаясь она видела что я рядом у нас совместная жизнь была долгая непростая и отношения сложные бывали конфликты и очень серьезные было время когда доходило почти до развода но любил но любил я ее всегда если кем-то и увлекался то только до определенного предела в острые моменты бывало желание уйти но не к кому-то а в никуда но во время ее болезни наши отношения стали близкими к идеальным она потеряла грудь волосы худела и желтела а я ее любил так сильно как в самом начале или как во время ее беременности любил конечно не плотски а как любит ребенка сильно беззаветно с готовностью если бы было возможно спасти ее ценой своей жизни любил надеялся впадал в отчаяние и снова надеялся когда для чуда не оставалось уже ни малейшего шанса последние дни и часы последний раз в декабре 2003 года по больничному коридору я вез ее в инвалидном кресле я встретил доктора Инго Бауэрфайнда и спросил есть ли еще хоть малейший шанс он покачал головой нет мы с Олей по очереди ночевали в палате на второе утро я дремал у Ириной кровати открыл глаза и увидел что она совершенно не дышит позвал сестру та закричала Ире прямо в ухо фрау Войнович Ира проснулась и целый день была спокойна и вела себя смиренно вечером часов в десятом пришел Бауэрфайнд сел у Ириной койки скрестил на груди волосатые руки Ира Ира спросила вы так поздно работаете у вас же маленькие дети ничего отмахнулся доктор они привыкли расти без меня как вы себя чувствуете Ира сказала плохо он согласился плохо и добавил и лучше уже не будет Ира улыбнулась да я понимаю что он еще говорил я не помню но после этого разговора с ним Ира захотела вернуться домой приехала наша подруга Барбара Мюллер она по профессии медсестра помогла перевести Иру и пересадить из коляски ко мне в машину последние дни декабря 2003 года были днями умирания устроить Иру в Мюнхенский хоспис не удалось там все койки были заняты но монашки работавшие там пришли на дом сменили кровать ухаживали дежурила у больной и Барбара Мюллер болевой терапевт есть в Германии такая врачебная специализация выписал сильные лекарства наркотики которые избавляли Иру от боли Новый год мы провели втроем Ира Оля и я за окном веселилась молодежь горели бенгальские огни и взрывались петарды Ире было интересно я рассказывал ей что происходит открыли бутылку шампанского и Ира выпила полбокала 2 января пришла Луидгард или просто Лу Вист врач-дерматолог ее покойный муж и наш друг Вернер Росс был известным в Германии литератором специалистом по Ницше и редактором журнала Политише Майнунг в котором я часто печатался Лу сказала Ире у меня есть несколько мест на северном кладбище рядом с Вернером хочешь мы тебя там похороним я испугался что Ира рассердится обидится или огорчится но она сказала спокойно вундебар чудесно их бин фрех я рада вечером 4 января мы с Олей что-то почувствовали позвонили Барбаре Мюллер та приехала немедленно явилась бывшая Ирина студентка Урсула Фелькль предана служившая Ире до и во время болезни и распала дыхание прерывистое вдруг втянула в себя воздух и замерла умерла сказал я и посмотрел на Барбару кажется да и в это время последовал такой же затяжной выдох как бы сделанный с большим облегчением и Ира затихла навсегда это было 4 января 8 часов 32 минуты вечера тут же раздался звонок из Москвы звонил праздновавший свой 77 день рождения Бен Сарнов как дела Ира умерла минуту назад сказал я и сам удивился что это так просто можно сказать дальше все пошло в ускоренном темпе Барбара позвонила по телефону и тут же явилась врач констатировавшая смерть утром пришли два мужика с носилками а на них специальный ящик с откидной на одну сторону крышкой на другой стороне четыре замка карабина крышку закрыли карабина застегнули понесли деловито вниз пришли из хосписа рабочие разобрали и унесли хосписную кровать пришла женщина из похоронной службы с ворохом бумаг и сотни вопросов фамилия предыдущая фамилия девичья фамилия какой гроб из какого дерева какого цвета с каким лаком что будет внутри вопросов было в самом деле очень много и десятые доли не помню требовала паспорт свидетельство о рождении свидетельство о браке куда-то звонила кого-то о чем-то спрашивала диктовала мою фамилию Войнович и по буквам фау о как отто И как Ингрид Н как Нордпол почему-то у немцев принято диктуя букву Н они обозначают ее не каким-нибудь именем или предметом а во всех случаях выкрикивают Нордпол то есть Северный полюс похороны и поминки в Мюнхене нет привилегированных кладбищ нет такого порядка чтобы бургомистр Мюнхена или премьер-министр Баварии или канцлер Германии выделял особо почетное место для особо почетных покойников Северное кладбище примыкает к одному из самых престижных районов Мюнхена и потому здесь лежат известные писатели издатели артисты но здесь же покоятся люди малой и никакой известности немцы турки югославы поляки русские чеченец абдурахман автарханов и иранский принц атабай кто захочет тому и найдется место потому что места здесь платные и временные родные покойного арендуют могилу недорого стоит на 10 20 30 хоть на 100 лет вперед но когда срок кончился плата не поступает памятник убирают и на этом же месте роют очередную могилу для нового арендатора а на памятники если его выберут следующие клиенты стешут прежнее имя и выбьют новое на ирины похороны пришло неожиданно много народу редко к кому из немцев столько приходит пришли члены баварской академии эмигранты студенты друзья и соседи по штокдорфу пришел бывший московский корреспондент немецкого телевидения герд руге клаус беднарц из кельна журналисты райне майер и его жена катя приехали из швейцарии лена щорс и оля принцева из америки потом были поминки в клинике принадлежащей лу вист за день до похорон позвонила людозорина сказала что эрик хочет на поминках прочесть какой-нибудь соответствующее поводу стихотворения спрашивала что бы я посоветовал перебрав в уме варианты я подумал что пожалуй хорошо бы прочесть брожу ли я вдоль улиц шумных подошел к книжной полке стал думать в каком из десяти томов искать взял один наугад и увидел бумажную закладку сделанную Ирой открыл там где закладка и прочел брожу брожу ли я вдоль улиц шумных вхожу ли во многолюдный храм сижу ли меж юношей бездумных я предаюсь своим мечтам по следам детства напряжение последних четырех лет частая смена надежды и отчаяния сказались так что ко дню смерти Иры я и сам развалился за два дня до ее кончины выбежал в аптеку что в полусотни шагов от нашего дома и вдруг нестерпимая боль в пояснице поскольку не русские не немецкие врачи а меня лечили всякие включая профессоров с именами за несколько последующих лет причины этой боли так и не установили я думаю что она возникла как говорят на нервной почве и тоже стенокардия после операции шунтирования у меня 15 лет не было никаких жалоб на сердце а тут стало прихватывать и с каждым днем сильнее резко встал нагнулся махнул рукой чтобы отогнать муху услышал по телевизору что-то что взволновало и хватаюсь за пузырек с нитроглицерином вообще стал инвалидом несколько шагов спина и сердце все сразу выжил благодаря Оле она работала в двух школах и ухаживала за мной ей было тяжело я пытался ей помогать но помощник был никудышный расстояние до ближайшего магазина в сотню метров одолевал в несколько приемов с нитроглицерином сумка с двумя тремя килограммами продуктов была почти непосильным грузом подъем на третий этаж без лифта давался как восхождение на крутую гору в мюнхенской больнице Богеннаузен мне ставили стенд но облегчение не наступило я впал в апатию странным образом совмещаемую с пассивной активностью пассивной в том смысле что сам никуда не стремился но когда меня куда-то звали шел позвонил журналист Олег Панфилов предложил съездить в Таджикистан газета «Ленинабадская правда» отмечает юбилей она была основана в 1934 году тогда она называлась рабочей Хаджента и первым ее главным редактором был мой отец я этого не знал а на месте обнаружил что и мама моя в той же газете работала рядовым лиц сотрудником по предложению Панфилова власти города Худжанда теперешнее название бывшего Ленинабада Хаджента на празднование юбилея пригласили меня я спросил кардиолога что он думает о такой поездке он сказал я бы не рисковал я рискнул и мы с Олей поехали в Москве к нам присоединился Панфилов оделись мы довольно легко потому что был апрель и я боялся что там на далеком юге будет чересчур жарко но я очень ошибся все дни нашего пребывания в Солнечной Республике было пасмурно и холодно так что ноги мерзли конечно мне трудно было узнать город который я покинул 63 года назад низкие одноэтажные дома барачного типа сменили высокие панельные башни асфальтированные дороги вместо пыльных с арыками по бокам а на асфальте ни ишаков ни верблюдов но меня привели в школу где я учился в первом классе и я ее узнал нас встречали нынешний главный редактор и чиновник из местной администрации я Оле обещал что в Худжанде будем есть настоящий таджикский плов вечером по дороге из аэропорта заехали в какой-то ресторан там нас угощали чем угодно только не пловом сказали что здесь его не делают но завтра пойдем обедать туда где делают завтра вблизи нашей гостиницы такого заведения не оказалось на казенной машине поехали куда-то в столовую самообслуживание там посетители ели плов не очень аппетитно выглядевший но оказалось что он кончился как раз перед нами послезавтра опять плов нигде не нашли в конце концов главный редактор пригласил нас к себе и его жена сварила нам настоящий таджикский плов меня уверяли что образованные таджики живут и ведут себя вполне по-европейски но жена подавала нам плов и уходила на кухню ужинали нормально при электрическом свете оказывается это была необычная ситуация потому что в городе электричество выключают в 9 часов вечера но хозяин куда-то обратился сказал что принимает высокого московского гостя у него в порядке одолжение свет не выключили пока мы не ушли а вот в соседнем с нашим хозяином подъезде свет есть всегда потому что там живет начальник милиции города празднование юбилея было пышное возле дворца где это должно было происходить заранее стали собираться нарядно одетые люди продавалось пиво и безалкогольные напитки красная ковровая дорожка покрывала кусок тротуара перед крыльцом само крыльцо и дальше уходила вглубь здания я спросил для кого дорожка мне сказали для Раиса то есть начальника именно так он и называется начальник Ленинабадской области область как и ленинградская сохранила свое название тем временем народ входил внутрь заполнял зал я тоже хотел войти но мне предложили подождать пока приедет Раис как он подъехал я не видел но вот он появился в коридоре молодой человек как мне показалось лет тридцати пяти со свитой он поздоровался со мной взял меня под руку и мы вместе по красной дорожке вошли в зал грянула музыка все вскочили и встретили бурными аплодисментами разумеется не меня а Раиса после этого были речи общие слова рассказывалась история газеты как она в трудные годы прославляла людей труда и звала на подвиг когда слово дали Раису он прошел по ковровой дорожке к трибуне начало и конец речи произнесенной по-русски опять были встречены бурными аплодисментами следующим был я мне как-то перед самим собой было неудобно и я прошел сбоку от дорожки тем не менее меня тоже приветствовали дружно затем был рынок оказавшийся по-восточному шумным и многолюдным но довольно убогим продавались сушеные фрукты кукуруза семечки не помню что еще и в большом количестве кинжалы с наборными ручками которые местные кузницы делают тут же на рынке оказалось их производят из клапанов автомобильных моторов расклепывают их обтачивают получаются довольно красивые блестящие острые ножи в худжанде я несколько раз выступал в разных местах в том числе в местном пединституте где училась моя мама с огорчением отметил что меня здесь почти никто не читал но одного читателя я все-таки встретил оле надо было срочно возвращаться в мюнхен а самолета из худжанда в этот день не было нам дали машину и мы поехали в ташкент спереди шофер еще с одним человеком сзади мы с Олей передние говорили между собой по-таджикски потом тот что сидел рядом с шофером обернулся ко мне и спросил по-русски пишу ли я продолжение Чонкина а вы читали Чонкина удивился я как же обязан был а почему а я в КГБ служил похожая встреча через какое-то время случилась со мной в Москве я ехал на леваке был час пик но шофер находил какие-то объездные пути и мы довольно быстро продвигались к месту назначения вот видите сказал шофер с гордостью как я вас везу потому что я знаю все переулки и дворы через которые можно приехать а знаете почему потому что служил в КГБ мы за диссидентами гонялись так может и за мной гонялся предположил я а как ваша фамилия я сказал конечно сказал он радостно ездил за вами ездил помолчав продолжил разговор но вы на нас не обижайтесь мы что мы мелкие сошки нам приказывают за кем-то следить мы следим а это же не мы все решали это наше начальство брежнев андропов а наше дело выполнять что прикажут но то время кончилось сейчас другие времена сейчас свобода демократия вдруг что-то на него нашло он стал сначала бормотать невнятно и тихо но с нарастанием децибел сейчас демократия демократы вот если бы дали сейчас пулемет я бы всех этих демократов перестрелял Оля из Ташкента улетела а я побывал еще в Душанбе выступал в университете там оказалось что меня не только читали а даже был пройден какой-то курс по Чонкину и Москве 2042 и нашлись люди лично знавшие подружку моих детских лет Галю Салибаеву больше того Олег Панфилов нашел здание где была когда-то газета коммунист Таджикистана и где на балконе в раннем детстве я был сфотографирован в матросской форме и с журналом пионер в руках на том же балконе я снялся и в этот раз 68 лет спустя Окончание с многоточием Странно что я пережил эту поездку а потом открывшуюся в конце мая выставку в русском музее состоявшуюся по инициативе художника и искусствоведа Йозефа Киблицкого не только пережил но в октябре собрался в еще более дальнее путешествие меня пригласили в Израиль участвовать в фестивале памяти о Куджаве планировалось несколько концертов в Израиле потом Лос-Анджелес Чикаго Нью-Йорк я уже купил билет в Израиль но почувствовал что не выдержу такой нагрузки позвонил в Иерусалим одному из организаторов тот заныл что я практически срываю мероприятие потому что в программе указан как один из главных участников он так ныл что я сдался и собрался лететь понимая что это безумие меня спас инфаркт случившийся накануне предполагаемого отлета в Израиль сердце заболело с вечера нитроглицерин помогал на несколько минут до пяти утра лежал хватался за сердце прыскал нитроглицерин в пять решился разбудить Олю она вызвала скорую помощь меня отвезли опять в Богенхаузен диагноз инфаркт меня заверили что небольшой меня это особенно не обрадовало пусть бы было большой поставили еще один стенд выписали от инфаркта отошел но состояние лучшим чем до него не стало друг отара и оселяни детский кардиолог ладо Владимир Алексий Месхишвили работающий в берлинском кардиоцентре предложил мне свою помощь я трижды летал в Берлин где мне трижды по протекции ладо ставили новые стенты после первого и второго врач говорил ну теперь у вас все в порядке я выходил на улицу и чувствовал что не все в порядке после третьего стало лучше хотя и не сразу сердцем стало полегче но не хотелось ни работать ни жить нет суицидных намерений не было я думаю для самоубийства тоже нужна какая-то внутренняя энергия готовность к совершению решительного поступка я не готов был ни к чему я из Мюнхена уезжал в Москву хотя ничего здесь не делал старался не вылезать из квартиры вечерами выпивал в одиночестве не слишком много но регулярно и только вечерами спал крепко без сновидений просыпался неохотно с мыслью что опять придется жить целый день сам избегал куда-то ходить но ко мне гости приходили в основном это были сын Павел дочь Марина Бен и Слава Сарновы Борис и Марина Золотухины Юрий Кушак Татьяна Бек о Тане в этой книге я практически ничего не написал хотя она для Иры и меня была одним из самых близких людей ее отец Александр Альфредович Бек был моим старшим товарищем а с Таней я познакомился когда ей было тринадцать лет примерно тогда и началась наша дружба несмотря на семнадцать лет разницы в возрасте я был свидетелем ее взросления ее успехов в поэзии и ее романов в основном неудачных когда мы вернулись из эмиграции Таня принимала участие в жизни нашей семьи она была не только хорошей поэтессой но и замечательным критиком литературой ведом преподавателем в литинституте и редактором она взяла у меня и напечатала два обширных интервью беседы в которых я пожалуй впервые попытался рассказать читателю о себе своих книгах и замыслах более или менее внятно она внимательно читала и добровольно редактировала все мои рукописи и вообще всегда готова была прийти на помощь она была идеалисткой максималисткой очень чувствительной и обидчивой последние годы своей жизни она в независимой газете вела колонку где рассказывала о книжных новинках и о том что вообще происходит в литературе в одной из колонок она насмешливо откомментировала письмо нескольких поэтов предложивших тогда еще живому Туркмен Баши перевести его стихи оцениваемые авторами письма высоко на русский язык задетые отзывом Тани авторы отреагировали мерзко звонили Тане и оскорбляли ее она впала в депрессию запила и принимала при этом много лекарств несовместимых с алкоголем от передозировки того и другого очевидно и умерла в феврале 2005 в возрасте 55 лет ее смерть была тоже для меня большой потерей а еще через год примерно так же умерла моя старшая дочь Марина водку она не пила но при любом заболевании сама себя лечила и глотала лекарства горстями не очень вникая в их свойства и недооценивая опасности передозировки я жил в пространстве и в ощущении что неодолимая сила отрывает от меня куски и постепенно погружался во мрак друзья начали меня спасать и сватать говоря что женщина потерявшая мужа это вдова а мужчина в той же ситуации жених предлагали разные варианты знакомства я отмахивался я вообще жить не хотел пока не встретил Светлану и после многоточия этот свой автопортрет я писал неоправданно долго написал как сумел возможно был не вполне объективен допускаю что я недостаточно самокритичен кожу себе лучше чем есть и отобразил не все свои проступки недостатки и слабости но литература такая штука что в ней как бы автор не пытался себя приукрасить его истинный облик все равно проступит сквозь наведенный глянец еще когда я печатал отдельные главы своей биографии в новых известиях до меня доходили слухи о недовольстве некоторых вдов и прочих родственников изображенных мною людей мне очень жаль если я задел чьи-то чувства но в свое оправдание скажу только что я никогда ни на кого не возводил напраслины никаких фактов намеренно не искажал я описал события людей такими какими видел и запомнил святых не встречал нарисовать святых это дело иконописцев а я реалист теперь теперь точка приложение 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 первое председателю ВААП товарищу Б.D. Панкину в ответ на его интервью опубликованное литературной газетой 26 сентября 1973 года уважаемый Борис Дмитриевич правду сказать до появления в газете вашего интервью я волновался не понимая в чем дело вдруг какой-то совет учредителей создал какое-то агентство по охране каких-то авторских прав для чего авторские права внутри нашей страны порой своеобразно все-таки охранялись и раньше а за рубежом именно это меня всегда волновало кто думал я больше всего может беспокоиться об охране своих авторских прав за рубежом вероятнее всего те кто больше других там издается например Солженицын Максимов Академик Сахаров и прочие так называемые диссиденты извините за модное слово было бы естественно предположить что именно они и вошли в совет учредителей но узнав что председателем совета избран товарищ Стукалин я сразу отмел это предположение Борис Стукалин в описываемое время председатель государственного комитета по делам печати издательств и книжной торговли Нет сказал я себе с маму товарищ Стукалин такой совет никогда не согласится возглавить Ваше интервью кое-что прояснило а кое-что еще больше запутало с одной стороны конечно приятно что в совет учредителей от писательской общественности вошли такие крупные творческие индивидуальности как Марков Верченко Сартаков и так далее с другой стороны непонятно почему именно они больше других заботятся об охране авторских прав ведь на их авторские права за пределами нашего отечества думается никто особенно не посягает мне приходили в голову самые нелепые мысли я даже подумал что может быть пока я не следил за творчеством этих писателей они создали небывалые по силе шедевры над которыми нависла угроза попасть в самый сдат в посев или например к галлимару а может быть они бросились на защиту чужих авторских прав из чистого альтруизма я попытался уяснить себе цели агентства которое указанные товарищи учредили а вы возглавили в своем интервью вы говорите что деятельность вашего агентства будет направлена на усиление обмена подлинными достижениями в различных сферах человеческого духа к слову подлинными подчеркнуто не было но я его все же заметил я подумал что определять подлинность достижений в сферах человеческого духа дело довольно сложное иногда на это уходили года а то и столетия надо надеяться что теперь подлинность достижений будет определяться немедленно кем же вашим агентством хотелось бы знать по каким признакам можно ли считать подлинными достижения а Солженицына или теперь подлинными будут считаться достижения товарища Верченко В тексте своего интервью вы справедливо замечаете что автору того или иного произведения заниматься охраной собственных прав хлопотно и неэкономично в подтексте вы намекаете что автору станет и вовсе хлопотно если он издаваясь за границей не возьмет в посредники ваше агентство в таком случае автор видимо считается нарушителем государственной монополии на внешнюю торговлю и автоматически переходит в разряд уголовных преступников это богатая идея она таит в себе ряд любопытных возможностей например такую передав свое достижение за границу автор сам становится объектом охраны охрану авторских прав вместе с носителем этих прав следует признать самой надежной в связи с этим мне кажется было бы целесообразно возбудить перед компетентными инстанциями ходатайства о передаче в ведении вашего агентства Лефортовской или Бутырской тюрьмы со штатом охранников и овчарок там же можно было бы разместить не только авторов но и их правоприемников а поскольку ваше агентство обещает гражданам государств участников всемирной конвенции те же права что и собственным гражданам то такую же форму охраны можно было бы распространить и на них меня однако смущает следующее обстоятельство ваше агентство судя по всему является общественной а не государственной организацией но поскольку монополия на внешнюю торговлю принадлежит именно государству и только ему то не грозит ли вашему агентству риск самому быть подвергнутым уголовному преследованию как я потом узнал этот абзац моего письма учредителей агентства как-то смутил считаясь формально общественной организацией они де юре не имели права заниматься внешней торговлей но законом они легко пренебрегли тем более что де факто были не общественной организацией а спецслужбой КГБ если агентство станет объектом охраны то как оно сможет охранять что-то другое над этим пожалуй стоит подумать еще одно предложение поскольку ваше агентство намерено само определять когда где и на каких условиях издавать то или иное произведение или не издавать его вовсе то эта правовая особенность агентства должна очевидно отразиться в его названии предлагаю впредь именовать его не ВААП а ВАПАП всесоюзное агентство по присвоению авторских прав всего одна лишняя буква на вывеске а насколько точнее становится смысл развивая это предложение можно считать естественным присвоение вместе с авторскими правами и самого авторства в дальнейшем ваше агентство должно произведение советских авторов издавать от своего имени и нести ответственность за их идейно-художественное содержание желая внести личный вклад в это интересное начинание прошу автором данного письма и естественно носителем авторских прав считать агентство ВАПАП примите мое уверение в совершеннейшем к вам почтений Владимир Войнович 5 октября 1973 года приложение второе стенограмма заседания бюро объединения прозы московской писательской организации 31 января 1974 года председательствует Радов Радов открываем заседание бюро поскольку Зубавин болел я беру сегодня на себя обязанность быть председателем сегодня у нас стоит вопрос о поведении члена союза писателей Войновича поступок его известен членам бюро речь идет об опубликовании материала в антисоветском издательстве посев в номере 11 за прошлый год члены бюро с этим материалом знакомы поэтому надобности в чтении нет не вдаваясь в оценку этого документа хочу сообщить что вопрос о поведении Войновича разбирался на секретариате московской писательской организации в 1968 году речь шла о подписании Войновичем коллективного письма в защиту антисоветчиков за что он получил выговор 20 декабря 1970 года решением секретариата он был предупрежден что заслуживает исключения из союза речь шла о публикации за границей клеветнического как утверждалось в решении секретариата антисоветского произведения Войнович был предупрежден что заслуживает исключения из союза но ввиду того что он опубликовал протест против напечатания его незавершенного произведения жизнь и замечательные приключения солдата Ивана Чонкина он получил только строгий выговор с занесением в личное дело секретариат надеялся что Войнович сделает для себя соответствующий вывод и вот перед нами третий факт публикация в посеве в ноябре 1973 года поскольку товарищи знакомы с материалом я думаю мы попросим сейчас Войновича разъяснить свое отношение к этому вопросу Войнович то что это было напечатано в посеве я не знал я узнал это только от товарища Стряхнина но вообще это письмо открытое я его не скрывал и его могли послать куда угодно сейчас вы будете обсуждать это письмо я уже говорил Юрию Федоровичу что я считаю это письмо сатирическим произведением оно похоже даже на гротеск но гротеска в нем нет потому что в нем содержится все то что содержалось в интервью Панкина я представил это только в деталях я написал это письмо потому что Панкин заявил что отныне правами писателей будет ведать агентство ВААП оно будет определять какие произведения подлежат печатанию какие не подлежат какие можно печатать какие нельзя у меня в письме говорится насчет бутырской или фортовской тюрьмы Панкин это имел в виду он писал что автора который не обратится в ВААП ждет тюрьма он не написал адреса эти адреса уточнил я я считаю я считаю что права писателей и так у нас урезаны и отнимать у писателя последнее право распоряжаться своей рукописью по своему усмотрению нельзя я считаю что основание этого агентства на таких условиях возмутительно и выразил свое к этому отношение Радов есть вопросы Бровман все таки интересно каким образом это письмо могло попасть на страницы контрреволюционного фашистского издания Войнович я послал это письмо Панкину в комсомольскую правду он мог его напечатать там Радов что вы имеете ввиду под открытым письмом Войнович я имел ввиду что это не секретное письмо я его послал Панкину и давал читать всем кто меня об этом просил Радов я же не могу просить у вас то чего я не знаю Войнович вы приходите ко мне в гости я говорю я написал письмо Панкину вы берете читаете и если хотите переписываете Радов вас не огорчил факт публикации этого письма в посеве Войнович нет потому что это письмо открытое Радов обычно если человек пишет открытые письма он их посылает в нашу печать Войнович я и послал Панкину в комсомольскую правду Радов значит официально вы в органы советской печати не обращались а то что оно опубликовано на западе вы считаете случайным Войнович нет не считаю но в принципе оно должно было быть здесь напечатано Радов как же оно могло быть напечатано если вы никому не посылали Войнович вы же знаете что оно не могло быть напечатано потому что вы считаете что это письмо плохое Радов вы же не давали ему оценку что это плохое письмо Бровман Войнович немолодой писатель он прекрасно отдает себе отчет что посев издание контрреволюционное фашистское черное издание на современном издательском горизонте за рубежом это не буржуазная газета не социал-демократическое правое а это контрреволюционное издание призванное вести антисоветскую деятельность почему же он считает естественным опубликование этого письма там Войнович то что я пишу я не считаю антисоветским а если я не считаю это антисоветским то значит они тоже не сделали ничего антисоветского я хотя там печатался в отличие от вас но я не знаю этого издательства я не выписываю книги которые оно издает я знаю только из каких-то источников которые для меня не являются достоверными они могут печатать все что им попадает в руки это уже забота не моя чтобы им не попадало но им попадает в руки очень многое и за это я ответственность на себя не беру а руководство союза писателей совместно с другими организациями создали такую обстановку что многие наши вещи не могут быть здесь опубликованы и таким образом они попадают туда я могу вам предложить разорить издательство посев моментально все что попадает туда печатать здесь радов но это к вашему сожалению не произойдет у меня еще два вопроса вы пишете что хотели видеть в числе учредителей этого агентства прежде всего тех кто больше других там издается вероятнее всего Солженицына Максимова и Сахарова вы убеждены что больше всего издаются на западе из всей огромной литературы именно эти три человека вы не знаете о миллионных тиражах за границей Шолохова Леонова Федина Симонова и других вы убеждены что Солженицын издается там больше чем упомянутые мною писатели Войнович я убежден что Солженицын издается там больше чем все названные вами писатели Радов второй вопрос вы иронизируете по поводу того что членами учредителями этого общества являются товарищи Марков Верченко и Сартаков вы читали интервью Панкина о том что агентство создает целый ряд творческих организаций в том числе и союз писателей в данном случае Верченко Сартаков и Марков вошли в состав учредителей от нашего союза представляющего всю советскую литературу вы же это знали три официальных секретаря правления представляющий творческий союз целиком мы их избрали на съезде писателей демократическим путем они осуществляют защиту наших интересов и выступают как юридические члены нашей всесоюзной организации вы же это знали Войнович знал но не все они являются писателями тем более крупными Радов мы не говорили о крупности и авторитетности там написано что они представляют союз писателей Верченко не член союза писателей а работник союза писателей избранный нами со дня организации союза писателей в течение всего времени им руководили не только писатели но и общественные работники Щербаков Поликарпов Воронков и целый ряд других они являются привлеченными работниками мы платим им деньги и так далее я хотел выяснить вашу точку зрения на эти два вопроса но она осталась неясной подерин Юрий Николаевич я думаю это не подерин стенографистка записала меня Юрием ознакомившись с письмом я почувствовал что у вас есть определенное уважение к Солженицыну что вы о нем прочитали и читали ли его последний роман Архипелаг ГУЛАГ Войнович на этот вопрос я отвечать не буду вы пока что член союза писателей пришли на заседание бюро и забывать это не следует Войнович я пришел не выступать а уходить мне помнится я сказал не вступать в союз а уходить Радов по моему отношение Юрия Николаевича к вопросу осталось нам неясным есть ли еще вопросы к нему прежде чем приступить к обсуждению я все-таки хотел бы задать последний вопрос своим поведением вы ставите нас в очень легкое положение по отношению к вам и очень трудное для себя я хочу спросить хотя бы по праву возраста достаточно ли серьезно осознаете вы обстановку в которую попали и достаточно ли серьезно взвешиваете то что говорите и как себя ведете перед большой группой писателей по-видимому они проявляют к вам интерес раз пришли сюда достаточно ли серьезно вы к этому относитесь или это дань браваде объясните я даю возможность сказать по-серьезному Войнович мне трудно это объяснять дело в том что когда я писал это письмо я вполне представлял что за этим последует я знал что могу быть исключенным из союза писателей я делал еще кое-что за что я мог бы быть исключен из союза это не значит что я делал плохо я считаю что положение в нашей литературе очень тяжелое Радов мы не обсуждаем этот вопрос дискуссии по поводу положения в литературе мы не ведем хорошо я думал как мне себя вести Радов положение в литературе такое что человеком который дважды нанес моральный ущерб государству в последнее время были изданы две серьезные книги и было проявлено беспокойство союза писателей в том направлении чтобы они были изданы так что о положении в литературе можно судить и по этому факту забота союза писателей и общества о каждом отдельном литераторе несмотря на то что выступление этого литератора и в первом во втором случае нанесли моральный ущерб ведь любое выступление за границей наносит нам моральный ущерб у вас вышли в последнее время две книги одна новая и вторая переиздание не было массовых просп читателей о переиздании вам шли навстречу Войнович во-первых у меня есть читатели и их немало которые ждут моих книжек мои книжки на полках не валяются поэтому мои книжки надо издавать если не будут издавать то будет неправильно есть читательский спрос и независимо от моего поведения они должны издаваться я ведь ничего плохого ни честного не сделал за что я получил первый выговор я подписал письмо в защиту Синявского и Даниэля я не руководствовался никакими корыстными соображениями мне никогда не нравилось и не понравится что писателя судят за то что он написал но я думал о том какой вред это наносит нашему государству и когда выступал судья Смирнов на этом процессе я подал записку ища выхода из положения который удовлетворил бы все стороны нельзя ли Синявского и Даниэля взять на поруки мне казалось что это хорошие выходы из положения другие люди не считавшие их преступниками ругали меня и говорили что таким образом ты вроде признаешь что они преступники я тоже не считал что они преступники но я считаю что с этого началась длинная цепь неприятностей для нашего государства как вы заявляете вы руководствуете с интересами государства я тоже руководствую с интересами этого государства была сделана ошибка я думаю что ошибку эту поняли потому что Синявский освобожден раньше срока и гуляет в Париже а меня наказывали уже после того как он не сидел он уже гуляет по Парижу а я расплачивался за это письмо вы говорили что союз писателей сделал одолжение мне напечатав мои книги Радов нет проявил элементарную заботу я написал письмо с протестом против публикации в журнале Грани журнал Грани напечатал часть моего романа а не посев без моего разрешения я такого разрешения не давал при этом я считал что виноват в этом не только журнал Грани а опять-таки та обстановка которая сложилась у нас потом здесь в союзе писателей у нас велись длинные разговоры я не хотел писать письмо мне тяжело было писать это письмо по моральным соображениям потому что хотели чтобы я сказал только об одной стороне дела а я хотел сказать о двух сторонах но мне сказали так нужно ты нам помоги я сказал вы просите чтобы я помог а почему все мои пьесы которые шли по всей стране сняты книги мои закрыты мне ответили вы сделаете сейчас а потом мы сделаем у меня тогда было двое детей сейчас трое я должен был их кормить и это соображение для меня было тоже существенным и я пошел на это и написал то что хотели после этого я пошел в союз писателей обращался к некоторым писателям и видел что все довольны но после этого два года мою фамилию вычеркивали из всех списков например если Свердловская студия просила у меня сценарий я посылал заявку а потом узнавал что приехал референт из Москвы и эту заявку прикрыл вы хорошо знаете что так бывает мои пьесы были по-прежнему запрещены мне не давали ходу нигде два года я просто нищенствовал нечем было кормить детей я уже не говорю о литературной деятельности руководства союза писателей с которой я не согласен но и политически это глупо сначала руководство предлагает давайте сотрудничать на какой-то разумной основе а потом я увидел только сведение счетов месть и так далее Радов я попросил Войновича взвесить серьезность ситуации и вот мы получили такой ответ есть еще вопросы нет я хочу прочесть один параграф устава читает когда обсуждалось это произведение напечатанное за границей имелся в виду именно этот пункт письмо в литературную газету его действительно просили написать потому что писатель состоящий в союзе обязан выразить свое отношение к тому что его произведение напечатано на западе во враждебном нам органе и просьба это была к нему для того чтобы не применять этот пункт полностью раз он сделал такое заявление печатно к нему отнеслись снисходительно кто желает взять слово В. Красильщиков в течение последних нескольких лет по своей работе я регулярно читаю все антисоветские контрреволюционные издания со дня их изначального выхода с момента Октябрьской революции я работал в имел и хорошо знаком с литературой этого рода от социалистического вестника основанного Мартовым в Берлине до монархических махровых реакционных газет выходивших в Париже и Брюсселе и бережно хранимых сейчас как своего рода документы эпохи в институте марксизма ленинизма журналы это разные часто между ними возникает полемика они пикируются припираются уличают друг друга анализируют события Октябрьской революции со своих точек зрения иногда когда появляется допустим новый претендент на русский престол как это случилось в 1922 году когда появилась лже анастасия бурные дебаты разворачиваются вокруг этой проблемы и страшная драка раздирает всю эмигрантскую прессу но одно их объединяет их объединяет страстная ненависть к советскому союзу к нашей партии к любым успехам нашего социалистического строительства и махровый антисемитизм на этой почве все они сходятся и все находят общий язык еще один момент который роднил их тогда это предсказание близкой гибели советской власти тогда эти предсказания делались с помощью провидцев теперь эти журналы приняли несколько иное лицо осовременились я не могу к ним отнести ту внешнюю характеристику которую я дал в отношении их исторических прародителей но их по-прежнему роднит звериная ненависть к нашему народу вернее к нашим людям строящим социализм к любым нашим успехам и беспрерывные предсказания гибели нашей социалистической системы только теперь эти предсказания делаются с помощью ЭБМ и по ходу дела отодвигаются с пятилетки на пятилетку среди этих любезных и милых изданий есть такое издание как посев которое мне приходилось правда нерегулярно читать потому что оно не входило в сферу моих интересов и в этом издании появляется открытое письмо нашего товарища Владимира Николаевича Войновича письмо названо открытым очень странное обстоятельство выяснилось по ходу дела открытые письма обычно пишутся в какой-то орган я не знаю как в комсомольской правде рассчитывали такое письмо напечатать но для меня это не имеет значения это чепуха и вообще не имеет значения для кого оно было написано важно то что оно было написано и было напечатано там где его напечатали почему-то большое произведение Владимира Николаевича не было там оттиснуто а оттиснули это маленькое письмо в этой связи меня удивила фраза там все попадает им в руки попадает в руки все но не все печатается в этом как раз корень вопроса с этой точки зрения мне очень не понравилось ваше поведение весной на таком же заседании творческого объединения мы обсуждали поведение Максимова при всем моем неприятии этого творчества я должен сказать что он вел себя достойно он не говорил я не знаю чего он хотел и так далее а открыто сказал что он ненавидит наш строй ненавидит нас и будет бороться он честный настоящий противник вы же юлите изворачивайтесь войнович здесь большая разница радов мы терпеливо вас слушали и не перебивали давайте условимся вести заседание спокойно тогда мы добьемся ясности я не претендую на то чтобы олицетворять строй это вы претендуете на то чтобы выражать мнение советских писателей какой-то их части я говорю за себя мы обсуждаем вас как нашего творческого товарища мне ваша личная позиция крайне симпатична потому что вы ведете себя как нашкодивший школьник вы изворачиваетесь придумываете аргументы которые самому вам не кажутся вескими и убедительными войнович кажутся я говорю что мне кажется нигде как на трибуне и в выступлении человек не старается представить себя самим собой и в то же время нигде как на трибуне человек не открывается так окончательно так полностью и это случилось с вами если говорить о вашем письме по существу а не по форме то в вашем письме проглядывает неприязнь неприятие нашего строя ненависть ко всем завоеваниям нашей революции которая пронизывает все творчество столь любимого и защищаемого вами Солженицына я хотел еще сказать вот о чем вся эта история весьма поучительный урок для нас мы часто не чужды обывательского брюзжания и вот начинается с обывательского брюзжания окончается тем к чему пришел Владимир Войнович в произведении опубликованном за рубежом и в своем письме в связи с которым мы обсуждаем его поведение я считаю что сейчас когда так ожесточилась борьба двух миров особенный урон наносят такие выступления какое позволил себе Войнович и естественно это несовместимо со званием советского писателя и пребывание Войновича в нашем союзе я считаю недопустим воинов у меня возник вопрос мы прочитали это письмо все ли мы остро и серьезно отнеслись к нему я думаю что каждый из нас бывая за границей знает как выискивают наши идеологические противники всякие факты и фактики которые могут нам нанести тяжелый урон должен сказать что я недавно был в Берлине и видел передачу западно-германского телевидения я смотрел и думал о том что они совершенно сознательно принижают ужасную роль фашизма они идеализируют сейчас Гитлера и в то же самое время интересная деталь после того как личный садовник Гитлера восхвалял своего шефа тут же было пристроено интервью который корреспондент западно-германского радио брал у Синявского я думаю что Войнович сочиняя это письмо не мог не понимать что оно наносит ущерб нашей стране и я не верю Войновичу что он не знает каким образом это письмо оказалось напечатанным кто-то приходил к Войновичу в гости кто-то переписывал это письмо и оно таинственным способом оказалось напечатанным там я вам скажу прямо Войнович вы писали это письмо специально для того чтобы напечатать его там потому что вы прекрасно понимали что это клеветническое письмо не может быть напечатано здесь вы несли это письмо Панкину заметая следы Войнович какие следы я же его подписал да вы его подписали и передали какому-то иностранному корреспонденту а потом копию понесли Панкину и не надо прятаться когда я слушаю вас я думаю вот о чем у нас действительно есть писатели трудной судьбы у нас действительно есть писатели которым трудно подчас пробиться в издательствах не так давно мы обсуждали творчество одной замечательной писательницы Яновской книги которой надо помочь издать по вашей логике Яновская должна была взять свои книги и отдать печатать за границу эта логика простите меня антисоветская Мы в своей среде сами должны исправлять все что нам кажется нужным исправить Я считаю что в данном случае речь идет просто о контрреволюционной контрабанде контрабандистки это письмо было передано на запад с желанием нанести ущерб и нашему союзу и нашему обществу Я считаю что Войнович должен быть исключен из союза писателей Фоменко Несколько лет тому назад когда мы обсуждали на секретариате книгу Войновича напечатанную в гранях Войнович был все же другим чем сегодня Сегодня он просто нетерпим Сегодня он просто продолжает то что у меня вчера сорвалось с языка когда я прочитала это письмо Я бы это рассматривал как политическое хулиганство Он обижает оскорбляет товарища идет ва-банк Вообще как сказал один умный человек сегодня пусть бы миллионеры заботились об авторском праве Я например никогда не думаю об авторском праве Но здесь совершенно о другом речь Тогда мы говорили очень серьезно о его творчестве вспоминали с болью хорошие его дела и старались понять что это такое Просили чтобы он доказал своим творчеством и поведением каков же он на самом деле тот ли который пишет стихи о космонавтах тот ли который написал о Вере Фигнер или тот который написал солдата Чонкина Пусть это начало большого романа но тенденция этой вещи тогда была названа антинародной а она такая и есть не говоря о страшном натурализме который не дает ее читать спокойно вот это какое-то двойственное очень непонятное человеческое крайне неприятно это обижает и оскорбляет правильно сказал Войнович что у нас много людей которые трудно печатаются и что много людей которым трудно кормить своих детей Войнович а почему по разным причинам не потому что они бездарны этот вопрос мы снимаем бывают разные причины может быть и неуважительные могут сидеть бюрократы в нашем доме все может быть как и в моей так и вашей семье у одного такой характер у другого другой бывают столкновения люди могут расходиться на что-то идут но никому не приходит в голову так столкнуть разные личности я говорю что это хулиганство вы берете Верченко нам нет смысла его защищать я его мало знаю но почему нужно было здесь столкнуть это имя с именами уважаемых писателей Маркова и Сартакова Верченко не писатель и не лезет в писательскую среду почему же нужно было столкнуть его имя с другими именами то что написано я рассматриваю как хулиганство но должна сказать то что вы наговорили сейчас сгоряча или не сгоряча просто нас оскорбляет говорю это честно здесь сидят люди которые прошли большой жизненный путь у вас тоже седины достаточно пора хулиганства и заигрывания должна уже пройти я смотрела вашу книгу прочитала ее думала как хорошо написали такую книгу если писал чтобы поправить свои дела то ведь он жил в этом материале не меньше трех лет думаю дело пошло на лад и хлоп он пишет это письмо миллионер которому ущемляют его права это письмо доконало если бы и не ваше поведение сегодня если вы себя подготовили это не дело так союзом писателей играть нельзя не знаю кто вас уговорил написать письмо в литературную газету кто вас умолил войнович я никого не упрекаю фоменко все секретари которые были тогда на заседании высказались и каждый желал вам только добра желали дать понять что вы спотнулись на этой вещи и вы как будто бы пытались что-то подумать а сегодня я вижу человека который хочет чтобы о нем пошла слава я считаю что чаша переполнена войнович может быть я что-то по отношению к присутствующим неосторожно выскажу не хочу чтобы кто-то воспринимал это на свой счет тон моего разговора и так далее я не оправдываюсь и не считаю что я виляю я знаю чем это кончится на этот счет у меня сомнений нет радов ваш опыт общения с союзом должен вас научить что к вам подходили с гуманностью и терпимостью войнович когда я писал письмо я выступал не против строя а против агентства ВААП я считаю что агентство ВААП и советский строй не одно и то же мне мои права нужны если вам не нужны отрекайтесь от них я не отрекаюсь от своего письма поэтому мне ясно чем кончится дело я просто не хочу чтобы себя считали оскорбленными Лесневский я хочу чтобы Володя я называю его Володя потому что давно знаю его хорошо отношусь к нему только недавно узнал об этом письме и это меня очень огорчило заметил что мы все больше переживаем чем он сам никто не пришел сюда с такой мыслью с таким мнением чтобы принимать определенные решения но надо сказать что у нас нет времени не у нас буквально бровман исторического времени нет я конечно не возвожу это событие в историческое событие но какое-то движение истории мы обязаны чувствовать что касается данной ситуации то вероятно этот вопрос нельзя считать историческим думаю что у Володи есть еще время подумать и что-то сказать так как окончательное решение будет выносить еще секретариат подумать не о том как себя вести это термин прагматический а о том что это означает хочу сказать что я думаю по существу относительно самой проблемы печатания как я понимаю это психологически связано с теми трудностями которые Войнович под тем или иным причинам зависящим от него или не от него испытывал в своей писательской судьбе это дело понятное может быть это какая-то легенда но я слышал что когда молодые поэты приходили к Мандельштаму и жаловались что их не печатают то он их спускал с лестницы и спрашивал а Христос печатался он хотел сказать что это не первое о чем должен думать писатель и размышляя над этим я пришел к выводу я стал замечать когда я думаю печатают меня или нет это приходит в те моменты когда я творчески менее состоятелен это какой-то симптом известной неполноценности писательской когда поднимаются такие вопросы как человек печатается кого больше печатают кого меньше почему меня не печатают и так далее если человек думает почему мне не пишется вот это существенный писательский вопрос а если мы начинаем думать почему не печатают то можно отойти от всякого творчества теперь по поводу агентства мне кажется в этом письме действительно есть элемент сатирического хулиганства но если рассматривать это всерьез то создание агентства является громадным шагом вперед в труднейшем деле общение нашей страны социалистического мира со всем человечеством это наладить очень трудно есть мир социалистический капиталистический есть третьи страны при этом нам надо выжить нам надо победить и при этом нам надо общаться мы должны вести нашу борьбу новыми более гибкими мерами создание агентства это громадный шаг к общению с миром последствия его трудно предсказать это глубоко прогрессивный шаг и партия и правительство пошли на это очень дальновидно я не знаю кого будут больше издавать кого меньше какая чепуха важен сам факт что создана организация которая будет общаться со всем миром войнович упомянул галимара это почтенное издательство которое печатает и прогрессивных писателей и даже коммунистов теперь о Панкине Панкин уже несколько лет член нашего союза это необычайно светлый человек я учился с ним на одном курсе знаю его со студенческих лет потом я его знал много лет как редактора комсомольской правды это одна из самых интересных наших газет одна из самых смелых в хорошем смысле слова и это обращение к Панину просто неуважение к замечательному прекрасному человеку у нас работает В.Н. Ильин его должность адекватна в рамках нашей организации должности Ю.Н. Верченко я знаю что этот человек высокой рыцарской чести он грудью бросается добывать людям больницу деньги в этом проходит его деятельность в суде есть такое понятие презумпция невиновности но это и моральная категория я верю в искренность Володи и верю что он просто запутался заобиделся переобиделся можно обидеться на издателя но нельзя переносить свою обиду на родину а так объективно получилось это выступление против наших организаций Радов давайте уточним факты письмо написано в октябре 1973 года у Войновича вышли сразу две книги у меня за пять лет вышла одна книга так что нечего говорить что он обиделся вы ищите другие доводы Лесневский я лично хочу исходить из того что человек искренен но объективно это письмо против нашей жизни против партии а не нашей жизни не нашей родины нет без партии мы знаем судьбы писателей знаем судьбу Ахматовой которая не была членом партии и марксистом но в 1946 году когда к ней пришли иностранные корреспонденты после того как ей было очень тяжело она выгнала их она рассказала мне как была в Италии и в какую там пришли ярость что она не просит политического убежища знаем трагическую судьбу другого писателя который всеми силами стремился пробиться к родине к пониманию и сейчас когда читаешь вышедшую книгу о мученической судьбе ряда людей это ценишь радов о ком вы говорите я говорю о мандельштайме он попал в тяжелейшее испытание войнович колючая проволока помешала ему пробиться я призываю володю подумать о том что объективно говоря его выступление это выступление против партии против народа что вовлекается он в очень мутную грязную волну людей которые вообще готовы тебя запятак продать я прошу тебя обо всем этом подумать березка должен сказать что когда я прочитал ваше письмо стало мне очень огорчительно тяжело вы написали ужасное письмо мне даже не совсем понятно как вы могли так написать вы назвали это письмо гротеском войнович я сказал что оно похоже на гротеск березка это больше похоже на литературное хулиганство с большим душевным огорчением мы относимся к этому письму в молодости я долго жил в коммунальной квартире и запомнил одного шалуна который забавлялся тем что когда на кухне никого не было бросал мусор и окурки в чужой суп а потом ходил по квартире с горделивым видом ваше письмо напомнило мне этого шалуна из коммунальной квартиры это ужасное письмо вы приводите там сравнение с бутырской тюрьмой говорите об уголовной ответственности в каком страшном духовном мраке вам это привиделось войнович этого нет в письме там намекается на уголовную ответственность в интервью панкова говорится что автора ждут известные последствия бровман слово уголовный там нет войнович а какое березка я вспоминаю как мы на секретариате в свое время обсуждали ваш очень плохой роман жизнь и замечательные приключения солдата Ивана Чонкина войнович я тогда с вами не согласился березка я прекрасно помню все что мы говорили и у меня лично создалось такое впечатление благоприятное для вас впечатление что вы хотя бы задумались над тем что вы сотворили а сотворили вы сатиру но сатиру на народ такой сатиры я не понимаю войнович а солтыков щедрин радов он не на народ писал войнович а город глупов радов это о самодержавии чиновниках березка во-первых не на народ писал во-вторых войнович помните что времена были другие я согласен с лесневским что создание агентства ваап это прогрессивная мера принятая и в интересах писателей и в интересах советской власти и как это можно было не понять это поразительно здесь все правильно говорилось затем этот ернический издевательский тон по отношению к людям писателям честно работающим интересно работающим вам могут не нравиться книги но вы имеете возможность выступить со своей точкой зрения войнович где березка хотя бы на перевыборном собрании секции прозы войнович вы также соберетесь и исключите меня из союза если я выступлю березка что вы говорите я начал говорить о чтении вашего романа плохого дурного романа и у меня создалось такое впечатление что вы о чем-то задумались оказывается нет оказывается все это прошло мимо не задело вас ничем не изменило вашего отношения вашей большой обида на союз на всех нас войнович она стала еще больше березка и вы пришли к нам после этого ужасающе необычайно воинственно настроенным вы напомнили мне того шалуна в коммунальной квартире который сыпал пепел в чужие супы и был глубоко удовлетворен так и вы я вспомнил этого шалуна не случайно я вспомнил его послушав вас и это очень грустно и оскорбительно то что вы себя считаете единственным болельщиком за советскую литературу уверяю вас советская литература не нуждается в вашем сочувствии обойдется вы не обойдетесь без советской литературы не обойдетесь без нас без родины а советский союз как-нибудь обойдется корольков сначала о расстановке сил я немного больше знаю в частности об нтс чем знает войнович дело в том что с организацией нтс мне приходилось сталкиваться 20 лет назад еще будучи в германии и даже еще раньше во время войны я являюсь членом комитета по культурным связям соотечественниками за рубежом получаю газету за родину которая очень много говорит об нтс и рассказывает что из себя представляют эти люди я не буду повторяться но это наши враги и враги без кавычек это предатели не только власовцы но и старая эмиграция после войны это шпики гестаповцы полицай мне доводилось бывать в лагерях перемещенных лиц матерые полицаи являются за правилами в нтс мне пришлось работать над книгой о мусе джалиле и я нашел документ о том кто предал подпольную молодежную организацию он сам пишет по заданию нтс и германской разведки абвера я вошел в организацию раскрыл и так далее это провокаторы шпики полицаи палачи с кем вы начинаете солидаризироваться вы поймите меня правильно я не хочу вам зла задумайтесь только над тем с кем и как вы солидаризируетесь когда я прочел ваше письмо я сразу подумал а зачем оно написано вот подписали конвенцию ограничения в выступлениях ведь мы не все можем напечатать антисоветчину мы не будем поддерживать раз навсегда запомните идет борьба двух лагерей не идет ли это от желания написать и попытаться как-то помочь Солженицыну чтобы он свободно выступал если с этой точки зрения подойти к вашему выступлению я бы очень хотел чтобы вы подумали и может быть что-то решили я хочу считать что вы честный человек а в вашем письме и вашем выступлении сегодня есть элемент провокации вызвать скандальчик и вокруг этого дела пошуметь так нельзя Бровман я хочу поддержать высказанную мысль о нашем доме многим присутствующим здесь и там кто сейчас говорит было трудно были обстоятельства сложные были обстоятельства критические приводившие к тому что детей нечем было кормить но никому из советских людей оказавшихся в таком положении позвольте мне это вам заявить кроме отдельных отщепенцев не пришло в голову искать защиту в той среде которую обрисовал Корольков есть неправильные действия есть бюрократ издатель есть плохой рецензент недоброжелательный бездарный ограниченный человек надо искать на них управу в нашем доме в партийной организации можно обратиться в органы народного контроля в секретариат союза в районный комитет и даже центральный комитет партии это не возбраняется никому но писать надо желая остаться в собственном доме и разобраться в делах с собственными усилиями с помощью товарищей писать надо так чтобы можно было напечатать в советской газете два слова о нашем председателе радов отнес в литературную газету статью которая вызвала большое движение умов по поводу безответственности которая задела министров и даже членов правительства он сделал большое дело но каким был бы радов если бы он понес эту статью предварительно размножив ее и показав товарищем в кавычках а почему они товарищи Владимиру Николаевичу потому что он печатается у них там где печатают автора его считают товарищем если он печатается в НТС его воспринимают как коллегу можно и нужно критиковать наши недостатки я не хотел бы чтобы наше обсуждение поведения Владимира Николаевича было воспринято так что мы писатели чуждаемся критике но здесь не критика а идейная борьба особенно острая в наши дни на фоне шумихи с архипелагом гулаг все это выглядит ужасно именно на фоне этой шумихи вы выглядите как жалкий подпевало убогий человек простите меня за эти слова вы не идете вровень с крупными большими антисоветчиками сидящими в тылу а действуйте из подворотни как тот человек на коммунальной кухне вы презираете нас мы разные литераторы вы пишете что Маркова не будут печатать и издавать если Маркова не будут печатать НТС и Грани это правильно у нас большая литература вы недооцениваете наши таланты и вдруг вы выскакиваете как моська Войнович вас недооцениваю я критиковал вас но критиковал вас с расположением с уважением я ценил вас за ваши правдивые повести повесть о колхозе повесть о жилищно-строительном кооперативе там был материал для критики вы были правы критикуя многие явления современной жизни на страницах наших журналов и газет это была товарищеская литературная работа формирующая советское искусство а сегодня другое дело вы стали нашим врагом я считаю прозвучавшие здесь предложения об исключении Войновича из членов союза абсолютно правильным для меня для литератора уже не молодого прошедшего войну много видевшего бесспорно что сегодня мы имеем дело с нашим противником и в одном союзе с ним нам быть не к лицу гуру я не знаю Войновича не знаю его творчества волей-неволей поэтому я составила свое мнение по его выступлениям и потому что имея уши я слышала несколько фактов повлияли на мое мнение о нем и безусловно повлияют на то решение которое я внутренне принимаю в отношении Войновича как члена союза я не верю в астральные потусторонние силы и не верю что каким-то неземным путем этот документ мог оказаться в грязной газетенке наших врагов этот документ был передан таким образом чтобы найти адресата и адресат был найден это первое второе очень большой политический вес имеет любое заявление писателя обнародованное в нашей прессе поэтому когда мы прочли письмо Войновича о том что он считает гнусным поступком печатания помимо его желания его произведения мы восприняли это как искреннее заявление как же можно было иначе это воспринять но я слышала своими ушами что это письмо было вызвано соображениями материальной выгоды облегчения своего положения и так далее Войнович и желанием сохранить добрые отношения с союзом писателей следовательно заявление двурушническое заявление обманное как мы можем иначе расценить его не могу поверить что кто-то из наших товарищей умолял Войновича помоги нам мы не нуждаемся в нем прежде всего он сам этим себе помогает здесь было произнесено слово провокация я человек не молодой имею жизненный опыт и могу оценить атмосферу и вот этот плохой дрянной запах провокации меня сопровождает все время мы его слышим в этих репликах Войновича я считаю что Войнович сам себя поставил вне рядов советских писателей Омлинский я знаю творчество Войновича я относился к его творчеству и таланту с уважением когда я прочитал это письмо я честно говоря был поражен мне казалось что это не похоже на него я не знал истории с повестью о приключениях солдата Чонкина я считал что не похож на него тон этот ернический развязный странно грубый тон когда речь идет о судьбе писателя который написал интересную книгу выразил себя то не так просто бросаться этой судьбой и мы все это понимаем и в ряде выступлений например у Лесневского проступала какая-то боль за Войновича я не думаю что он человек который сознательно рассчитывал на провокационность но объективно так получилось тем людям которые такие вещи печатают нет дела ни до Войновича ни до его прозы ни до литературы вообще им нет до него дела они хотят делать свой политический бизнес на этом и это далеко от литературы он в данном случае объективно сработал на них меня удивили также в этом письме какие-то оскорбительные выпады против Бориса Панкина человека серьезного объективно делающего свое дело и против Верченко который много доброго делает людям он не чиновник бюрократ насколько я его знаю мне кажется если бы Войнович нашел в себе силы мужества желания решительным образом отмежеваться от своей позиции от этого письма это было бы каким-то выходом есть ведь еще секретариат Войнович должен очень тщательно по-человечески продумать всю создавшуюся ситуацию не хочется говорить грубости в его адрес тут есть люди которые его знают читают и нас это письмо страшно огорчило я даже думаю что это не он писал на него не похоже вообще все это очень тяжело и грустно я не хочу говорить каких-то проработческих фраз речь идет о художнике о его судьбе но это действительно совершенно недопустимо и невозможно ведь антисоветчикам которые использовали его произведения нет дела ни до какого дарования может быть он найдет в себе силы и мужество свою ложную позицию пересмотреть Старков тут уже много было сказано все что здесь происходит я воспринимаю как личную неприятность когда-то я читал письмо в литературную газету читал роман о народовольцах который прекрасно называется степень доверия применил ли к себе Войнович это прекрасное название подумал ли он о той степени доверия с какой отнеслись к нему читатели письма в литературную газету те кто издавали его книги не хочется об этом говорить но я никак не могу отрешиться от мысли которая всех тревожит что это все-таки какой-то маневр какая-то конъюнктура избрание какого-то момента для нанесения неприятности удара то что в футболе называется финтом но почему избран ваап так получилось что мой зять молодой дипломат получил назначение ваап он пришел и с гордостью об этом сказал вот мы теперь будем помогать издавать советскую литературу за рубежом и вот я никак не могу представить себе моего зятя в качестве надзирателя бутырской тюрьмы мне кажется эти слова не от головы а от какого-то маневра я очень хорошо относился к тому что я читал чонкина я не читал а на родовольцах хороший роман но теперь я уже ничему не верю я запутался в ваших маневрах литератор вы хороший а человек какой-то финтующий мы все очень переживаем очень печально что мы вынуждены обсуждать не ваше творчество не ваш роман а ваш поступок а еще более печально что вы рассматриваете нас всех как надзирателей бутырской тюрьмы это для меня очень оскорбительно и огорчительно Радов высказалось уже много товарищей есть предложение заканчивать тем более что позиция ясна разрешите мне сказать несколько слов мне показали из нового сочинения Солженицына архипелаг гулаг то место где он презрительно отзывается об Иване Бунине за то что тот не принял гитлеровцев вы помните трагический эпизод когда голодному умирающему Бунину пришли гитлеровцы и предложили свою помощь и Бунин с негодованием от нее отказался то что проделал Солженицын это крайняя степень падения презирать Бунина не принявшего помощь гитлеровцев я хочу продолжить мысль Королькова понимает ли Войнович что здесь сидят люди прошедшие независимо от дарования большой жизненный путь они честно жили были в рядах армии не только выступали на литературном фронте но и сражались на фронтах войны в том числе в разведке эти люди вот здесь сидят они пришли с единым желанием разобраться потому что наше гражданское чувство глубоко уязвлено вашим тоном мы проявили максимум выдержки с единственной целью помочь разобраться свихнувшемуся человеку потому что человек живет на нашей земле он моложе многих из нас у меня как председательствующего было единственное желание дать возможность человеку обдумать свои поступки объяснить их речь идет не о раскаянии но хотя бы дать нам понять что он серьезно над этим задумался я этого не увидел я тоже увидел в этом политический маневр когда бровман сказал что войнович выглядит жалким подпевал и в хоре гораздо более крупных и изощренных антисоветчиков это не оскорбление это та роль которую вы сыграли вольно или невольно но вы поставили себя в жалкую смешную унизительную роль подпевалы и кого же вот сегодня мне сказали что редактор забраковал целиком мою книгу что ж у меня будет с ним спор у меня бывали споры с противниками с бюрократами это стоит много крови но это нормально это жизнь это борьба в нашем собственном доме за его улучшение и очищение теперь давайте взвесим с кем вы рвете и к кому идете вы рвете с Панкиным хорошим доброжелательным человеком который первым выступил в защиту Абрамова оградил от неправильных нападок Айтматова и его белый пароход блестящей статьей в комсомольской правде когда вы говорите о последствиях которые вы вычитали мы же не дети никакого намека нет а вы говорите что писатели материально ущемлены мы приобрели огромный международный престиж благодаря этому агентству получили возможность охватить труды прогрессивных литераторов запада которых будем у нас печатать мы идем в этих целях на большое расходование валюты а вы оплевали этот шаг вы отказываетесь от своих товарищей вы отказываетесь в общем от своей родины вы выразили свое отношение к ней здесь сейчас и выразили его в этом письме когда я читал письмо в литературной газете оно мне показалось недостаточным потому что он не давал характеристики этого сочинения и не анализировал причины почему оно пришлось по плечу граням несмотря на это несмотря на его недостаточность заявление войновича было напечатано я честно говоря порадовался что мы не дали благодаря этому свихнуться еще одному человеку у меня возникло огромное недоумение как можно писать о фигнер честнейшей душе и таить такое мрачное в себе это двурушничество во имя чего мы имеем дело мне кажется с обдуманным сознательным политическим шагом создание вааб здесь ни при чем просматриваются здесь совсем другие вещи атакуются партийное руководство литературы политическая направленность литературы защищающий коммунизм имеющий только в таком качестве право на жизнь а не в других качествах как хотелось бы автору потому что он говорит о сочинениях направленных против советской власти это заявление явно активное политическое заявление мы не дети не наивные дети если я не хочу чтобы мое произведение было опубликовано я приму меры я не верю в невидимку который шагает с письмом в грани и вот исходя из того что войнович не внял двукратному предупреждению секретариата исходя из того что здесь говорили что он достойен исключения из СССР я присоединяюсь к тому что говорили товарищи теперь я обращаюсь к вам к вам отнеслись с высшей терпимостью не трогая вашего человеческого достоинства постарайтесь выступить обдуманно серьезно постарайтесь говорить взвешенно войнович я еще раз подчеркиваю что я не увиливаю от своей ответственности за это письмо и хотя его не передавал в посев но что оно могло попасть и попадет туда я не сомневался я его никаким корреспондентом не передавал теперь то что я писал я писал о колхозе о целине писал о фигнер писал о приключениях чонкина писал это письмо это писал один и тот же человек он не двурушничал этот человек писал мне кажется одно и то же в какой-то степени развивался вам кажется что я развивался не туда мне так не кажется здесь говорили много слов говорили что я подписал что я антисоветчик чуть ли не служу в НТС это у нас практика сказали что Каплан стреляла в Ленина и что Чуковская могла бы стрелять в Ленина потому что она как Фанни Каплан такое передергивание в нашей литературе много недостатков и вам вместо того чтобы обсуждать меня надо бы всерьез поговорить об этом обратиться к высшим советским органам к высшим партийным органам и сказать что так нельзя много говорили о Солженицыне многие здесь присутствующих и сидящих в ресторане ЦДЛ не так давно в один голос говорили другие слова когда обсуждали здесь в союзе писателей роман его раковый корпус Солженицыну создали все условия для того чтобы сделать его не советским писателем Солженицын пытался сотрудничать он все время взывал к разуму говорил не это то кто сейчас говорят об архипелаге ГУЛАГ я отвечу на вопрос подерина я архипелаг ГУЛАГ не читал но я верю Солженицыну я верю что это писатель честный мужественный не верю что он власовец я знаю что он боевой офицер гражданин патриот своей родины и за все что вы говорите постыдитесь побойтесь бога Радов у меня имеется проект постановления разрешите его зачитать читает проект постановления есть замечание по проекту Фоменко это писалось заранее после всех разговоров и переговоров а сегодня выявился целый ряд вещей в частности последнее слово Войновича я считаю что это должно быть учтено в постановлении Бровман а также его поведение на собрании Радов есть предложение добавить несмотря на старания членов бюро убедить Войновича в несовместимости его поведения с пребыванием в союзе Войнович упорно отстаивал свою точку зрения высказанную в письме чем подтвердил верность своим убеждениям мы это сформулируем но смысл такой нет возражений нет есть добавление нет я голосую кто за этот проект постановления с добавлением кто против нет кто воздержался нет принимается единогласно Войнович голосует только члены бюро или все присутствующие Радов члены бюро и у нас здесь есть члены правления они тоже голосуют Стряхнин в порядке справки Войновичу у нас присутствуют девять членов бюро из девяти никто не голосовал против и шесть членов правления Радов на этом разрешите закончить обсуждение приложение третье в секретариат МО союза писателей РСФСР я не приду на ваше заседание потому что оно будет происходить при закрытых дверях в тайне от общественности то есть нелегально а я ни в какой нелегальной деятельности принимать участие не желаю нам не о чем говорить не о чем спорить потому что я выражаю свое мнение а вы какое прикажут секретариат в нынешнем его составе не является демократически избранным органом а навязан союзом писателей посторонними организациями не весь секретариат в целом не каждый из его членов в отдельности не могут быть для меня авторитетами ни в творческом ни тем более в нравственном отношении два-три бывших писателя а кто остальные посмотрите друг на друга вы же сами не знаете что пишет сидящий с вами или напротив вас впрочем про некоторых известно что они ничего не пишут я готов покинуть организацию которая при вашем активном содействии превратилась из союза писателей в союз чиновников где циркуляры написанные в виде романов пьес и поэм выдаются за литературные образцы а о качестве их судят по должности занимаемой автором защитники отечества и патриоты не слишком ли дорого обходится отечеству ваш патриотизм ведь иные из вас за свои серые скучные сочинения получают столько сколько воспеваемые ваши хлеборобы не всегда могут заработать целым колхозом вы союз единомышленников один ограбил партийную кассу другой продал казенную дачу третий положил кооперативные деньги на личную сберкнижку за 12 лет своего пребывания в союзе я не помню чтобы хоть один такой был исключен но стоит сказать честное слово а иной раз просто промолчать когда все орут и тут же следует наказание по всем линиям набор книги над которой ты работал несколько лет раскидают пьесу запретят фильм по твоему сценарию положат на полку а за этим вполне прозаическое безденежье и вот ты год не получаешь ни копейки два не получаешь ни копейки залез в долги все что мог с себя продал и когда дойдет до самого края и если ты за эти два года слова неосторожного не сказал к тебе может быть снизойдут и подарит 200-300 рублей из литфонда чтобы потом всю жизнь попрекать мы ему помогали а он не надо мне помогать я не нищий у меня есть читатели и зрители не стоите между ними и мной и я в вашей помощи нуждаться не буду я не приду на ваше секретное заседание я готов полемизировать с вами на любом открытом собрании писателей а если хотите рабочих от имени которых вы на меня нападаете в отличие от большинства из вас я сам был рабочим 11 лет я начал свою трудовую жизнь пастухом колхозных телят мне приходилось пахать землю месить на стройке раствор стоять у станка на заводе 4 года я прослужил солдатом советской армии на открытом собрании я хотел бы посмотреть как вам удастся представить меня акулой империализма или агентом иностранных разведок ложь ваше оружие вы оболгали и помогли вытолкнуть из страны величайшего ее гражданина вы думаете что теперь вам скопом удастся занять его место ошибаетесь места в великой русской литературе распределяются пока что не вами и ни одному из вас не удастся пристроиться хотя бы в самом последнем ряду владимир войнович 19 февраля 1974 года москва приложение четвертое дорогая люся а вот тебе вкратце полная история того как рукопись попала ко мне и что было дальше по-моему это было в конце 74 года но дату можно проверить по другому событию а именно по времени выхода в свет солженицынского сборника из-под глыб не же понятно будет почему как-то в нашем дворе черняховского 4 ко мне подошел Семен Израилевич Липкин и начал издалека нет ли у вас возможности передать на запад одну рукопись эта рукопись не моя но очень интересная я перебил Гроссман он сказал да я знал что Липкин дружил с Гроссманом и по каким-то признакам догадывался что он мог быть хранителем жизни и судьбы я рукопись взял но что делать дальше надо было быстро и качественно перефотографировать но кто мог бы это сделать я позвал к себе Игоря Хохлушкина надеюсь что он человек надежный очень ошибся Хохлушкин пришел сделал несколько кадров и убежал сказав что у него пресс-конференция по поводу глыб коих он был одним из участников на другой день опять сделал несколько кадров и сказал что срочно едет за город вернется на следующей неделе и тогда я был в некотором ужасе я понимал что если ГБ пронюхает про рукопись они тут же за ней придут я Хохлушкину не мог не сказать что за рукопись а теперь боялся что он проболтается тем более что к роману он отнесся с явным пренебрежением я решил переснять текст сам своим зенитом и сделал это понимая что хорошего качества тут не будет после этого стал думать кто и где мог бы сделать дубль кто я так и не придумал а где я решил что из диссидентских домов надежнее вашего нет взял в поводыри Корнилова и пришел к вам после этого на запад попали две пленки одна моя другая ваша я стал ждать результата в пятом номере континента появились отдельные плохо выбранные отрывки и все я не понимал в чем дело потом до меня дошло что обе пленки попали к Максимову причем Горбаневская утверждала что на пленках разные тексты и плохо читаются но как я потом понял никто их прочесть особо и не старался Максимову роман не понравился Горбаневской тоже Максимов послал роман с кислой припиской Карлу Проферу но тот тоже интереса не проявил я ничего этого не знал и четыре года ждал появления романа но не дождался тогда в 1979 году я попросил Липкина дать мне рукопись снова нашел ленинградского сам издатчика Владимира Сандлера он сейчас живет в Нью-Йорке и тот на замечательной самодельной аппаратуре и наилучшим образом переснял текст после этого я позвал к себе свою знакомую австрийскую словистку Розмари Циглер В ее надежности у меня сомнений не было я объяснил ей в чем дело сказал что это выдающийся роман который надо не только передать на запад но и найти издателя в этот раз рукопись перевез на запад австрийский отташе по культуре Йохан Марте он передал ее Ефиму Эткинду и Симе Маркишу а те расшифровали пленку и напечатали книгу в издательстве Ляшдом вот и все приложение 5 в ЦК КПСС о намерении писателя В. Войновича создать в Москве отделение международного ПЕН-клуба в результате проведенных комитетом госбезопасности при Совете министров СССР специальных мероприятий получены материалы свидетельствующие о том что в последние годы международная писательская организация ПЕН-клуб систематически осуществляет тактику поддержки отдельных проявивших себя в антиобщественном плане литераторов проживающих в СССР В частности французским национальным ПЕН-центром были приняты в число членов Галич Максимов до их выезда из СССР Копелев Корнилов Войнович исключен из Союза писателей СССР литературный переводчик Козовой Как свидетельствуют оперативные материалы писатель Войнович автор опубликованных на Западе идейно-ущербных литературных произведений и разного рода политически вредных обращений в начале октября 1974 года обсуждал с Сахаровым идею создания в СССР отделения ПЕН-клуба Он намерен обратиться в международный ПЕН-клуб с запросом как и на каких условиях можно организовать отделение ПЕН-клуба в СССР с правом приема в него новых членов на месте В качестве возможных участников отделения обсуждались кандидатуры литераторов Чуковской Копелева Корнилова а также лиц осужденных в разное время за антисоветскую деятельность Даниэля Марченко Кузнецова Мороза Войнович считает также что принимать можно будет не обязательно диссидентов но и молодых писателей которые заслуживают этого таким образом Войнович намерен противопоставить отделение ПЕН-клуба Союзу писателей СССР Характерно что в плакате под названием писателей в тюрьме рассылаемом американским ПЕН-центром значится в числе прочих и фамилия Войновича о котором в провокационных целях сообщается что он заключен в психиатрическую лечебницу что не соответствует действительности В настоящее время Войнович встал на путь активной связи с Западом имеет своего адвоката гражданина США Шротера ранее выдворявшегося из СССР засионистскую деятельность Войнович поддерживает контакт с неким Шенфельдом одним из функционеров польского эмигрантского центра культура и с другими антисоветски настроенными представителями эмиграции Струве Максимов Некрасов Коржавин Мандель через которых стремится публиковать свои произведения на Западе а также постоянно встречается с аккредитованными в Москве и временно приезжающими в нашу страну иностранцами Парижское издательство Имко Пресс в феврале 1975 выпустила в свет на русском языке роман анекдот Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина в аннотации которому сообщается что это роман о простых русских людях накануне и в первые дни Второй мировой войны что автор передает трагедию русского народа обездоленного и обманутого своим великим отцом в кавычках роман издан в переводе в Швеции и будет издаваться ФРГ Кроме того Войнович вступил в члены так называемой русской секции международной амнистии организованной в Москве Турчиным и Твердохлебовым являющимися активными участниками антиобщественных акций В конце января 1975 года Войнович заявил ряду западных корреспондентов что он не имеет возможности печататься в СССР в связи с чем не может обеспечить свою семью с помощью литературного труда допустил ряд грубых выпадов против Союза писателей сказал что события происшедшей в творческой жизни в СССР обусловили его коллизию с официальной советской доктрины социалистического реализма Войнович подчеркнул что он не признает полномочия Всесоюзного агентства по авторским правам и сознательно публикует свои произведения на Западе с учетом того что Войнович скатился по существу на враждебные позиции готовит свои произведения только для публикации на Западе передает их по нелегальным каналам и допускает различные клеветнические заявления мы имеем ввиду вызвать Войновича в КГБ при Совете Министров СССР и провести с ним беседу предупредительного характера дальнейшие меры относительно Войновича будут приняты в зависимости от его реагирования на беседу в КГБ Председатель Комитета Госбезопасности Юрий Андропов Приложение Шестое Совершенно секретно Министру связи СССР товарищу Талызину Н.В. Уважаемый Николай Владимирович С глубочайшей тревогой Довожу до Вашего сведения что в возглавляемой Вами отрасли народного хозяйства скрывается враг разрядки международной напряженности захвативший ответственный пост начальника Московской городской телефонной сети Вот как мне удалось его обнаружить 20 сентября сего года Решив воспользоваться услугами предоставляемыми телефонной сетью своим абонентам я позвонил в город Бостон США своему личному другу поэту Науму Коржавину и провел с ним разговор содержание которого передаю приблизительно Алло сказал я поэту Коржавину Hello отозвался он Как живешь? Not bad А ты? И я ничего В столице нашей родины был день Светлый день десятой пятилетки Наши люди в порыве трудового энтузиазма возводили новые здания управляли различными механизмами варили сталь и давали стране угля В то же самое время в городе Бостоне была естественно ночь Под покровом темноты орудовали шайки гангстеров Пылали факелы кук-лук склана Дымилась марихуана Неудержимо падал курс доллара Потерявшие надежду безработные загодя выстраивались к бирже труда в такие длинные очереди какие у нас бывают только за коврами и колбасой очевидно подавленные этой гнетущей обстановкой а может просто с просонья поэт Коржавин на мои вопросы отвечал вяло и не в попад как Люба справлялся я о здоровье его жены Люба переспрашивал он с бестолковостью соответствовавшей его отсталому мировоззрению Люба спит а как Ира думаю вам приятно будет узнать что руководимая вами система работала превосходно слышимость была такая как будто сонный поэт Коржавин сидит не на противоположной стороне планеты а где-то совсем рядом наш разговор сам по себе не представлявший никакого интереса для постороннего уха так не казалось был тем не менее красноречивым подтверждением того что мы живем в эпоху разрядки международной напряженности когда сближаются континенты когда контакты и обмен информации пусть даже пустяковой между людьми стали не только доступны но и поощряются странами подписавшими соглашение в Хельсинки увы торжество разрядки длилось недолго утром следующего дня сняв телефонную трубку я с огорчением отметил что она молчит как рыба что-то сломалось сказал я себе и пошел к ближайшему автомату 151-28-53 очаровательным женским голосом переспросило бюро ремонта это ваш телефон мой выключен за хулиганство я растерялся и положил трубку но потом позвонил опять простите может быть я слышался за что выключен это ваш телефон снова спросили меня нет не мой ответил я на этот раз выключен за неуплату вопреки репутации хулигана я старался быть вежливым только что вы назвали другую причину пожалуйста подумайте ответьте поточнее за что выключен мой телефон кажется она была смущена а может и нет ваш телефон выключен по распоряжению сверху с какого примерно верху а то вы не знаете я не знаю странно она мне явно не верила тогда позвоните по телефону такому-то там вам скажут я позвонил по телефону такому-то а потом еще по какому-то а потом еще 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 лица с которыми я говорил отказывались называть мне свои должности и фамилии отвечали загадками и намеками на то что я сам все хорошо понимаю хотя я не понимаю и вообще у меня было такое ощущение что я звоню не на телефонный узел а в какую-то подпольную организацию с невероятным трудом мне удалось все-таки выяснить что телефон мой отключен по распоряжению начальника московской городской телефонной сети Виктора Фаддеевича Васильева но за что вот сижу я любезнейший Николай Владимирович в своей отрезанной от всего мира квартире и задаюсь этим самым вопросом за что ну насчет неуплаты это конечно ложь услуги оказываемые мне органами связи я оплачиваю всегда самым аккуратнейшим образом мой портрет как одного из самых примерных плательщиков вы могли бы смело повесить в своем кабинете или даже на улице перед зданием вашего министерства хулиганство но почему тогда меру наказания определяет не суд а телефонный начальник и что будет если его примеру последует начальник электричества лифта газа водопровода канализации это же куром насмех это же может просочиться в газеты это может стать достоянием падких на сенсации западных голосов и армянского радио и в чем выразилось мое хулиганство поэту коржавину я ничего хулиганского не сказал вы можете позвонить ему и проверить если конечно не боитесь что и ваш телефон после этого замолчит впрочем я думаю у вас есть несколько телефонов и если даже один из них окажется отключенным вы сможете временно пользоваться другим может быть хулиганством считается сам факт разговора с другой страной для чего же тогда предоставляются абонентам подоганские услуги ответ сами знаете также не кажется мне удовлетворительным я не знаю Николай Владимирович даже при свойственной мне самокритичности я не могу смотреть в своих действиях ничего хулиганского а вот то что ваш подчиненный Васильев подслушивает чужие разговоры лжет сам заставляет лгать других и лишает людей возможности общаться между собою это и есть самое настоящее хулиганство ну можно подобрать и другие определения беззаконие произвол самодурства не знаю что вам больше по вкусу дело однако не в определениях дело в том что существуют может быть вы слышали так называемые права человека согласно которым человек имеет право не только как поется в песне на учение отдых и на труд но также и на другие мелочи в частности на такие как свободно выражать чего кому вздумается обмениваться информацией идеями и вступать друг с другом в контакты я с вами или с поэтом коржавиным или вы с поэтом коржавиным или еще с кем вам захочется не спрашивая на то разрешение подчиненного вам Васильева и и в цивилизованном мире настолько неотъемлемыми, что соблюдение их является одним из важнейших условий международной разрядки. Они упомянуты в различных международных соглашениях и торжественно провозглашены в тех самых хельсинских, подпись под которыми от имени советского государства поставил лично Леонид Ильич Брежнев. Поэтому, отключая мой телефон, Васильев не только себя позорит как хулиган, но пытается посеять сомнения в искренности усилий Советского Союза по развитию процесса разрядки и ставит в неловкое положение лично товарища Брежнева. Не мне вам говорить, Николай Владимирович, что врагов разрядки во всем мире еще немало. Хорошего же они помощничка нашли себе в нашей стране. Ведь никому из них, даже пресловутому Джорджу Мини, не удалось еще выключить ни одного телефона. А Васильеву удалось. Джордж Мини, в то время лидер американских профсоюзов, которого советская пропаганда представляла как отъявленного реакционера и врага разрядки. Слышал я, что делает он это не впервые, что телефонный террор под его руководством достиг небывалых масштабов. Не знаю, как вам, Николай Владимирович, а мне положение кажется угрожающим. Захватив телефонную сеть, враги разрядки могут пойти и дальше. А если они возьмут в свои руки еще и почту, телеграф, радио и телевидение, то тогда... Вы сами знаете, что бывает в подобных случаях. Чтобы уберечь нашу страну от столь неприятных последствий, я прошу вас безотлагательно отстранить Васильева от занимаемой им должности, а новому начальнику МГТС приказать включить мой телефон. Примите мое уверение в совершеннейшем к вам почтении. Владимир Войнович, 10 октября 1976 года, Москва. Приложение 7. Школьникам, членам клуба Бригантина. Ребята, я получил ваше письмо, адресованное гражданину Войновичу, и написанное таким тоном, как будто вы уже со школьной скамьи готовитесь в тюремные надзиратели. Я бы вообще не стал на него отвечать, будь оно написано людьми взрослыми. Но вы дети. Вам еще многое предстоит узнать и понять. И именно поэтому я отвечаю. Ни из какого сборника Союза писателей вы о моей антисоветской деятельности узнать не могли, потому что такого сборника не существует в природе. И ваш директор очень плохой педагог, если заставляет детей ставить подписи под заведомой ложью. Вы поступите справедливо, если перестанете за это его уважать. Узнать о моей деятельности, которую вы по подсказке директора называете антисоветской, вы могли только из упомянутых вами передач зарубежных радиостанций или других источников, известных директору. Я действительно исключен из Союза писателей за деятельность, которую правильнее назвать литературной и общественной. То есть за то, что стараюсь писать по способностям, а жить по совести. Я исключен в частности за то, что много раз выступал в защиту несправедливо преследуемых людей, и вам советую это делать, когда подрастете или даже уже и сейчас. И не по подсказке директора, а по своему собственному разумению. Я исключен из Союза писателей за то, что в числе других людей своими слабыми силами пытался не допустить возрождения в нашей стране порядков, характерных для времени скромно называемого ныне периодом культа личности. Когда вы подрастете и узнаете о том времени больше, чем знаете сейчас, у самых совестливых из вас волосы встанут дыбом. Вы узнаете, что миллионы людей, в том числе, может быть, ваши бабушки и дедушки, погибли, обвиненные в антисоветской деятельности. Вы узнаете также, что такие писатели, как Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Булгаков, Платонов, Зощенко, Пастернак, были либо замучены в лагерях, либо затравлены иными способами. Что взрослые дяди и тети по глупости или по злобе писали им письма, подобные вашему. Вы узнаете, что теперь эти писатели, и, увы, только они, являются гордостью нашей литературы. К сожалению, преследования писателей не ограничились тем давним периодом. Если уж вы слушаете зарубежное радио, куда смотрит ваш директор, то вы и сами сможете составить список писателей, а заодно и музыкантов, танцовщиков, художников, шахматистов и прочих, которые представляют нашу сегодняшнюю литературу с гораздо большим основанием, чем почетные члены вашего клуба. Именно эти писатели, изгнанные из страны или подвергающиеся преследованиям на родине, являются лучшими из ныне живущих и рано или поздно будут признаны благодарными потомками. Впрочем, зачем потомками? Уже сейчас их книгами, переходящими из рук в руки, зачитываются тысячи людей в нашей стране и миллионы за рубежом. Недавно кто-то из вас писал мне, мы любим вас таким, какой вы есть, а теперь пишите, мы также возмущены вашим творчеством, беря последнее слово в кавычки. Так каким же вы меня любили? И чего стоила ваша любовь, теперь я оставлю кавычки. Если она кончилась, едва вы узнали о моем исключении из союза писателей. Видимо, это ваша любовь. Была просто казенным мероприятием. Мои книги от того, что я исключен из союза писателей, хуже не стали. Они переведены более чем на 20 языков. О них написаны тысячи хвалебных статей в мировой прессе, включая коммунистическую. Я вам с гордостью скажу, что тысячи читателей в нашей стране не отреклись от меня, они берегут мои книги, перечитывают, а иногда и переписывают от руки. Эти читатели мне дороги, а такие, как вы, извините, нет. Да и вообще, настоящий читатель не тот, кто пишет членам союза писателей всем без разбору поздравления к праздникам и ставит галочку в отчете, а тот, кто читает книги, деля их на интересные и неинтересные. Тот, кто зачитывается интересными книгами, плачет над ними или смеется, набираясь ума, доброты и сочувствия к людям. Мои книги сейчас не печатаются в СССР, но виноват в этом не я. Владимир Ильич Ленин, может быть, он является для вас авторитетом, по словам Бонч Бруевича, мечтал, что наступит время, когда мы, наконец, воссоединим литературу, которая создавалась по ту и другую сторону границ самодержавной России, когда мы, наконец, будем в состоянии изучать ее всю целиком и полностью и обратим самое серьезное внимание на то, что многие авторы должны были волей-неволей печататься за границей. Надеюсь, что когда-нибудь мечта Ленина все-таки сбудется, и в числе многих книг, пока что вам недоступных, дойдут до вас и мои. И некоторым из вас станет стыдно за то, что вы подписали письмо, сочиненное вашим директором. В. Войнович. 2 ноября 1977 года. Москва. Приложение 8. Письмо Рязанову. Многоуважаемый Эльдар Александрович, я очень рад тому, что у вас возникла идея поставить фильм по моему роману «Жизнь и необычайные приключения» солдата Ивана Чонкина. Я буду рад безмерно, если эта идея осуществится практически. Это само по себе говорит о моем стремлении, как вы выражаетесь, к примирению с Родиной. Пусть будет так. Но при этом все же замечу, что Родина мне всегда была дорога, и к разрыву с ней я никогда не стремился. По крайней мере, семь лет после моего исключения из Союза писателей СССР я из последних сил противился могущественным силам, выталкивавшим меня за границу. В 1980 году представитель этих сил объявил мне, что если я не покину СССР в самое ближайшее время, будет сделано все, чтобы моя жизнь стала невыносимой. Но она уже и так была невыносима. Не знаю, насколько вам известны условия моего тогдашнего существования, поэтому вкратце напомню, к моменту моего отъезда все мои книги, сценарии, пьесы и даже песни были полностью запрещены. Я, отец троих детей, был лишен какой бы то ни было легальной возможности заработать на кусок хлеба. Милиция постоянно угрожала мне обвинением в тунеядстве. Моя почта была почти полностью блокирована, телефон выключен, и я передвигался по Москве всегда в сопровождении большой свиты, которая не упускала меня ни на миг из виду. Иногда члены этой свиты проявляли разного рода активность, напоминая мне о зыбкости моего существования. Конечно, я ко всему этому тогда более или менее привык. Но надо признаться, что осуществлять мои литературные планы, а у меня никаких других не было и нет, в обстановке постоянного напряжения мне было трудно, а мне было обещано и вполне серьезно, что станет еще труднее. Я выехал в ФРГ в декабре 1980 года, а в июле 1981 года указом Брежнева был лишен советского гражданства за действия несовместимые. Эти действия выражались в том, что ситуацию в СССР я оценивал как застойную и выражал надежду на приход нового поколения руководителей, которые приступят к серьезным реформам. У меня есть целый сборник статей, написанных в то время, которые подтверждают, что мои предсказания я не придумал задним числом. Извините за все эти подробности, но я предполагаю, что вы захотите ознакомить с моим письмом еще кого-то, кто, может быть, имеет превратное представление о том, как я покинул родину, что этому предшествовало и что за этим последовало. Сейчас уже всем известно, что ситуация, в которой многие писатели, художники, музыканты, актеры и режиссеры вынуждались или к долгому молчанию или к эмиграции, была создана людьми, ввергнувшими страну в состояние застоя. Я лично этих людей с родиной никогда не отождествлял и всегда верил, что, вопреки их усилиям, мой скромный труд рано или поздно будет признан на родине. По-моему, сейчас для такого признания самое подходящее время. К происходящему сегодня процессу оздоровления советского общества я отношусь положительно и не вижу причин, почему я должен стоять от него в стороне. Я думаю, что возвращение советскому читателю книг моих и книг других отторгнутых писателей могло бы способствовать закреплению и развитию этого процесса. Теперь конкретно о деле. Мне настолько хочется, чтобы оно осуществило, что я вообще не ставил бы никаких условий, но есть одна, впрочем, вполне преодолимая заковыка. Дело в том, что мои права на Чонкина временно ограничены. Одна английская фирма купила у меня так называемое «право-опшн». Если вы не знаете, что это значит, попробую объяснить. Это значит, что фирма покупает права на книгу на определенный срок. В данном случае этот срок истекает 18 ноября сего года. В течение этого срока фирма изыскивает возможности постановки фильма. Выпрашивает у кого-то деньги. Сама она не настолько богата и ищет режиссера. Иногда сначала собирает деньги, а потом находит режиссера. Иногда находит режиссера, а уж под него собирает деньги. В данном случае режиссер довольно известный. Уже есть. Идут переговоры о совместном англо-немецком телевизионном фильме. Причем сейчас уже фирма торопится, потому что срок контракта поджимает. Получив ваше письмо, я немедленно с этой фирмой связался и сказал о вас. Они очень загорелись и готовы немедленно лететь в Москву для переговоров о совместной постановке. По-моему, это было бы здорово. Под режиссера Рязанова и под такого сопродюсера, как Советский Союз, они немедленно собрали бы деньги и, возможно, довольно большие. При этом фильм полностью делается в СССР. Но для него выделяется западная пленка и западная аппаратура, а потом и западная реклама для распространения здесь. Я очень прошу вас и тех, от кого зависит решение вопроса, подумать об этой возможности. Как только разговор дойдет до делового уровня, я сообщу название, адрес, номера телефонов и телексы фирмы. Мой роман о солдате Чонкине книга глубоко русская. И я хочу, чтобы фильм по ней был снят в России, чтобы герои оригинала говорили по-русски. Если соответствующее решение не будет принято в сравнительно короткое время здесь, вы знаете, у моря погоды дожидаться не будут. И тогда Чонкину придется, возможно, под развесистой западной клюквой изъясняться по-английски или по-немецки. Но нам, как говорится, не привыкать. Желаю вам всего хорошего и жду ответа. Дружеский ваш Владимир Войнович. 18 января 1988 года. Приложение 9. Переписка с Залыгиным. Многоуважаемый Сергей Павлович, прочтя в газетах о вашем выступлении перед студентами университета в Париже, где вы, как будто среди прочего, сказали, что готовы опубликовать рукопись русских эмигрантских писателей, я решил, не откладывая дело в долгий ящик, предложить новому миру мой рассказ путем взаимной переписки. Рассказ был написан для нового мира почти 20 лет тому назад. Подготовлен к публикации. Набран. У меня до сих пор сохранилась пожелтевшая копия. И автор даже ухитрился получить 60% аванса. По причинам, которые вам хорошо известны публикации, это не состоялось. Но почему бы ей не состояться сегодня? Как вы видите, рассказ уже был опубликован, но в издании, недоступным советскому читателю. Если этот конкретный рассказ по той или иной причине покажется вам неприемлемым, могу предложить что-то другое, старое или новое. Напомню, что в свое время я начал работать над моим романом «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» по договору с Новым миром. Наблюдая за впечатляющими переменами в Советском Союзе, я начинаю серьезно надеяться, что к нашему читателю скоро вернутся книги не только давно умерших писателей, но и живущих сегодня, в том числе и мои. С глубоким уважением, подпись. 7 марта 1987 года. Отправляя сие, я мало на что надеялся, но вдруг, о чудо, приходит письмо с обратным адресом Москва, Новый мир. Можете себе представить, как торопливо автор разрывал конверт и с какой жадностью впился в текст на официальном бланке. Конечно, я в первую очередь надеялся, что ответ будет положительным, но если нет, то, может быть, мне ответит не Залыгин, а кто-то из двух друзей, скорее всего, Игорь. Когда-то мой рассказ ему нравился. Может быть, он напишет, что пока еще не время? И подружески посоветует подождать? Но письмо было от Залыгина. Уважаемый Владимир Николаевич, мне кажется, у вас сложилось такое впечатление, будто Новый мир публикует нынче все то, что когда-то и где-то по каким-то причинам было отклонено и не напечатано. Это далеко не так. Есть в Советском Союзе текущий литературный процесс. Вот что для нас самое главное. Его-то мы должны отражать. Ради него и существует журнал. Здесь наши главные заботы. И этих главных у нас в стране нынче более чем достаточно. На их решение направлены все наши силы, которыми мы надеемся обойтись. Далее. Мы — орган печати, а не перепечатки материалов, так или иначе уже вышедших в свет. Исключение мы можем сделать лишь для нескольких наиболее высокохудожественных произведений, которых так немного. И меня очень удивило, что десятки авторов, предлагая свои произведения нам, считают их именно такими. Не правда ли странно? Но даже и эти очень немногие произведения мы публикуем, будем публиковать, имея к тому свои редакционные соображения, когда они либо являются переводными, либо мы обладаем текстом, которым не обладают другие издатели и прочие в том же плане. И, наконец, об этом я говорил на той встрече, на которую вы ссылаетесь, что по нашему законодательству договора и другие соглашения с зарубежными авторами заключаются издателями только через ВААП. С уважением. Главный редактор журнала «Новый мир» С. Залыгин. 24 марта 1980. Ростропович рассказывал, что он плакал, когда какой-то наглец из Госфилармонии сказал, что ему не дают концертов не потому, что он что-то не так сделал или не то ляпнул, а потому, что он плохо играет на виолончели. Я был тренированный, я не заплакал. А решил отвесить ответную оплеуху. Уважаемый Сергей Павлович, правду сказать я давно уже отвык от причудливых вывертов советского языка, овладев которыми человек приобретает способность думать одно, подразумевать другое, делать третье, а четвертое, главное — опускать. На ваше письмо, вежливое по форме и хамское по содержанию, отвечаю по пунктам. Первое. Нет, у меня не сложилось впечатление, что «Новый мир» печатает все, что было когда-то отклонено. Я напротив правдивости слов, сказанных вами в Париже, весьма усомнился, но как человек добросовестно решил проверить, прав я или не прав. Второе. Да, я думаю, что пишу достаточно для вашего журнала художественной, даже с избытком. Такие утверждения трудно доказывать, но в данном случае в этом нет нужды. Если мои первые литературные опыты признавались высокохудожественными редколлегией «Нового мира» во главе с самим Твардовским в период расцвета журнала, то почему бы моим более поздним и, вероятно, более умелым работам не считаться такими же в дни, когда вы только пытаетесь, вряд ли сумеете, оживить разложившийся труп. Третье. Вообще-то говоря, вы свою задачу сформулировали не точно. Точнее было бы так. Отклоненные ранние произведения принимаются к печати в случае, если сами они являются высокохудожественными, а их авторы давно мертвыми. Так показывает практика. Оптимальный срок мертвости колеблется в пределах от 25 до 65 лет. Четвертое. Что же касается ваших замечаний по поводу моей иностранности, ваших главных забот и надежды обойтись собственными силами, тут я вижу стремление, распространенное шире, чем можно было ожидать, одновременно с выборочным возвращением отечественному читателю давно умерших писателей, закрепить навечно результаты разбоя, учиненного в литературе союз с писательской шайкой в последние два десятилетия. Насколько мне помнится, вы, несмотря на вашу эксплуатируемую ныне беспартийность, в этом разбое тоже приняли посильное участие, не правда ли? Я смутно помнил, что мой адресат участвовал в проработке метропольцев, Аксенова и других, но не знал, что у него в подобных делах большой опыт, что он вместе с другими улюлюкал вслед выстанному Солженицыну, а еще раньше Пастернака называл тараканом и сравнивал с тифозной вожью, боясь при этом, что вож обидится. Пятое. Теперь самое главное. Посылая вам свой рассказ, я не надеялся, что вы его напечатаете, хотя считал бы такую публикацию небольшим, но важным шагом на пути исправления в литературе, как мягко говорится, ошибок прошлого. Я надеялся противостоять клевете, которая как распространялась, так и распространяется против людей, сходной со мной судьбы. Разъезжающие ныне по западным странам наши, или, если хотите, ваши, литературные эмиссары с простецкими лицами провозглашают расцвет гласности и дурачи местную публику, плетут небылицы о том, что в Советском Союзе уже нет никакой цензуры, нет никаких запрещенных книг и имен, что писателям-эмигрантам доступ на страницы советских изданий не заказан, да только они сами не проявляют никакого желания. А нежелание продиктовано ясно чем? Ненавистью к своей стране и к своему народу. Газета «Московские новости» и вовсе разразилась попреками, что вот, мол, они, эмигранты, боролись за гласность, даже дошло до такого признания, а теперь, когда гласность наступила, не спешат обратно, не хотят нам помочь, клевещут и, наверное, будут злорадно потирать руки, если наша перестройка провалится. Увы, так было. Владимир Войнович, 2009. «Не буду отвечать за всех эмигрантов. Они люди разные и в одной партии не состоят. Но я лично руки потирать не буду. Потирать руки будут ваши коллеги вроде Михалкова, Бондарева и прочей швали. Им ничего не жалко, кроме той кормушки, в которую они с ушами залезли. А теперь в страхе, что их от кормушки оттащат до того озверели, что даже угрожают перестройщикам Сталинградом, интересно, почему не Освенцимом. Я же на происходящее смотрю с надеждой, но без особого обольщения, потому что истинной гласности не может быть без правды. А у нас, у вас, правдой все еще заведуют или патентованные лжецы Чаковский, Грибачев и другие, или люди, которые, если разрешит начальство, и сказали бы правду, да уже не знают, в чем она заключается. Подпись, 10 апреля 1987 года. Я думал, что на этом и конец, но далекий мой оппонент решил обогатить свое эпистолярное наследие следующим перлом. Уважаемый Владимир Николаевич, мое письмо вежливое, не в пример вашему. Из работ, которые в прошлом были отвергнуты, мы сейчас печатаем, будем печатать Платонова, Набокова, Булгакова, Пастернака. Если вы не в этом ряду, вы говорите, что это хамство. Не смешно ли? У нас нет недостатка в претендентах всех мастей. Если вас не печатают здесь, значит, вы не верите в нашу перестройку. Значит, вы думаете, она блеф? А если вас напечатают, тогда вы поверите? Снова смешно. И ничего важного не случится, пока вы не поверите. Давайте не будем спорить и учить один другого. Давайте останемся каждый при своем мнении. Как славно. Сергей Залыгин. 5 мая 1987 года. Пришлось и мне о своем эпистолярном наследии позаботиться. Не кажется ли вам, досточтимый, Сергей Павлович, что переписка наша приняла комические очертания? Вам нечего ответить. А вы отвечаете. Вы приводите мне список мертвых писателей, намеченных вами к реабилитации, хотя в обоих своих письмах и первом, и втором. Я выражал совершенно отчетливое желание быть зачисленным в список живых. Ибо главное, хотя и временное, мое отличие от перечисленных вами гигантов заключается прежде всего в том, что я еще жив. Это же отличие объединяет меня с теми, кого выкинули из страны, пытались и пытаются до сих пор, несмотря на перестройку, выкинуть, вымороть из литературы. А это вот как раз и не получается. Оттого и злоба. И ваша злоба, вероятно, на том же замешана. В том, что реабилитируются мертвые, ничего нового нет. Этот процесс происходил в период хрущевской оттепели и в эпоху Брежневского застоя. А вот до живых ни разу еще не добрались. Ни тогда, ни сейчас. Посылая вам свой рассказ, я не чести добивался публиковаться в новом мире. Мне, откровенно говоря, сейчас уже все равно, что новый мир, что октябрь, что молодой колхозник. Я пытался помочь предполагаемым перестройщикам, к числу которых ошибочно отнес и вас, сделать принципиальный шаг на пути к отказу от преступной традиции насилия, над живой литературой и теми, кто ее создает. Я перестройку блефом не называл. Это ваши слова. Сами под ними и подпишитесь. Но если список запрещенных писателей не будет ликвидирован вовсе, если в нем останется хотя бы одно имя, мое или чье-то, неважно, то она перестройка, конечно же, не удастся. Засим позвольте нижайше откланяться. Подпись 7 мая 1987 года. Постскриптум. Некоторые люди из вашего окружения считают, как я слышал, что сторонним наблюдателям вроде меня в происходящей в Советском Союзе процесс лучше не вмешиваться. Нам предлагается молча стоять в стороне, лишь сочувственно вздыхая или аплодируя перестройщикам. Почему бы это? Страна, с которой я разлучен, принадлежит мне, как и любому, кто в ней родился. Лишение меня гражданства я не признавал и не признаю. И мне не все равно, что происходит на моей родине. За гласность и демократизацию я боролся открыто в самом Советском Союзе, когда перестройщики вроде вас скромно помалкивали. Я и сейчас выступаю и буду выступать за гласность и демократизацию, и против искажения этих понятий, и ничьего разрешения и спрашивать не собираюсь. Приложение 10. Статья Эльдара Лизанова в огоньке. Великодушие. Деятели нашего искусства, многие из которых оказались на Западе не по своей воле, должны быть приобщены к нашей жизни. Ведь не все из них, подобно Иосифу Бродскому, смогут стать лауреатами Нобелевской премии и благодаря этому хоть частично вернуться на родину. Может быть, пора проявить добрую волю и благородство по отношению к тем, кто хочет сегодня возвратить себе советское гражданство. Эти таланты еще смогут пригодиться отчизне. И надо понимать, что нелюбовь к родине и нелюбовь к конкретным руководителям страны — это отнюдь не синонимы. Вожди меняются, а народ-страна, как известно, остаются. Вспоминаю популярную некогда песню наших космонавтов. На пыльных тропинках, далеких планет останутся наши следы. Стихи песни написаны гражданином ФРГ Владимиром Войновичем. Я в это время был лицом без гражданства. После изгнания автора из нашей страны, он написал ее, будучи гражданином СССР, песня эта звучала некоторое время без слов, а потом и вообще перестала исполняться. Я уже много лет мечтаю поставить фильм по книге Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Роман этот был сочинен Войновичем у нас, в России, но напечатать его в те годы оказалось невозможным. Роман опубликовали на Западе. Мне кажется, Владимир Войнович создал прекрасную книгу, которая, несмотря на изгнание, останется в истории нашей литературы, станет гордостью нашей словесности. Ценность книги в народности в создании двух сочных национальных русских характеров солдата Ивана и почтальонши Нюрки. Именно такие, как Чонкин, честные, добрые, отважные, выиграли Великую Отечественную войну. Так что положительное начало, столь редкое, в сатирическом жанре, представлено в романе ярко и выпукло. В книге, конечно, немало едких язвительных страниц, которые сатирически разоблачают перерожденцев, руководителей района, псевдо-селекционера Лысенковца. Действие книги происходит в 1941 году, до войны и в ее начале. Бериевских, выкормышей, отчего произвола трепещет все население вокруг, ведь могут казнить, а могут помиловать. Автор высмеивает выдвиженщин, всплески начальственного антисемитизма, бесхозяйственность и другие неприглядные явления сталинской эпохи. Один из руководителей кинематографа, прочитав книгу, сказал мне, Эльдар Александрович, мне сейчас приносят куда более острые сценарии, чем эта книга. И действительно, мы сейчас у себя в стране, не стесняясь говорим и пишем об очень печальных и страшных страницах нашей истории, кричим более откровенно о прежних и сегодняшних бедах, нежели это изображено в романе Войновича. Но не за остроту содержания я люблю Чонкина, хотя в книге полно перца и по нынешним меркам, а за то, как она написана, за ее художественность, за народный превосходный юмор, за национальную самобытность. Однако поставить фильм по этому роману мне никак не удается. Заковыка заключается в том, что книга издана не у нас, а на Западе. Хотя я не понимаю, почему ее нельзя сейчас напечатать у нас. А главное то, что автор лишен советского гражданства и живет в ФРГ. Конечно, я не политик. И, может, чего-нибудь не понимаю, может, надо набраться терпения и подождать. Но я, признаюсь, не могу ждать. Нет у меня лишнего времени. Мне уже перевалило за шестьдесят. Я не имею права тратить годы на ожидания. Я написал не так давно горькое стихотворение, которое кончается строчкой. Как раз на жизнь свобода опоздала. Но в данном случае свобода не опоздала, а еще не пришла. А ведь фильм, над которым я начну сейчас трудиться, сможет выйти на экран только через три года. Тут учитывается и написание сценария, и производство, и печать тиража. Неужели и тогда, через три года, будет все еще преждевременно? Неужели мы в глубине души не верим в перестройку и думаем, что это игра, которая скоро кончится? Я написал Войновичу личное письмо, где рассказал о своем намерении. Автор откликнулся благодарным, очень теплым посланием. Дальше длинная цитата из моего письма. Войнович. «У кого и когда появилась мысль использовать гражданство нашей Родины, как жупил против инакомыслия, как разменную монету? Гражданством нельзя награждать, а лишением его наказывать. В этом есть что-то недостойное нашего великого государства. Мне, думается, пришло время, и надо способствовать возвращению советского гражданства тем, кто был неоправданно лишен его по произволу беззаконно, из-за чиновничьего самодурства, из великодержавной спеси и чванства, понимая, что не все смогут или захотят вернуться в СССР. Ибо по-разному сложились судьбы изгнанников, но это уже их дело. То, что было отнято и отнято несправедливо прошлым правительством, должно быть возвращено нынешним. Причем, как мне кажется, это надо сделать без всяких условий, без требований покаяния и самобичевания. Великая страна должна быть великодушной. Эльдар Рязанов Приложение 11. Открытое письмо редакторам журналов «Юность» Дементьеву и «Огонек» Коротичу. Сбежавший в ФРГ бывший советский журналист, а теперь сотрудник западно-германского издательства «Ардис», господин Войнович, сочинил клеветническое кощунственное измышление под названием «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». А наши советские журналы «Юность» и «Огонек» с любезного разрешения западно-германского издательства «Ардис» опубликовали его. Сам факт такого расстилающегося пресмыкания советских журналистов перед иностранным журналом уже вызывает возмущение. Что же привлекло наших редакторов? Над чем смеется господин Войнович, что им взято под осмеяние и глумление? Прежде всего, это первый день Великой Отечественной войны. Это кадровые командиры, политработники, бойцы, рабочие крестьянской Красной Армии. Это колхозники и колхозницы периода мая-июня 1941 года. Мы, ветераны войны, герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы, члены клуба «Золотая звезда» при Доме офицеров О-2, начавшие службу в РККА еще в довоенное время, выражаем свое глубокое возмущение публикации этого кощунственного, клеветнического измышления и свидетельствуем. Первый день Великой Отечественной войны остался в нашей памяти и в памяти всего советского народа, как самый трагический день нашей 70-летней истории, как начало самой кровопролитной войны за всю историю человечества. В этот день бомбили наши города, в этот день вступили в бой передовые наши части. В этот день появились первые тысячи жертв, первые тысячи раненых и скалеченных. У всех нас свидетели того времени. В памяти рыданий и плач по всей стране матерей, жен, сестер, невест, детей, провожавших на войну своих сынов, мужей, братьев, отцов, женихов. У всех у нас в памяти громадные очереди добровольцев в военкоматах. И этот день всенародной скорби взят западно-германским господинчиком под осмеяние, под сочинение анекдота, где предел цинизму и издевательству. Неужели нашим редакторам непонятно это? Клеветнически описано и осмеяно Красной армией периода 1941 года. В самом неприглядном свете выставлено поколение бойцов-командиров и политработников 1941 года. Тех самых бойцов, которые приняли на себя первый, самый страшный удар, самый мощный в истории войны армии. Тех самых бойцов, которые прошли всю войну и от которых к концу войны осталось в живых только 3%. Это те самые командиры и политработники, которые первыми поднимались в атаку и первыми гибли. Те самые командиры и политработники, которые стояли насмерть у стен Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Одессы, Севастополя и других городов. Это они остановили мутный коричневый поток фашистской чумы, грозивший захлестнуть весь мир. Это они освободили Европу и разбили в дребезги многомиллионный вермахт. Можно ли смеяться над павшими героями, над защитниками родины? Мертвые сраму не имут. Советские граждане Коротич и Дементьев, неужели вы не отдаете себе отчета в этом кощунстве? Вот уж действительно подтверждение туркменской пословицы «Если друг плачет, то враг хохочет». Примитивизм, мышление и поступков, животные чувства, плоская похабщина, умственная отсталость — вот что приписал деревенским женщинам и всем жителям деревни Красная писатель из ФРГ. Все это пронизано злобой ко всему советскому, ко всему русскому в духе геббельсовских русише-швайне. Издевательство, брезгливость элитарного господина к черной кости свидетельствуют об отсутствии у автора элементарной порядочности. Ну а вы, граждане-редакторы, где ваша гражданственность, где ваша гордость? Вы в трех миллионах экземпляров распространили злобную клевету на Красную Армию. Вы оскорбили память народа, память павших героев. Мы, оставшиеся в живых, требуем прекратить глумление над самым святым народной памяти, павшими ее защитниками, и требуем дать нам слово опровержения кощунственной и злобной клеветы на страницах тех журналов, которые ее опубликовали. Это будет только справедливо. От имени собрания клуба «Золотая звезда», объединяющего 72 героев Советского Союза и 16 полных кавалеров Ордена Славы, настоящее опровержение подписали. Председатель Совета Клуба «Золотая звезда», герой Советского Союза полковник Завертяев, члены Совета Клуба, дважды герой Советского Союза генерал-лейтенант Олексенко, герой Советского Союза генерал-майор Гнедо, герой Советского Союза генерал-майор Шадрин, полный кавалер Ордена Славы старшина Бужак, секретарь клуба «Золотая звезда» подполковник Каргопольцев. Наш адрес 270-044, город Одесса, улица Пироговская, дом 7, дробь 9, дом офицеров О-2, клуб «Золотая звезда», секретарю Каргопольцеву Георгию Васильевичу. 25 февраля 1989 года. А это мой ответ авторам. Ваше превосходительство, господа герои и кавалеры. Откровенно говоря, прочитав ваше письмо, я в его подлинность не сразу поверил, подумал, розыгрыш. Письмо-то из Одессы. Одессы все знают. Город Шутников. Там юморина проводится. Там Ильф и Петров развивались. Там сам Жванецкий живет. Не Жванецкий ли? И написал. Потом думаю, нет, это не Жванецкий, а Чехов. Потому что написанное вами больно уж смахивает на Чеховское письмо ученому соседу, автор которого войско Донского отставной урядник и дворянин Василий Семибулатов критиковал своего адресата за предположение, будто человек произошел от обезьянских племен. Отставной урядник с такой теорией не был согласен, но при этом скромно оговаривался. Извините меня, наука, за то, что вмешиваюсь в ваши ученые дела и толкую по-своему, по-старчески, и навязываю вам свои дикообразные и какие-то олиповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорее помещаются в животе, чем в голове. В письме же кощунство мысли и идеи высказываются столь олиповатые, что они даже и в животе не помещаются, вылезают наружу. Причем изложено все таким дикообразным языком, как будто писали письмо какие-то неучи, а не советские генералы, из которых, по крайней мере, двое, Гнедо и Олексенко, об остальных не знаю, окончили по две академии. А по стилю письма кажется, что писали его, может быть, вояки времен Гражданской войны, которые не только что академии, а и полного курса церковно-приходской школы не одолели. Вот взять хотя бы первый абзац. «Сбежавший, пишете вы, ФРГ, бывший советский журналист, а теперь сотрудник западно-германского издательства «Ардис», господин Войнович, сочинил клеветническое и кощунственное измышление под названием «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». А наши советские журналы «Юность» и «Огонек» с любезного разрешения западно-германского издательства «Ардис» опубликовали его. Сам факт такого расстилающегося пресмыкания советских журналистов перед иностранным журналом уже вызывает возмущение. Здорово! Словам тесно, а мыслям просторно. Нет, в самом деле, давайте разберем. Повторю еще раз. «Сбежавший, ФРГ, бывший советский журналист». А теперь сотрудник западно-германского издательства «Ардис». Обрываю цитату, потому что не могу сдержаться. Всего полторы строки, а сколько фантазий! И насколько изображенная картина богаче убогой реальности. Потому что в реальности я, во-первых, никуда не бежал. Во-вторых, журналистом никогда не был. В-третьих, издательство «Ардис» не западно-германское, а американское. В-четвертых, слово западно-германское пишется не через черточку, а слитно. В-пятых, я вообще не являюсь сотрудником какого бы то ни было издательства. Вы скажете, ну, подумаешь, немного ошиблись. Для вас, может, и немного. А для меня много. Ваше превосходительство. Для меня это так, как было бы для вас, если бы я о вас написал, например, что группа сотрудников Мордовской газеты «Правда Белоруссии», приобретя свои награды на барахолке, окопалась в клубе имени Золотого Теленка при Одесском Кичмане. «Между прочим, господа генералы, я в ФРГ уехал легально, а затем нелегально, то есть незаконно. Был лишен советского гражданства, указом вашего любимого писателя, выдающегося соратника, маршала Советского Союза и четырежды героя, интересно узнать, не был ли он почетным членом вашего клуба. Однако возвращаюсь к вашему тексту. Процитированный мною первый абзац вашего письма заканчивается замечательным перлом. Повторяю, сам факт расстилающегося пресмыкания советских журналистов перед иностранным журналом. Прекрасно! Факт расстилающегося пресмыкания, это даже хочется заучить наизусть. Но интересно и вот что. Вы называете журналом то, что всего одной строкой выше называли издательством, как это понимать? Ваше превосходительство! Прикажите меня расстрелять, но я не могу поверить, что в столь представительной группе героев и кавалеров, где четверо из шести носят каракулевые папахи, никто не знает, что издательство и журналы – это не одно и то же. Спросите любого эфрейтера, он знает. Когда я читал ваше письмо в оригинале и сравнивал его с опубликованным текстом, мне было право жаль, что в «Ветеране» и в «Правде Украины» вас так сильно поправили. Хотя в некоторых случаях поправили не зря. Например, в печатном варианте было опущено и правильно. Ваше сравнение меня с Геббельсом. Я на Геббельса не похож. Геббельс был хромой, а я нет. А вот с Герингом у некоторых из вас сходство есть. Он тоже летал на самолете и совершил много подвигов. И в искусстве разбирался, правда, в основном ударял по живописи. Геббельса советские редакторы из вашего текста вычеркнули, но оставили ваши слова обрезгливости элитарного господина к черной кости. Интересно, это кто же элитарный? Побойтесь бога. Это вы, генералы, говорите рядовому солдату? Да я, ваше превосходительство, за четыре года своей службы в армии живого генерала видел не чаще, чем хвостатую комету. Для меня в те годы даже старшина Бужак был бы заметной шишкой. И я же элитарный. Хотя почему бы и нет? Я ваших рентгеновских снимков не смотрел, и какая у вас кость черная или зеленая, не знаю. Я только знаю, что для суждения о том или ином предмете надо иметь о нем какое-то представление. Вот вам такой пример. Во времена, когда Туполев был заключенным и работал в Шарашке, генеральным конструктором его самолетов был некий человек, который в технике вообще ни уха, ни рыла, не смыслил. Так вот он, когда поступило предложение поставить на новый самолет не четырехтактный, а двухтактный двигатель, засомневался, не слишком ли смело. А может быть, говорит для начала, трехтактный поставим. Как ваше превосходительство заслуживает такой человек брезгливой ухмылки? По-моему, да. А вы думаете, вы далеко от него ушли? По-моему, нет. Если человек дает указания о деле, которого он не знает, то будь он хоть рядовым, хоть маршалом, хоть даже семеж да героем, ему следует напомнить пушкинские слова «Суди, дружок, не выше сапога». Теперь давайте оставим в стороне тонкости, грамматику и стилистику. Перейдем к вашей критике по существу. Вы мое сочинение называете не романом, а кощунством и клеветническим измышлением. Это, конечно, сильно. Вы задаетесь вопросом, над чем смеется господин Войнович? Что им взято под осмеяние и глумление? И сами же себе отвечаете. Прежде всего, это первый день Великой Отечественной войны. Это кадровые командиры, политработники, бойцы рабочей крестьянской Красной Армии. Это колхозники и колхозницы периода мая-июня 1941 года. Вы перечисляете факты, которые без вас всем известны. О бомбах, боях, раненых, убитых, рыданиях матерей, жен, сестер, невест, детей, провожавших на войну сынов, мужей, братьев, отцов, женихов. Что из этих скорбных воспоминаний следует? Из них следует ваше превосходительство. Что, не усвоив грамматики, вы достигли высшего пилотажа в области демагогии. Не критикуя роман по существу, а, скорее всего, даже и не прочтя, вы создаете картину, в которой неискушенный читатель эмоционально воспримет меня, как чуть ли не виновника, описанной вами народной трагедии. А если не виновника, то хотя бы выродка, который, глядя, как одни уходят на фронт, а другие рыдают, сам стоит в стороне и, потирая потные ручки, хихикает. Извините, господа, генерал демагоги, но я созданный вами образ слегка поправлю. Я в боях не участвую, потому что к началу войны успел только окончить первый класс, а наше гуманнейшее правительство на фронт спасибо. Первоклассник не посылала. Но я относился к тем детям, которые плакали, когда провожали отцов. Мой отец в мае вышел из лагеря, в июне ушел на фронт, а в декабре был тяжело ранен, за что получил не золотую звезду, а золотистую ленточку, а потом на старости лет еще и прибавку к пенсии 15 рублей в месяц. Сам же западногерманский господин, как вы меня изволите называть, пережил бомбежки, две эвакуации, голод, холод, детский труд, колхоз, ремесленные училища и так далее. Так что, ваше превосходительство, смеяться над народом я вряд ли стал бы. Я смеюсь и издеваюсь, но, увы, бессильно, над теми, кто разорил страну, обезглавил командование Красной Армии, оставил на произвол судьбы миллионы пленных, потом перегнал их из немецких лагерей в советские, создавал штрафные роты, заградительные отряды, переселял народы, превратил страну в огромный концлагерь и вывел такую породу людей, которые, не читая книг, всегда знают, как их надо писать. Кстати, перечисленных мною примет Великой Отечественной войны вы, судя по вашему письму, совсем не заметили. И после войны, летая на штурмовиках или бомбардировщиках, не заметили под своими краснозвездными крыльями заборов с колючей проволокой, вышек с автоматчиками и растянувшихся по всем дорогам колонн заключенных. А перечисленных вами жен, сестер, матерей можно продолжить список родственных отношений. В очередях к тюремным окошкам вы сверху тоже не видели? Напоминаю вам, герои-кавалеры, что кроме односторонней обрисованной вами войны до нее, во время и после, шла и сейчас еще не закончилась другая война по количеству жертв, превзошедшая даже ту, на которой вы отличились. Одним из постоянных объектов нападения в этой другой войне всегда была литература. Она на протяжении многих лет подвергалась варварским бомбардировкам «Как Дрезден и Хиросима». Опомнитесь, господа генералы, и посмотрите. Под вами дымящиеся руины. Выходите из боя, займитесь чем-нибудь мирным. Если вам в отставке нечего делать, ловите кефаль, выращивайте баклажаны и тащите все на привоз, торгуйте и обогащайтесь. Сейчас это очень поощряется. В заключение хочу выразить два сомнения. Вы говорите, что выступаете от имени 88 членов вашего клуба. А почему же подписались только шесть человек? Другие что, постеснялись? Второе сомнение вот в чем. В своем сочинении, которое вы называете то письмом, то опровержением, вы говорите, что выступаете от имени павших. А я сомневаюсь, что вы имеете на это право. Как бы героически не вели вы себя сорок с лишним лет тому назад, вы все же остались в живых. Ваши жены не стали вдовами, ваши дети — сиротами. И сами вы благополучно дожили до преклонного возраста. Больше того, вам за все ваши подвиги заплатили сполна и чинами, и орденами, и привилегиями. Недавно, будучи в Москве, заглянул я в кооперативный, извините за выражение, писсуар. Входная плата 20 копеек. Там была надпись, которую я хотел, но передумал взять эпиграфом к этому моему письму. Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы обслуживаются бесплатно. Кстати, а вы не знаете, почему слово «герой» пишется с большой буквы, а «кавалеры» с маленькой? Хотя даже в вашем клубе героев в четыре с половиной раза больше, чем кавалеров. В заключение хочу вам открыть небольшую военную тайну. Вот меня часто спрашивают, где я нахожу героев для моих измышлений, из какого пальца я их высасываю. Посмотрите ваше превосходительство друг на друга и подумайте, зачем мне истощать свои пальцы, когда природа изготовила столь замечательных, живых и готовых позировать персонажей. Март 1989. Приложение 12. Ответ на статью Рязанова. Отрезанный ломоть. Я откликаюсь на статью Эльдара Рязанова не сразу, потому что соответствующий номер огонька, смотри, Эльдар Рязанов, прощай, Чонкин, Огонек, 1989, номер 35, шел до меня очень долго, а кроме того, я был занят переездом временным в другую страну и устройством на новом месте. Откликаюсь не для того, чтобы вступать в перепалку. Я Рязанова по-прежнему высоко ценю. Мне понятно его досада на обстоятельства, не позволившие ему снять фильм по моему роману «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Мне понятно его обиды, но мне непонятно, на что он рассчитывал, как добрался за это дело, и на что рассчитывал руководство Массфильма. С самого начала этой истории было совершенно очевидно, что права на постановку фильма по моему роману принадлежат фирме «Порто Белло». Эти права были проданы фирме задолго до перестройки, тогда, когда появление Чонкина на советском экране невозможно даже было себе представить. Поэтому с самого начала речь могла идти только о совместном производстве, ни о чем другом. Но у Рязанова и у Массфильма были, оказывается, другие намерения, о которых я, например, даже не подозревал. Сейчас в статье Рязанова я прочел следующее. Нам было известно, что права «Порто Белло» на экранизацию кончаются 18 ноября 1988 года. Мы надеялись, что если немного потянем, сможем освободиться от англичан и работать без них. Потом выяснилось, что права «Порто Белло» вроде бы кончаются на год позже. Скорректировали свои планы с уточненной датой. Вот вторая цитата. Перед поездкой наших представителей в Лондон мы все посовещались. Мы знали, права у англичан кончаются в ноябре 89-го. И мы, если Войнович согласится передать права нам, можем смело приступить к съемкам картины. Надо сказать, что эти планы меня весьма и весьма удивили. Прежде всего, своим простодушным, нескрываемым, я бы даже сказал, азиатским коварством. Значит, когда представительные делегации Мосфильма ездили в Лондон, жили там в дорогих гостиницах, оплаченных владельцем фирмы «Порто Белло» Эриком Абрахамом и вкушали за его же счет изысканные обеды, переговоры, которые при этом велись, были заведомо липовые и рассчитанные на то, что партнер окажется дураком, обо мне Мосфильмовские предприниматели, видимо, тоже думали не лучше, чем об английском продюсере, если Войнович согласится. А если не согласится? Такой вариант Рязанову и Мосфильмовскому начальству почему-то даже и в голову не пришел. А если бы пришел и меня бы спросили, то, очевидно, отношение с фирмой «Порто Белло» пришлось бы или строить на другой основе, или прекратить на более ранней стадии. Сейчас Рязанов упрекает меня, что я чуть ли не действовал за его спиной и тайком от него подписывал какие-то документы. Это не так. По поводу предполагавшейся картины о Чонкине я с Мосфильмом вообще ни в какие юридические отношения не вступал и вступать не собирался. Все связанные с этим договора я заключал только с фирмой «Порто Белло» и, как сказано выше, задолго до появления на моем горизонте Рязанова. Сейчас Рязанов попрекает меня моим последним по времени соглашением с «Порто Белло», но и эту бумагу я подписал в июне 1988, когда собственные планы Рязанова были, как говорится, по воде вилами писаны, о чем сам Рязанов примерно в то же время поведал читателям московских новостей в своей статье «Великодушие». Больше того, представителям Мосфильма с моего одобрения фирма «Порто Белло» в Лондоне и мой литературный агент Нью-Йорке предъявили все заключенные нами соглашения, так что никакого кота в мешке не было. И рассчитывать на то, что западный партнер где-то что-то прошляпит, было и некорректно, и нереалистично. Надеяться в таком деле на меня тоже не следовало, потому что вести свои дела в расчете на чужую оплошность я не умел, не умею и уметь не хочу. Эльдар Александрович изображает меня растяпой, который по незнанию английского языка подписывает сам не знает что. Это неверно. Я английским языком владею вполне сносно, а вот в юридической казуистике разбираюсь не очень. Она мне бывает непонятна ни на русском языке, ни на английском. В этой казуистике люди моей профессии вообще разбираются редко, поэтому писатели на Западе и я тоже нанимают литературных агентов, которые разбираются. Мне приходится, часто по совету агента, подписывать много всяких договоров, все условия, которых я не всегда держу в голове. Поэтому, когда Рязанов позвонил и попросил немедленно сообщить ему, что написано в таком-то пульте моего такого-то договора, я ему сразу на этот вопрос ответить не мог, а потом письменно ответил. Рязанов, насколько я понимаю, в правовой казуистике тоже не очень силен, поэтому массфильм посылал в Лондон и в Нью-Йорк своих юрисконсультов и экономистов. И если уж те не разобрались, то чего требовать от меня? Я частное лицо и имею право быть неделовым, а вот массфильмовским специалистам, стремящимся к международному сотрудничеству во избежание удручающих ошибок, следовало бы вникнуть не только в здешние законы, но и в здешнюю этику, про которую советские люди часто думают, что она или примитивна, не обманешь, не продашь, или вовсе не существует. Замечу, к слову, что с владельцами фирмы Порто-Белло, Эриком Абрахамом и Катей Краусовой, я нахожусь не только в деловых, но и дружеских отношениях. А если говорить о деловой стране, то фирма Порто-Белло платит мне довольно большие деньги в твердой валюте, а массфильм, если и заплатит, то поменьше, и в валюте, которая здесь, где я живу, вообще хождения не имеет. Итак, переговоры с Рязановым, а затем и с массфильмом, я вступил, будучи связан с Порто-Белло договорными обязательствами, о нарушении которых не могло быть и речи. Меня привлекала не передача «Мосфильму» моих прав, а именно совместное производство. Я думал, что совместное производство будет соблазнительно и Рязанову, и массфильму. Оно давало возможности массфильму и Порто-Белло объединить свои усилия и создать нечто незаурядное. Тем более, что был шанс убить трех зайцев, то есть сделать хороший фильм, показать добрый пример международного сотрудничества и заодно объединить в одном фильме три куска разорванной культуры, представленные в данном случае Рязановым, мною и Михаилом Барышниковым, желавшим сыграть главную роль. Но вот массфильм с Порто-Белло не договорились, и грандиозная затея лопнула, как мыльный пузырь. Обе стороны понесли при этом довольно большие убытки. Массфильму что? У него деньги казенные. А вот Эрик Абрахам сто тысяч долларов, надеюсь, не последние, вынул из собственного кармана. Сотрудничество не состоялось, как я теперь вижу, ввиду полной несовместимости всех сторон. Я не знаю, понял ли это руководство массфильма, но Рязанов, по-моему, нет. Не понял. Он указывает на какие-то второстепенные причины и детали. Например, пеняет сам на себя, что не дал мне подписать, на том бы он меня и поймал. Сценарий, написанный якобы нами совместно. На самом деле есть два сценария. Один писал я один. В другом, написанном Рязановым, я дописывал отдельные сцены. Этот другой сценарий, если Рязанову нужно, я могу подписать задним числом. Но от этого ничего не изменится. Эльдар Александрович сетует, что автор этих строк в своем последнем письме не нашел, цитирую, ни одного слова благодарности к людям, которые, идя против течения, вкладывали все свои силы и способности, чтобы сделать фильм по его книге. На самом деле я вовсе не рассматривал свое письмо как последнее и не считал, что, не сойдясь в чем-то, Рязанов с Порто-Белло, а я с Мосфильмом, мы и между собой должны непременно расплеваться. Кроме того, упомянутое письмо было написано под влиянием раздражения от состоявшегося накануне телефонного разговора, в котором Рязанов предъявлял мне несправедливое обвинение и вообще наговорил много такого, о чем я могу забыть, только имея в виду, что это было сказано в состоянии аффекта. В том разговоре, идентифицируя меня со всем расчетливым и холодным западным миром и употребляя весьма неточно местоимение «мы» и «вы», Рязанов сказал мне примерно так. «Вы слишком богаты. Обращайтесь с нами, как с дикарями. А мы бедные, но благородные. И Мосфильм благородный, и страна наша благородная». Эти слова, надо сказать, меня и удивили, и разозлили. Потому что мы, может быть, и богаты, но я лично не богаче Рязанова. Относительно дикарей спорить не буду. Элементы дикарства есть. А что касается благородства, то у меня, Эльдар Александрович, изгнанному из вашей благородной страны, тоже на этот счет есть свои отдельные соображения. Так вот я разозлился и в письме Рязанова благодарить не стал. Но в Москве много раз и лично, и публично я благодарил Рязанова за то, что он пытался экранизировать Чонкина, способствовал публикации романа и добился моего приезда в Москву. Пользуясь случаем, я еще раз выражаю благодарность всем, кто содействовал реабилитации хотя бы моих книг в Советском Союзе, и особенно еще раз Рязанову. Мне очень жаль, что мое сотрудничество с этим выдающимся комедийным режиссером так вот печально закончилось. Но, оглядываясь назад, я теперь вижу точно, что это сотрудничество на данном этапе и не могло состояться, и дело не только в фирме Порто Белло. Некоторые мои читатели или слушатели, вероятно, знают, что перестройку я принял сразу с первых ее шагов. Я относился к числу тех, кто с самого начала поверил, что перестройка — это не политический трюк каких-то отдельных личностей, а неизбежный и необратимый процесс. Процесс этот внушает большие надежды и не меньшие опасения. Чем он кончится, в конце концов, зависит от суммы усилий всех, кто в нем участвует. Мне, честно говоря, тоже захотелось быть одним из участников, потому что страну, которую Рязанов называет наша, я тоже всегда считал, и до сих пор считаю, и не собираюсь ни у кого спрашивать на это разрешение своей. Я хотел принять участие в процессе не из меркантильных, а, я обычно стесняюсь такие слова говорить, из гражданских соображений. Поэтому предложение Рязанова соблазнило меня чем-то большим, чем просто желание увидеть Чонкина на экране. В расчете на это большее я по приглашению Союза кинематографистов СССР и отправился весной этого года в Москву. Приглашение пробил, конечно, Рязанов, а его поддержали, насколько мне известно, Георгий Данелия и Андрей Смирнов. Советское посольство в Бонне без задержек оформило визы, и 16 марта мы с женой и дочерью после восьмилетнего отсутствия отправились на родину. При этом у всех у нас и у пятнадцатилетней дочери тоже было написано на визах «Цель поездки – переговоры с Союзом кинематографистов». В аэропорту у нас, как правильно пишет Рязанов, тепло встретили друзья, родные и близкие. Ну и правильно. А как же еще? Родные и близкие друзья должны были нас встречать. Чтобы исчерпать сразу эту тему, скажу, что и потом было очень много радостных и горьких и трогательных встреч с близкими и неблизкими, дома, на улицах и в переполненных залах. Но были еще встречи, которых Рязанов не видел, а я очень даже приметил. На пути к друзьям нас встретила суровая таможенная служба, сотрудники, которые точно знали, кто я такой, и вряд ли подозревали меня в перевозе наркотиков, оружия и валюты. Тем не менее и мне, и моей жене, и моей дочери был устроен демонстративный и весьма дотошный досмотр, такой же грубый, каким нас провожали из страны. Обычно иностранцев, которым проявляется какой-то практический интерес, недосматривают. А тут мне было показано, что я, если и иностранец, то далеко не первого сорта. Рязанов заметил, что в аэропорту нас снимало телевидение, но не заметил, какое именно телевидение. А вышло так, что увидели наш приезд не советские, а британские телезрители по одному из каналов Би-Би-Си. Советское телевидение, правда, там тоже было, но оно тратило на нас пленку напрасно. Заснятые кадры на экранах не появились, поскольку запечатлелась на них, как было сказано, не та фигура. По приезду я узнал, что восстановлен в звании члена Союза писателей СССР. Но сообщено мне это было почти шепотом. Известие об этом странном восстановлении было опубликовано маленькими буквочками в никому за пределами писательского клуба, неизвестной многотиражки «Московский литератор», но так и не появилось, например, в литературной газете. Литературка, в отличие, например, от медицинской газеты вообще даже и не заметила моего появления в Москве. Должно быть и для нее я не та фигура. Между прочим, само по себе мое восстановление было чем-то, что в народе называется «финтом ушами». Как объяснил мне потом один из секретарей СП, Юрий Поляков, решение о моем когдатошном исключении из этой организации, хотя и отменено, я не могу считаться членом СП, поскольку не являюсь гражданином СССР. А гражданином СССР я не являюсь потому, что в свое время был лишен этого звания указом Брежнева. Указ этот до сих пор не отменен. Правда, когда я был в Москве, некоторые люди мне говорили, что если я как следует попрошу, то отмена указа вовсе не исключена. Я отвечал «да, спасибо», но тогда мне и вовсе рассчитывать не на что, ибо исключена возможность того, что я попрошу. Я не просил, чтобы меня лишали гражданства, и не мне просить, чтобы его вернули. Для сравнения, когда я выезжаю из Германии или возвращаюсь в нее, я ни у кого не прошу разрешения и некому сказать спасибо. Теперь вот я приехал на год в Америку и собираюсь ездить в Чикаго, Сан-Франциско, на Гавайские острова. Где кому сказать спасибо? Я не знаю. В Москве, как я уже сказал, ко мне было проявлено довольно много интереса. Я выступал перед публикой, давал интервью газетам, радио и телевидению. Программа новостей в первый день отказалась меня показать, а Станкинскую студию мне тоже не та фигура не предложили. Но в некоторых передачах я все-таки появился. Я попал в Москву в довольно бурное время. В разгаре была предвыборная кампания. Повсюду шумные митинги, телевизионные дебаты и прочее. Выступают кандидаты, доверенные лица, члены неформальных объединений, представители народных фронтов. Я на какое-то время погрузился в эту суету, но вскоре понял, что это меня не касается. Я здесь чужой. Для кого хороший, для кого плохой. Но для слишком многих чужой. Отрезанный ломоть. Я здесь не могу ни быть избранным, ни избирать, ни издавать журнал, ни создавать кооператив, ни купить, допустим, на свои гонорары квартиру в Москве, избушку в деревне. У меня здесь нет ни кола, ни двора. Никаких прав и никаких обязанностей, кроме обязанности убраться во своясь и как только кончится виза. Во время моих выступлений меня много раз люди звали вернуться. Приезжайте, вы нам нужны. Но на других уровнях я подобных призывов не слышал. Правда, где-то кто-то как-то упомянул об этой проблеме в печати. И Рязанов, не забываю, по этому поводу несколько раз выступал. Но власти хранят молчание, как будто и проблемы никакой нет. Сейчас очень много пишут и говорят о репрессиях сталинского периода и гораздо меньше о временах более близких. И вот перестройка идет. А бывшие заключенные по-прежнему не реабилитированы. А изгнанные из страны живут там, куда ветром занесло. Конечно, если даже и позвать обратно, то вернутся не все. Но извиниться следует все-таки перед каждым. И отменить все указы о лишении разных людей гражданства. Но об этом я большого беспокойства в Москве не заметил. И понял, что проблемы сия находятся на далекой периферии общественных интересов. Так или иначе, но в Москве мне слишком часто приходилось чувствовать себя иностранцем. Вот, например, такой случай. Явился я как-то на Мосфильм для встречи с генеральным директором Владимиром Достолем. Пришел на пару минут раньше условленного часа и сказал секретарше, что мне надо видеть Владимира Николаевича. Секретарша в ответ. Владимир Николаевич принять вас не сможет, потому что у него сейчас будет иностранная делегация. Я хотел было возмутиться. Как так? Он ведь именно меня на это время как раз пригласил. А потом прикинул и понял, что это же я и есть иностранная делегация. Ну, принимали меня примерно как Риббентропа. С одной стороны длинного стола советская делегация, человек, пожалуй, двенадцать, а с другой стороны германский рейх. Представлял я один. Представители советской страны сдержанно улыбались, натужно шутили. И некоторые при этом сверлили меня глазами, давая понять, что на осмол на мякине не проведешь. Все эти столкновения с реальной действительностью, ясное дело, отражались на моем настроении. Чем более росло мое ощущение непричастности к происходящим событиям, тем быстрее таял энтузиазм, связанный с возможной постановкой будущего фильма. Если я в этой стране чужой, то зачем мне стремиться к постановке фильма именно здесь? В Москве я, естественно, встречался много раз с Рязановым. Время от времени мы с ним работали над сценарием. Дорабатывая сценарий, я все больше ощущал, что затеянное дело кажется мне все менее соблазнительным. Тем более, что я сегодня здесь, а завтра там. А послезавтра пустят ли меня снова сюда, неизвестно. Я сказал на Мосфильме, что хотел бы время от времени присутствовать на съемках. Но для этого мне нужна, по крайней мере, постоянная виза. Мне было отвечено, постоянной не будет. А насчет многократной мы похлопочем. Впрочем, гарантий тоже нет. Вы что, забыли, куда вы приехали? Я стал задумываться. Если я приехал во всех смыслах туда же, откуда уехал, то, пожалуй, пора подумать, стоило ли приезжать. Конечно, дело не в том, что мне не дают визы и не возвращают гражданство. Рязанов не виноват. И я не путаю его с государством. Но, работая над фильмом, я вступил в отношения не только с ним и не только с Мосфильмом, а со всей советской системой, которая ко мне свое отношение изменила не очень сильно. К моменту написания статьи я еще не знал, что в КГБ уже заведено на меня новое дело оперативной подборки. Ну да, меня в Москву ненадолго пустили, премного благодарен, но обращается как с иностранцем, причем иностранцем второго сорта, с которым можно особо не чикаться. Пока я обдумывал ситуацию, на поле боя появилась группа генералов-героев Советского Союза из Одессы. В своем открытом письме главным редакторам «Огонька» и «Юности» Виталию Коротичу и Андрею Дементьеву они возмущались публикацией кощунственного измышления. Так они именовали мой роман. Стыдили своих адресатов, а уж со мной и вовсе не церемонились. Назвали меня и предателем, и клеветником, и сравнили... Мне, правда, не привыкать. С Геббельсом. В печатном варианте это сравнение. Большое спасибо. Исчезло. Когда письмо было опубликовано, я уже находился в Мюнхене, но до меня доходили известия, что генеральское сочинение произвело нужное впечатление, и над картиной о Чонкине и над какими-то моими публикациями нависли тучи. Нет, конечно, сейчас времена не те, да и генералы не в прежней силе, но отбиваться от них как-то все-таки нужно. Я и вовсе приуныл и стал думать, что вообще я, видимо, напрасно в это дело встрял. Если генералы все еще имеют возможность вмешиваться в литературу и искусство, где гарантия того, что фильм получится таким, каким я его хотел бы видеть? Не добьются ли их превосходительства, в конце концов, запрещения картины на том или ином этапе? Или, может быть, еще хуже? В борьбе с ними придется пойти на какие-то уступки, а я этого точно не захочу. Я во многих делах склонен к компромиссу, но с невежными, лезущими в искусство, что бы они ни носили на погонах или на груди, у меня никакого компромисса быть не может. Я не только не хочу им уступать, что бы то ни было, но даже вступать с ними в какие-то ни было обсуждения не желаю. Конечно, будь я признанным в стране гражданином, да имей доступ к печатным изданиям, я бы этим генералам несколько оплеух отвесил. За мной, как говорится, не заржавеет. А тут... Вот Рязанов ответил на генеральские оскорбления и подписался всеми своими регалиями. Народный артист, лауреат и прочее. Тоже вроде как генерал. А у меня звание простое — отщепенец. Я все еще непрощенный преступник. Со мной, как некоторые думают, правда ошибочно, можно поступать как угодно. Меня, прожившего даже по советским понятиям не самую легкую жизнь, с малых лет работавшего физически, можно называть бездельником, паразитом и попрекать куском хлеба, которого я не съел. Меня, насильно выкинутого из страны, можно называть предателем, перебежчиком, опять-таки кем угодно. Конечно, брань на вороту не виснет. И я к ней уже привык. Но советскому обществу пора учиться от нее отвыкать. Облыжные и безнаказанные обвинения отдельных людей наносят всему обществу гораздо больше урон, чем можно себе представить. Общество это станет только тогда правовым, когда клеветник в любом мундире будет рисковать тем, что придется доказывать свои утверждения в зале суда. Рязанов описывает, как, пробивая картину, он с генералами воевал. А штатское начальство, кого уговаривал, кого обводил вокруг пальца. Все это он делал, я нисколько не сомневаюсь, с лучшими намерениями. В советских условиях до сих пор только так и надо крутиться. Иначе такого острого фильма, как Чонкин, не сделаешь. Тут и мне надо было бы проявить адекватную смекалку и изворотливость. Но в том-то и дело, что я этого не умею. Никогда не умел. И в конечном счете именно поэтому оказался за пределами советской системы и советских границ. Может, раньше и стоило научиться такому умению, а теперь уже ни к чему. До конца дороги до бреду и без этого. Пока я предавался своим сомнениям, отношения между фирмой Порто Белло и Мосфильмом осложнялись. Эрик Абрахам, за свой счет, приезжал в Москву, и ему не понравились сценарии и актерские пробы, хотя актеры были такие, что лучше не подберешь. Здесь я несколько слукавил. Актеры Гундарева и Стеклов были действительно хорошие. Но для ролей Чонкина и Нюры староваты, о чем, не желая их обижать, я тогда умолчал. Массфильмовцы за счет Эрика ездили в Лондон. Советские люди в одиночку передвигаться не умеют, поэтому Эрику опять пришлось принимать целую делегацию с руководителем, заместителем, не знаю, был ли там секретарь первичной организации, бухгалтером и юристом. В Лондоне о многом не договорились. Абрахам решил, что в Москве фильм, так сказать, мирового класса не сделают, и решил делать его в другой стране, на другом языке и на других условиях. При этом он под давлением московских делегатов и по моей просьбе разрешил, разрешил, повторяю, совершенно бесплатно, Моссфильму делать свою картину, но только для советской аудитории, потому что он не хотел, чтобы советский фильм перебежал дорогу его фильму. Достоин ли Абрахам осуждения? По-моему, нет. Несколько лет назад он купил права на экранизацию романа, потом продлевал договор и платил за продление. И вообще долгое время живет этим делом, на которое возлагает определенные надежды. А теперь что? Он должен уступить безоговорочно, бесплатно, себе в убыток права? Да еще людям, которые его хотели надуть? С какой стать? А когда Рязанов пишет «Мы все взбесились», я его просто не понимаю. Я вижу во всем этом повод для огорчения, а для бешенства нет, не вижу. И не вижу достаточной причины вообще, чтобы отказываться от постановки фильма на данных условиях. Конечно, они не лучшие, не соответствуют обстоятельствам, с которыми надо считаться. Тем более, что условия были поставлены Порто-Белло не на вечные времена. Через два-три года фильм мог бы быть показан за рубежом. А если бы он, вот к чему надо было стремиться, оказался выдающимся, то удержать его в пределах советских границ было бы и сейчас невозможно. И так фильм по моему роману в Советском Союзе не состоялся. Мне легче всего, и это правда, сказать, что мое дело страна. Права на книгу проданы, и я на их, теперешнего владельца, могу иметь только ограниченное влияние. Но дело в том, что я не только физически, но и душевно стою на стороне Эрика Абрахама. Скажу больше. Даже и при, вообразим себе, отсутствии фирмы Порто-Белло, мое сотрудничество с Мосфильмом вряд ли бы завершилось успешно. Во время описываемой истории я заметил, что, готовясь к постановке фильма, Рязанов вроде бы даже и не понимает, что у меня могут быть свои отдельные интересы. Причем интересы не только творческие. По этой части у нас тоже были некоторые расхождения, но и всякие другие, включая финансовые. А Мосфильмовское начальство меня и вовсе в расчет не принимало. Даже не знаю уж почему. На переговорах в Лондоне Эрик Абрахам по моей просьбе включил в число условий для сотрудничества выдачу мне постоянной или многократной, по крайней мере, визы. Ему было высокомерно отвечено, что вопрос о визе относится к числу не имеющих отношения к делу. Ответ не только нахальный, но и совершенно не деловой. Потому что одного этого ответа для меня лично было бы достаточно, чтобы прекратить с такими партнерами всякие отношения. Да, приступая к работе с Эльдаром Рязановым, я был рад, что фильм по моей книге будет делаться талантливым русским режиссером по-русски и на русской земле. Ради этого я до известной степени готов был пренебречь своими материальными интересами. Но я-то это сотрудничество рассматривал как первый шаг к моему, пусть не полному, дело не в месте жительства, но достойному возвращению в Россию. А если этого нет, и нет даже гарантированного права приехать на премьеру и передвигаться по стране, и посетить родные места и могилы, то мне в такой стране никакой фильм не нужен. Пусть уж будет английский, американский, или какой получится. В своей статье Эльдар Рязанов упрекает меня. Я не выразил сожаления, что фильм по моему роману не состоится в России. Что делать, Эльдар Александрович? Устал я, право, сильно устал просить, благодарить и выражать сожаления. Жаль, конечно. Но что там фильм? Вся моя жизнь, можно сказать, не состоялась в России. 10 декабря 1989 года. Приложение 13. Гимн Российской Федерации. Неутвержденный. Музыка Александрова. Слова Войновича. Распался на веки союз нерушимый. Стоит на распутье Великая Русь. Но долго ли будет она неделимой? Я этого вам предсказать не берусь. К свободному рынку от жизни хреновый, Спустившись с вершин коммунизма, Народ под флагом трехцветным, С орлом двуголовым, И гимном советским. И гимном советским шагает в разброд. Припев. Славим Отечество у каждого столика, Где собирается нынче народ, И горячо обсуждает символику, И не имеет важнее забот. Когда-то под царскую властью мы жили, Но вот наступила заря октября. Мы били буржуев и церкви крушили, А также поставили к стенке царя, Потом его кости в болоте достали, Отправили в Питер на вечный покой. Простите, товарищи Ленин и Сталин, За то, что дошли мы до жизни такой. Сегодня усердно мы Господа славим И Ленину вечную славу поем, Дзержинского скоро на место поставим, Тогда уж совсем хорошо заживем. Всем выдадим все. Офицерам квартиры, шахтерам зарплату, Почет старикам, А злых террористов замочим в сортире, Ворам-олигархам дадим по мозгам. Припев Славим Отечество у каждого столика, Где собирается нынче народ, И горячо обсуждает символику, И не имеет важнее забот. Коррупционеров загоним в бутырку, Чтоб знали, насколько закон наш суров, Зато мужикам раздадим по бутылке, А бабам на выбор дадим мужиков. Символику примем, заплатим налоги, И к светлой заре по прямому пути, Вот только по пять дураки и дороги, Нам не помешали до цели дойти. Припев Славим Отечество у каждого столика, Где собирается нынче народ, И горячо обсуждает символику, И не имеет важнее забот. 2000 год Конец книги Звукорежиссер Наталья Веселкина Читала Ирина Ересанова Звукорежиссер Наталья Веселкина